Сюрстреминг Сюрстреминг Да Очень культурно Конечно Как в лучших домах Европы Ну, мне тут чё-то написали, что я забыл это КД выложить Это правда Ничего, завтра Как ты посмел Ты подвёл команду Команду, блядь, подвёл А там иногда такое количество говна выкидывается на ютубе Ничего с этим нельзя поделать Это сейчас о чём? Ну, всякие копирайт страйки и прочее говно Ну, как бы их же не было Ну, чё ты сразу начал? Линию защиты рушит, да? Мы ещё не начали Я скоро буду, как Ефремов, врать, знаешь, там, типа А, у меня не было там бы А, я не был за рулём Но я не виноват Я не виноват Но я ничего не виноват Я не был за рулём своего компьютера в этот момент Понимаете? Могу представить Опять Тимурчик у нас не в микрофон говорит Класс Бля, пожалуйста, отъебитесь, а А я вот пока ты прыгаешь У меня, блядь, наушники не те Те, которые надо, заряжаются Не до конца заряжаются Я вот сейчас открываю А там, блядь, чувак, как было 5% зарядки Так и осталось Я пытаюсь понять Какого хуя Какого хуя, блядь, Сарака Ивановна? Я вас спрашиваю Сука Ладно, всё, они восстановились Пизда Ивановна, блядь Сучка Дима, расскажешь А что про неё рассказывать? Все уже наговорили про неё Всё, что я в ней платина И была классная 89 часов платина Чё тебе ещё рассказать? Она клёвая Ну, то есть, как бы Она, может, и говно Но мне настолько понравилось Что я Нам хорошо пишут Нормальное начало Нормальные наушники Нормальный подкаст Нормальный ведущий Ну, господи Ну, кто там, блядь, опять мяукает Сука Ты мог бы не мяукать, блядь У меня очень классный Я сейчас понимаю Что Димка Сидит в моих наушниках Вовсе не потому Что это форма Моих бывших наушников Потому что у Сенхайзера Ебически длинный провод Да Можно найти до двери Я хожу На самом деле Я тебе могу сказать Это у него поэтому Такое безумное сопротивление Потому что такой длинный провод Нет Сопротивление Потому что они аудиофильские Все аудиофильские наушники С высоким сопротивлением А зачем? Ну, потому что Чем выше сопротивление Тем мощнее у тебя Вот эти вот Динамики внутри Наушников Они больше передают Собственно Динамический диапазон Просто понимаешь Тимур В них встроенная вешалка Она требует прогрева Конечно Конечно А кабели А кабели у него На специальных поставочках Стоят Чтобы электроды Не касались Грязного пола Ой, бля Фотографии с этими Ебучими кабелями Больше всего мне нравятся Кабели Которые выглядят Как гигантские слизни Сука Они просто пиздецовые Расскажу вам историю До подкаста Я тут сегодня В одном там чатике Подкастеров Услышал историю Про то, что Оказывается Надо монтировать В 32 бита Ну, или в 24 Если ты такой Типа Хуёвый Вот Я всю жизнь Монтирую в 16 бит Поэтому я вообще В душе не ебыв Что значит Монтирую в 24 бита Ну, ладно Предположим Хорошо Окей Может быть Ну, и Пошёл на Лурк, по-моему И нашёл там Копипасту по поводу Это не ты пошёл А я тебе прислал Ну, да Максимка прислал Копипасту по поводу Аудиофилов И могу сказать Что там, бля Такой ад пизды Что я даже Такого не ожидал Ну, то есть Как бы Димка, ты же помнишь Эту ад Дивку, где чувак Сидит и типа В наушниках Слушает Да, да Любимка Любимка в контакте И у него такой Ааа Прям больно Чуваку От того, что Сайподы слушают Просто Моя картинка нравится Где чувак Сидит с Ламповым Усилителем Подключенным Толстенными Межблочными Кабелями У него Отходят Наушники Сенхайзер Димкины Он такой сидит Причём Такой в возрасте Чувак Серьёзным видом Знаешь, как Алжофил Наслаждается музыкой И рядом Флэра Вконтакте И там написано Любимка Понимаешь Сука Димка громкий Ну вот Ведь я, блядь, громкий Хули я громкий-то вечно Потому что я единственный Кто Из вас Тут говорит, блядь В микрофон Сука Они пиздит там Блядь Ты чё, охуел что ли Я минус 8 Минус 7 тут Тебе Стандартный ББС прыгаю А ты меня тут Выкуешь А я 24 бита А я томат Ладно Включил ваши лица Пошли Я, блин Я хотел пожрать До, чтобы Никто ко мне Не предъявил Хорошо Я сейчас Не вопрос Я убрал тебя Давай Ну и мы опять Повисим На заставке Стрим Выходит при поддержке Geekbrains Это намёк такой Что Тимур там Жрёт На заставке Просто знаете Что он сейчас Дайте Как маленький Хомячок Такой российскую выставку сыра, российскую ярмарку сыра, которая... Ну, знаете, как Невзоров в свое время сказал о том, что русские люди настолько преисполнились в своем величии, что они даже начали называть то, что они делают сыром. А ты знаешь, что на большинстве российских сыров написано не сыр, а сырный продукт? Да. А знаешь, в чем разница? Продукт молочно-содержащий, произведенный по технологии сыр. Заметели молока уже. Произведенный по технологии сыр, понимаю? Я очень кратенько, быстренько расскажу, когда расскажу прям подробно. Дело в том, что это выставка, которая проводит под Истрой Олег Сирота, которого я ненавижу просто людой ненавистью, но так получилось, что я оказался на Истре, одновременно сразу... Включить камеру твою? Да, можно включать. Я оказался там типа по хорошему поводу и по плохому поводу. Ну, то есть, как бы мы поехали туда сначала типа чуть-чуть отдохнуть с девушкой, но там случилась небольшая сложность, и нам пришлось уехать у таких к ее родственникам и прочее. Вот. И смысл в том, что, короче, ну, так получилось, что мы задержались на Истре, и была плохая погода, и мы такие, типа, что делать? И мы посмотрели, что есть типа ярмарка сыр-пер-мир этого типа Олега Сирота, я такой, блядь, а вот можно мы не поедем? Ну, потом такие, ну, типа хуй с ним, давай поехали, короче. Ну, в общем, попробовали. Ну, я приехал, я по самому мероприятию отдельно расскажу, но я могу сказать, что, конечно, как в свое время в России научились сделать более-менее хорошее пиво, за которое стало не стыдно, потому что у нас крафтовое пиво делают хорошее. Я могу сказать, что, конечно, в России научились делать крафтовый более-менее нормальный сыр. Но есть проблема. Она заключается в том, что как и хорошее крафтовое пиво, которое в магазине стоит 250-350 рублей за бутылку, ну, то есть, какой-нибудь салденс там и так далее, типа, который, ну, это хорошее пиво, но оно и стоит как хорошее пиво. Но Волковская, это типа отдельно. Я могу сказать, что хороший сыр российский стоит как швейцарский. Ну, не знаю, если вы... Я абсолютно согласен с Тимуром, потому что тот же Сернурский сыр, это местный по-волжески такой, полукрафтовый, он вообще достаточно дешевый. То есть, тот же Халумис стоит там за 200 грамм 300 рублей. Макс, я могу сказать, что хороший весь сыр, который я пробовал, который действительно там и козий, и я много сыра попробовал, купил тоже много сыра. Ну, реально, вот ты пробуешь как на уровне такого неплохого, даже не то, что пармезана, но всякого джугаса там, всяких там козьих сыров там из Португалии и прочего, они реально на уровне. Ну, то есть, действительно хороший сыр. Бля, чувак, они стоят столько же. 250 рублей за 100 грамм, 2500 рублей за килограмм. Да, 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 да. Ну, то есть, это реально, как вот ты приходишь, швейцарский сыр, ты можешь пойти купить там в том же самом Мошане, который привозит, потому что швейцарский сыр, это единственный европейский сыр, который официально можно ввести в Россию и официально продавать. Никакого другого, как вы помните, из-за, напомню вам, знаете, как говорят пропагандисты, санкции против России. Ну, на самом деле, напомню вам, это санкции против нескольких сотен человек и нескольких компаний. В ответ на эти самые санкции как бы наш президент сказал, что, а нихуя, 140 миллионов человек не будут есть сыр из Европы, короче, вот. Ну, в общем, за то, что неким Газпромовским чувакам перекрыли типа кислород, мы не жрём сыр из Европы, вот. И смысл в том, что швейцарский сыр довольно дорогой, потому что у него, ну, самый дешёвый, который вы можете найти в магазе, это стоит тысяча полторы за килограмм. Он хороший, как бы, но весь крутой сыр стоит две с половиной, три с половиной, четыре с половиной за килограмм. И этот, блядь, дохуя. Ну, то есть, за 200-граммовый кусочек типа 700 рублей это дохрена. Вот. Но российский сыр, который сопоставимый по своим вкусовым качествам, стоит примерно столько же, и вы его в основном не найдёте в магазине, который, ну, просто вот условно пойти в пятёрку или в Ашан, его там просто не будет. Потому что они все адекватно понимают, что, типа, основной контингент условного там Ашана не будет покупать. за 2,5 тысячи рублей российский сыр. Ну, просто не будет. И, как бы, поэтому они вот продаются через там всякие магазы отдельные, через там Инстаграм, через то, через сё. Можно к ним приехать, и у них там купить где-нибудь там в Адыгее, в Хакасии, там, в Воронежской области или ещё где-нибудь там. Или вот на таких вот ярмарках. и... Дарабаба! Потому что нас забанили за сыр. Пригожин тебе просто воткнул, понимаешь? Просто... И самая смешная херня, мне кажется, это как-то связано с каким-нибудь автоматическим автомодераторством Ютуба, знаешь, там, нам надо будет проверить. Надо будет минут пять произносить одно слово на Букупе. Пидарас. Пидарас. Как мы не сказали про пидарасов? Пидарас. Ты уверен? Шеверновус. Ты точно уверен? Шеверновус. Шеверновус. Нет, нет, мы-то живые, просто как бы мне кажется, что это какая-то автоматическая херня срабатывает. Ну, потому что она падает реально на полсекунды и тут же поднимается. Слушайте, давайте, короче, не будем начинать пока подкасты, я быстренько расскажу только для видеоверсии, чтобы осталось только видеоверсию и историю. Дело в том, что мы же поехали выстро отдохнуть в первую очередь и мы долго пытались подобрать, что есть выстро нормального, безклассного, доступного на момент, когда мы это все разыскивали, где-то в районе типа четверга. И, ну, условно, чтобы уехать там типа в пятницу вечером. Единственное из того, что было доступно, это, к сожалению, ну, как бы за нормальную цену, типа адекватную и при этом типа классно смотрелось в Букинкоме, типа когда там прям реально фотографии, хорошие, хорошее описание. Понимаешь, что, блин, прикольное место, короче. Это Яхонты Истра, это бывший Авантель Истра. И я вспомнил, что мы там даже когда-то давно были с девушкой, ну, когда-то очень давно. И, в общем-то, в принципе, я подумал, ну, наверное, прикольно, они наверняка, типа, учитывая фотки, они наверняка стали, ну, прям, намного круче. Я могу сказать, что они стоят довольно недешево. Я могу сказать, что, что вот мы были в Питере в ресторане, в отеле Эрмитаж, который, в общем-то, это официальный отель Эрмитажа, и там очень красиво внутри, мягко скажем. Вот. Ну, там действительно круто, прям. 10 500 за ночь, условно. Норм. И здесь то же самое, тоже 10 500. Но при этом выглядит все симпатичный, пляжик есть свой. Как это называется еще раз? Я Ханты Истро. И я могу сказать, что я давно, очень давно, пацаны, даже когда, знаете, когда тебя скамят на Airbnb, не попадал на то, чтобы тебя так разводили и наебывали, как это случилось с этим отелем. А что, выглядит прикольно, ну, в смысле, по картинкам на сайте. Короче, я тебе могу сказать, что ты приезжаешь в старую разъебанную комнату, в которой ремонт сделали году в 2001, и она, блядь, там прям поцарапанная, разъебанная, просто вот прям разъебанная. И типа все старое подтекшее, все грязное, там, типа, и ты такой просто что? Ну, то есть за 10 500 ты просто охуеваешь. И ты звонишь на ресепшн и говоришь, какого хуя? Они говорят, да-да-да-да, мы все понимаем, мы завтра вас переселим. Ты такой, подожди-ка, а хули вы типа, а других номеров нету? Ты говоришь, а как нету? Я же типа заказал вот этот номер, и там на фотках все было заебить. Я прям пришел на ресепшн, прям показывал, видите, фотки? они такие, мы все понимаем. Я говорю, подождите, но мне не легче от того, что вы все понимаете, я-то, блядь, в пиздеце живу. Да-да-да, ну, 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 завтра вас, вот, все переселим, в общем, все будет зебить. Вот. В общем, я такой начал, типа, законодалить, но понял, что они реально говорят, у нас просто номеров других нет. Ну, типа, сорян, братан, типа, или уебывай отсюда. Но, что интересно, они, сделали перед тем, как признать, что у них полный пиздец и признать, что, типа, у кого там, они взяли с меня, у меня сначала booking.com снял, типа, половину стоимости, они сначала меня взяли вторую половину стоимости за два дня. За что? за день? За второй день, типа. А потом, типа, когда я сходил в номер, увидел, что там пиздец, пришел к ним сказать, и говорит, да-да-да, мы все понимаем. Ну, типа, ты уже заплатил за два дня. Сорян, братан. Вот. И они такие, вот мы вас переселим в охуительно крутой номер завтра. Так, ну и что, переселили? Мы реально распереживались, вот это все, короче. На следующий день переселили номер, который на 5% лучше. Ага. И там тоже пиздец. Вот. И мы такие просто, блядь. И самое главное, типа, ну, мы затребовали, и мы сняли специально в booking.com номер, который с одной кроватью, а нам дали с двумя. Их так, типа, пришли демонстративно нам сдвинули, типа. И ты такой просто, еб твою мать, ну что за пиздец. Но самое главное, что я в итоге, ну, то есть это номер, который больше 3000 точно не стоит. Ну, прям стопудово. И я потом понял, что они делают. Они делают с маркетинговой точкой зрения, с одной стороны, правильную штуку, а с другой стороны, полный пиздец. Они говорят о том, что в отеле дохуища всяких активностей. Так. Ну, типа, там, ты можешь взять велосипед, сходить в бассейн, ты можешь сходить, и все включено в стоимость. То есть, по факту, ты платишь, и тебя даже кормят. Ну, кормят пиздец, просто столовский. Прям, блядь, столовка. Прям вот хуевая столовка. Понимаешь, там прям сосиски с пюрешкой. Понимаешь, ну, прям вот пиздец. И ты понимаешь, что они все это включили в стоимость, даже если ты этого не хотел. Даже если тебе не нужны велосипеды и бассейн. Даже если тебе не нужна анимация для твоих детей. А это все уже включено. Понимаешь, как бы. И ты отказаться от этого не можешь. Все, до свидос. Раз в сутки, будь добр, отбошли 10,5 тысяч. Минимум. А там есть, блядь, номера по 35. Блядь, я нашел, нашел. Топ-отался там, блядь, видно, что с содрано это, как это, цепочка на двери, просто сдернута. Ты знаешь, мне же Тупоне нравится та же гостиница Космос. Она хотя бы честная. Знаешь, то есть, они не скрывают, что у них совок, когда к ним заселяешься. Блядь, братан, ты знаешь, вот я люблю, когда ты в Питер приезжаешь, и у тебя есть вот прям простенький отельчик, такой прям хуевенький. И они понимают, что у них большая конкуренция, да, там, в Питере. И они понимают, что вот они не дотягивают, и они тебе сразу ставят ценник, блядь, там, трешку, или вообще там 2 500 за сутки. да, да. Потому что они понимают, что вот они хуевенькие, понимаешь? В Москве то же самое, кстати. Да, потому что вот, а здесь у тебя на Истри конкуренции, чтобы отель с пляжем, нету, понимаешь? Их почти реально нету. И они тебе просто вот заряжают цену. Я могу сказать, что пацаны, рядом все советуют, мы посмотрели фотки, и у нас знакомые нам, после того, как мы начали заваловаться, сказали, что рядом есть отель, называется Босиком. И вот он, он так называется, Босиком, и вот он типа нормальный. А про Яхонт, оказывается, все местные слышали, что это пиздец, поэтому, пожалуйста, если вы вдруг захотите поехать на Истру, не едьте туда, потому что там пиздец. Потому что на Истру-то и езжайте, а вот на Яхонт и Истру не езжайте. потому что это просто будет, ну, как бы разочарование ваше просто, вот, учитывая, что у них фоточки везде, они прямо постарались, там все красивенько. Но в реальности там просто пиздец. Ну вот я тоже смотрю, смотрю фотки, они выглядят нормально, вот только последние несколько фоток, которые тут кто-то выложил на Top Hotels, и там, там, да, там местами странновато, то есть выглядит, ну то есть когда типа люди сами выкладывают фотки, там пиздец. Понимаете? Не, не, не. Короче, мне очень жаль, если вдруг тоже ездили в Яхонт и Истра, не езжайте туда, и это пиздец. Это, ну, прямо вот реально пиздец. Не повторяйте мои ошибки, потому что я свои ошибки повторяю, я их сделал сам, за вас, я вот вам, знаете, съездил, и пострадал за вас, чтобы вы этого не сделали за меня. Вот. Такие дела. Ну что, давай начинаем. Начинаем? Давайте. Давай. Представь. Ну, речер, дамы и господа, мы начинаем за заказ номер 197, и сегодня у нас перед микрофонами замечательный молодой отец и видеопродюсер Максим Зарецкий из Казани. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Вместе с ним в нашей виртуальной студии наш маркетолог штатный Тимур Сефельвуков. Здравствуйте, Тимур. Это я. Здорово, пацаны. И я ваш ведущий, Дмитрий Замбак. Сегодня тоже с вами. И мы начинаем Завтракаст номер 197. Как надо представляться, надо говорить, типа штатный ведущий из 48-го разряда. Капитан второго ранга. Со стожем 5 лет. Капитан подкаста второго ранга, да-да-да. Спасибо. Подкаст второго ранга. Подкаст, 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 подкаст ордена Красного Знамени, Завтракаст, 50-го съезда подкастеров КПСС, ЦК КПСС. 197-й. Вот так. Да, пацаны, в общем, 197-й съезд подкастеров имени Завтракаста объявляю открытым. Вместе с вами, как вы знаете, уже Димка сказал, кто. Я напоминаю вам, что скоро будет 200-й выпуск, мы будем его как-то, я не знаю, наверное, даже может чуть-чуть отмечать, потому что все-таки официальный номерной 200-й выпуск буквально Дожили, прикинь. Это, ну, типа, только раз бывает, вот. Я считаю, что это прям круто. Напоминаю вам, что в декабре у нас будет день рождения, нам будет 5 лет. Мы в середине, в конце сентября запустим опять компанию по производству свистшотов, так как более-менее очухался сервис, с помощью которого мы это делали, из Британии. И, в общем-то, чтобы у вас была возможность, если мы все-таки в ноябре сможем сделать какую-то вечеринку, какое-то мероприятие, то вы сможете прийти в красивом, классном, тепленьком свистшоте из Австракаста. Если у нас получится, мы даже сделаем новый классный дизайн. Если, ну, если получится, мы не обещаем. Если что, будет со старым, пацаны, потому что, тем более, что с Катаканой всем очень понравилось. Вот. Короче, пацаны, в общем, с чего мы можем начать прошедшие две недели, потому что, вообще-то, времени прошло много, у нас не было почти две недели, и, как вы знаете, тем было довольно много, тут у нас, как бы, потихонечку игровая индустрия, знаете, так топает маленькими ножками, так, тёп-тёп-тёп-тёп-тёп. скорее, знаешь, так, PoxRank Next Gen, вот примерно так это выглядело. Потому что E3 нету, Gamescom нету, ничего нету, короче. Он прошел, он так-то, нет. Ну, вот, а что можно сказать про Gamescom? Он прошел. Это, главная новость недели, пацаны, это затяжная, полевая, знаете, такая вот, прямо в окопах сидят, знаете, такие в касках, знаете, там, прям буквально так с ружом, вот так, на готове, сидят, и, знаете, бомбежка, такая, у кого бомбежка, короче, и сидит там Тим Суини в одном окопе, короче, и сидит Тим Эппл, он же Тим Кук, в другом окопе, и воюют, короче, за две, за две парадигмы, понимаете, одна парадигма старого, консервативная, короче, когда, знаете, два плана, да, да, пришла Эппл в 2008 году, когда сделала Эппстор, короче, сказал, братаны, хотите выпустить на нашем новом перспективном магазине свои собственные приложения, короче, все такие, ну, хуй знает, ну, давай попробуем, они говорят, давайте мы будем брать с вас, ну, примерно так же, как вот там, вот всякие консольные чуваки берут, вот это все, вот все берут 30%, давайте и мы будем брать 30%, все такие, да говно вопрос, давай, начали делать свои приложеньки, короче, вдруг, ну, знаете, Эппл там вкладывается, там, вот это все, короче, внезапно вся эта хуйня взлетает, почти миллиард устройств, там, типа, у Эппла, при этом параллельно Майкрософт, напомню вам, делает свой Windows Phone, говорит, что будет одинаковая система, и у нас будет Windows, там, вот 8, Windows Phone 8 будет, будет потом Windows 10, будет Windows Phone новый, а потом не будет Windows Phone, прикрыли всю эту хуйню, и вот это все, и в общем, мы понимаем, что осталось две самые крупные операционные системы, в которые, ну, как бы, вкладывались, и всячески продвигали, делали, создавали, вот прям все свои ресурсы, соответственно, Apple и Google, и приходит Тим Суинни, и говорит, братаны, у нас новые порядки, так, так получилось, что спустя 12 лет, мы считаем, что ваш миллиард устройств, вы должны нам давать дешевле, потому что, потому, да, мы знаем, они не так говорят, ты опять вот все сводишь к тому, что тебе лично, тебе лично не нравится поведение Тима Суинни и Epic Games, надо более, как сказать, нейтральную точку зрения превзносить, потому что... Я аккуратно захожу с другой стороны, смотри, вот ты, как человек, ну, просто сторонний в этом плане, у тебя, как бы, своя точка зрения, у меня точка зрения, знаешь, кого? Директора по маркетингу компании, у которой треть выручки, идет с приложений. И, соответственно, это треть выручки, мы с нее отдаем 30%. А ты хотел бы отдавать мне иглу? Я понимаю, почему мы отдаем эти деньги. Мы отдаем эти деньги для того, чтобы иметь доступ к этой гигантской, невротебенной аудитории. Понимаешь? Потому что, вот, эта аудитория, она не просто так, ну, так в любой, там, рекламной системе, еще где-нибудь. ты там приходишь к какой-нибудь условной, там, ну, какую-нибудь, там, в рекламу, да, ты хочешь получить доступ к гигантской аудитории. Тебе говорят, да, братан, заплати нам. Ты им платишь, короче, и получаешь вот доступ к этой аудитории. Здесь то же самое, вот, ну, такие правила, короче, вот, вот, ну, не хочешь, не плати, ты не имеешь доступ к этой гигантской аудитории, к этим, там, сотням миллионов человек. Ну, ты хотел бы платить меньше? Не 30%, а, скажем, 12%. Да, я вообще хочу, чтобы мне просто в кармане деньги телепортировались. Ну, ты ответишь на вопрос, как директор по маркетингу приложения. Не, естественно, я бы хотел платить меньше, но я понимаю, что это невозможно. А почему невозможно? Почему ты решил, что это невозможно? Я считаю так, потому что это, ну, вполне адекватная, проверенная временем плата за вот эту аудиторию, которая существует. Аудитория маков большая, по-твоему? Аудитория маков, не Apple, не iOS, а вот именно маков. Большая, по-твоему? Я думаю, что не очень большая. Ну, сколько? Ну, не миллиард устройств, наверное, поменьше. 1% активных устройств на компьютерах. Ну, то есть, представь себе, да, что ты к ней имеешь доступ, ты выпустил приложение под мак, и ты хочешь разместить его в App Store, на маке. Как ты думаешь, сколько ты заплатишь денег? 30%? Нет. там меньше, что я сказал, помню. Меньше. А почему на iOS должно быть дороже? Потому что аудитория iOS стоит дороже. Она стоит дороже. Аудитория iOS стоит дороже. Хорошо, ты сделал приложение на винде. Так. Разместил свое приложение. Где-то. Не знаю, где, наверное, на Windows Store. Сколько ты заплатишь денег? Нисколько. Правильно. А теперь другой вопрос. Сколько тебе заплатят пользователи? Нисколько. Но при этом аудитория гораздо больше, чем у iOS. И там гораздо больше миллиардов устройств, понимаешь? Нисколько. Ну, понимаешь, но пока тоже все не так просто. Ты захочешь разместить свою игру, и в этой игре будет очень много социальных элементов, завязанных на то, чтобы ты взаимодействовал, например, со своим френдлистом. И на какой платформе ты разместишься? Внутри пока. Нет, на платформе будет называться Steam. Старый добрый анекдот. Отлетишь ты. Сколько эта платформа с тебя возьмет, Дима, если ты не ААА-издатель, охуевший? Если у тебя не оборот больше 50 миллионов долларов. Да. Вон озеро говна, а вон лес с хуями. Куда приземлишься? А это добро пожаловать в корпоративный мир. Мир вообще это не один большой... Вы так и не назвали, в чем новость. Потому что мы Apple и Epic обсуждали в прошлом подкасте. Так вот, новость в том, что вышло решение суда, наконец-то, по поводу первое, по поводу всего этого процесса. временное в процессе... Да, да. Потому что следующее заседание состоится только в конце сентября. И судья, мне кажется, приняла абсолютно соломоновое решение. Вы знаете, у нее из серии пики и хуи. Вот серьезно. Примерно такой набор опций. И она приняла ни то, ни другое. То есть, да, Apple все-таки вынуждена сохранить абсолютно все аккаунты Unreal Engine. И поэтому вся эта тяжба Unreal Engine затрагивать не будет, поскольку иначе в заложниках окажутся абсолютно непричастные к этому разработчики. Ну, третья сторона должна страдать в суде между Epic и Apple. Да, и это правильное решение. Его можно только поддержать, оно абсолютно мудрое. Но в то же время судья мне понравилось, как она сформулировала эту мысль. Epic сама нарвалась на этот конфликт и сама его спровоцировала. И никто Epic не просил быковать на Apple. Вот. Не было нарушений закона, не было... Было нарушение TOS. TOS написаны, в принципе, в соответствии с законодательством. Поэтому сорян, ну сорян, Fortnite пускай идет нахуй из App Store, как и игровые аккаунты Epic. И на неделе Apple удалили именно аккаунты Epic, как издатели игр и разработчиков. Значит, в первую очередь то, что если у вас были игры Epic, типа Infinity Blade 1, 2, 3 или Fortnite, то теперь даже скачать их из App Store типа из своих покупок, то есть когда у тебя там, раньше было как, возможно, когда только-только все это началось, у тебя не было в магазине позиции Fortnite, но в твоих purchase позиция была. И, соответственно, ты мог, по сути, скачать игру, потому что она у тебя была в покупках. Все. До свидос. То есть типа теперь точно можно продавать iPhone за 250 тысяч рублей, если на нем установлен на Fortnite. Ну, по крайней мере, до конца сентября, пока не будет ничего понятно, потому что это вся история на месяц. Более того, это еще не все, что там произошло, потому что, в общем-то, помимо всего этого, Epic, понимаете, Epic'у сложно сочувствовать не потому, что они не правы. Может, они правы с позиции бизнеса, может, они правы с позиции разработчиков, которые так видят. Ну, например, условного Яндекса, который не является каким-то технологическим монополистом, да, но Epic себя очень по-детски ведет, вот серьезно. То есть ситуация, вот они лишаются аккаунта разработчика, в общем-то, ну, как сказать, по решению суда, по факту. И что они делают? Они говорят своим детям, фанатам, а если у вас нет Фортнайта, спам тебе, Паукер, чтобы поддержка треснула, блядь, чтобы Тиму Куку в жопу отвалилась. Они аккуратнее, они сделали это прям аккуратнее, не так, как Макс говорит, типа, они прям чуть-чуть аккуратнее. Когда к ним пришли люди, которые не следят за этими всеми технологическими новостями, за всякими этими за верджами и прочими штуками, они просто приходят и говорят, так, а хули у меня фортнайт-то не работают? Или почему тебя не могу скачать фортнайт? Они говорят, так, это все ну, вот поддержка, вот там, короче, это не мне, мы вообще, мы вообще похуй знает, типа, вот, обсудите, я поддержу, ты считаешь, что это, ну, неправильное решение. Это же действительно Apple удалила их аккаунт? Да, но, понимаешь, как бы, по сути, они берут и лукавят, потому что они отправляют свою аудиторию, говоря о том, что, типа, а мы хуй знают? Идите спросите у Apple. Они-то, ну, они-то на самом деле не хуй знают, они четко все знают, на самом деле, и нормальные компании в таких случаях отвечают, что так или иначе, у нас сейчас тут, типа, там, корт-ордер, и вообще, типа, мы тут, как бы, сидим в процессе, битвы в суде. Поэтому, вот так получилось, что фортед удален, сорян, типа, когда-нибудь появится или никогда, мы не знаем. Они говорят, не-не-нет, а мы не знаем. Не знаю, я считаю, что абсолютно правильно. Я все делал, то есть, они хотят каким-то образом выиграть тиск, это единственное, что им остается, но я тут недавно в твиттере чувак нам прислал какой-то ролик какого-то ютубера, который 18 минут объясняет, почему, если вы считаете, что эпики борются за 30% комиссию, то все хуйня собачья, на самом деле, это не так. Так вот, я этот 18-минутный ролик посмотрел за вас. Спасибо, Дима, ты страдал за наши грехи. Я вам вкратце объясню, в чем смысл. Мужик этот прочитал все 60 страниц этого судебного иска, который эпики отправили, собственно, в суд к Эплу и к Гуглу. То есть, прочитал 20 страниц в итоге. И там практически, ну, чуть ли не прямым текстом объясняется, что они хотели бы не 30% комиссию снизить, хотя и этот вариант их тоже устроит. Они хотели бы, чтобы компания Эпл дала им возможность размещать приложение не в Апсторе, а в каком-нибудь другом магазине. Например, созданным самой компанией Эпик. То есть, по сути, речь идет о том, что Эпики хотят сделать свой собственный Эпик-стор, если хотите, можно так это назвать на iOS, и там размещать, ну, предположим, Фортнайт для начала. Но, с учетом того, что у них есть EGS, в котором, собственно говоря, ну, по сути, то же самое было со Steam, да, то есть, вот мы хотим сделать свой собственный магазин и там размещать какие-то видеоигры. Теперь они хотят то же самое на мобилах. Так вот, прикол в чем? У них было, оказывается, я просто этот момент как-то упустил из вида, оказывается, у них уже был свой собственный магазин на Андроиде, и который был предустановлен на телефонах OnePlus. Они заключили договор с OnePlus по поводу предустановки этой истории. Так вот, Google во встречном иске им это делать запретил, и только после этого они подумали, что, хм, а давайте-ка мы антимонопольные иски кинем и в сторону Google, и в сторону Apple, заодно, вот. Вдобавок ко всему, Apple сейчас в очень уязвимой позиции, потому что они там антимонопольный иск в ЕС, собственно, сам ЕС на них подал. Давайте-ка мы так сделаем. То есть, речь идёт не о том, чтобы 30% комиссии снизить, речь идёт о том, чтобы выпустить свой собственный магазин. Я могу сказать, что это борьба за гораздо больше кусок пирога, чем вы думаете. Это не жалкие 30%, это по сути как в ЕГСе, то есть, ты можешь просто брать и выпускать абсолютно любые видеоигры, покупать у них там эксклюзивность, раздавать их бесплатно, чтобы люди к нам приходили, подписывались на эту всю историю. Проблема в том, что Apple никогда в жизни на это не пойдёт. То есть, это иск изначально, ну, я не знаю, на что они рассчитывают, вот серьёзно. У меня есть в этом плане интересный к тебе момент, что в судебных документах, знаешь, о чём Epic говорит? Ну. Они совершенно лифтистской, так скажем, идеологии, леватской такой типа идеологии, говорят о том, Мы на ДТКД обсуждали, что это примерно взаимозаменяемое понятие в современном мире. Ну. Что они вот с этой самой леватской идеологией подходят и говорят о том, что вообще-то Apple уже достаточно зарабатывает на продаже одного айфона. Так. И всё, что она зарабатывает сверху, является сверхприбылью. Ты понимаешь, что... Отнять и поделить. То, что там написано, это, ну вот, с точки зрения именно как это обсудят адвокаты, как это обсудят в суде и прочее, это просто бумажка ни о чём. Ну, то есть, как бы, это рассчитано исключительно... Бля, чувак, это постановление в суд, ты чё? Послушай, послушай. Какая ни о чём? Просто объясню смысл. Вот смотри, ты приходишь в суд, да, например, не знаю, там, тебя возле подъезда избил какой-то урод, предположим, и ты на него попадал в суд, ты приходишь в суд, и ты пишешь заявление, что, типа, прошу гражданина такого-то, такого-то привлечь к ответственности, потому что он мне нанёс тяжкие телесные повреждения, это там, типа, очень сильно ударило по моему самолюбию, я кушать и спать не могу, и всё, очень сильно переживаю, сделайте что-нибудь. Ты пишешь своими словами. Тебе не надо знать юридические термины. Тебе не надо, как бы, ну, как-то это всё пояснять с юридической точки зрения. Уже это всё, что ты написал, будут трактовать там твои адвокаты, сам судья посмотрит. То есть, это, ну, такая же история. Вот такая же история с этим иском Эпика. То, что там написано, это, блядь, вообще ни хера не значит. Ну, то есть, это их позиция. Это их позиция, да. Поэтому судья эту очень жалостливую, плаксивую историю о том, как жадный, не проклятый Эппл забирает последние деньги у бедных, несчастных разработчиков на Unreal Engine, она просто выкинет это в мусорное ведро и не будет это думать. Она будет слушать адвоката, который представляет Эпиков, и адвоката, который представляет Эппл. Вот она, по-моему, судья женщина, вот она их будет слушать, понимаешь? А что там в иске написано? Да всем поебать! Как разрулят, так и разрулят. И я думаю, что надеются они на самом деле на то, чтобы Эппл хотя бы комиссию снизит. Потому что Эппл прекрасно понимает, что если они разрешат другой App Store, на своей платформе, то вся их монетизация хваленая, вся пойдет по пизде, потому что туда свалят до хуища разработчиков приложений. Ну представь себе, у тебя та же самая аудитория, та же миллиардная, Эпловская, платящая аудитория. Но только платить тебе придется... Нет, неверное, неверное определение. Потому что у тебя воронка строится таким образом, что одно дело, когда у тебя есть иконка App Store, ты понимаешь, что приложение можно взять только оттуда, и другое дело, когда тебе нужно сначала скачать EGIS. Ну хорошо, ладно, пусть поменьше. А потом в нем уже найти свое приложение. Пусть меньше, хорошо, пусть меньше. У тебя будет реальная аудитория, только среди скачавших EGIS. Те, кто поставит это приложение, я понимаю, да? Да. Меньше будет. Окей. Но все равно приложение прийти в другой стор. И для тебя, как для разработчика, это как это, ноу-брейнер. Ты думаешь, бля, вот я сейчас буду платить 30% в комиссию, или я буду платить 12% в комиссию? Так вот этот ютубер, про которого я вам рассказываю, блядь, он в своем 18-минутном эссе. Знаешь, я терпеть не могу вот эту манеру американскую обсуждать одно и то же, разжевывать прям как, блядь, для детей очень долго. То есть всю... Свою аудиторию работает. Вся эта вещь, аудитория работает. Вся эта вещь, ее можно было рассказать за 5 минут. Он ее, блядь, разжевывает на 18. Мне, блядь, прям было тошно досмотреть. YouTube дает алгоритмически больший приоритет видео, которое больше, чем 10 минут. Спасибо большое. Ну, большое спасибо YouTube, да, за то, что он сегодня классно работает. Я просто к тому, что весь смысл в том, что вот мы хотим свой собственный магазин. И если вы, если бы вы скачали Fortnite, на iOS или там на Android, вы бы заметили, что, в общем-то, вот этот загрузчик, из которого вы качаете Fortnite, он, в принципе, так и выглядит, как магазин. Просто в нем сейчас нету других приложений. В нем есть только Fortnite. Знаешь? Слушайте, я могу сказать, что очень хорошую позицию высказывает у нас вот уже второй раз человек с классным никтеймом спирма дракона. Вот. Дело в том, что эту позицию я слышал уже несколько раз, в том числе, типа, в Твиттере у меня тоже, и люди, там, типа, периодически читаю на Reddit, и о том, что, хорошо, а если я сейчас, будучи художником, аниматором, допустим, или там, типа, модером и так далее, прихожу к Epic Games, говорю, можно же мне свой скин продавать в вашем магазине скинов для Fortnite, да? Я вам даже 12% отдам. Так. Ну, типа, можно же, да? Ну, я в вашем магазе, а можно еще в Battle Pass еще за 48 уровень давать, да? Ну, ладно, хорошо, в Battle Pass не надо, но хотя бы просто за V-Bucks. Можно же, да? Можно, да? Нельзя? А почему? Ну, потому что они сами в состоянии нарисовать эти скины. При этом, вы знаете, самое интересное, что, что говорит Тимур... Не, подожди, я хочу свой собственный скин продавать. У вас что, закрытая игра? Да, 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 и просто то, что говорит Тимур, это верно, и причем, более того, это более опасно для Epic, чем их иск в сторону Apple. Это хот-тейк, да, но тем не менее. Знаете почему? Потому что в Steam реализованы все эти механизмы продажи предметов. Вы хорошо вспомнили про Steam, потому что я вам могу сказать, что вся вот эта история с отдельными магазинами и процентами, и когда есть некая компания, которая имеет в своем активе очень популярную видеоигру, и с помощью этой видеоигры она пушит некий магазин, который жестко привязан к этой игре. Ничего не напоминает? Я вам напомню, просто Half-Life 2, когда выходил, она, в общем-то, была привязана к тогда еще никому неизвестному магазину под названием Steam. Вы помните эту историю? Потому что Valve и Steam. И нельзя было купить Half-Life отдельно от Steam. Даже если ты покупал ее на дисках, тебе, в общем-то, приходилось ставить Steam, подключаться к интернету и прочее-прочее. То есть, смотрите, весь смысл того, что делает Epic Games сейчас, это, по сути, создает конкурента Steam, но на мобилах. Все. Вся разница. То есть, это все абсолютно укладывается в их полную парадигму. То, что они хотят свой собственный магазин, в котором они будут продавать игры. Для нас, как для консюмеров, это может быть даже и хорошо, но как бы для компании Apple и для компании Google это не очень здорово, и они никогда на это не согласятся. Ну, то есть, как бы, это та вещь, против которой они 100% будут топить и говорить, что нет, давайте мы, блядь, даже если они проиграют суд, предположим, такое произойдет, они подойдут встречный иск, и эта тяжба будет годами длиться. Мне просто интересно другое, как быстро у Epic закончатся деньги. Они вообще нехило так по миллиарду теряют. Просто смотри, да, они заработали за 2020 год, я смотрел... Маленькая ремарка, которая вот то, что в контексте того, что говорит Дима. пока на данный момент из-за всех этих тяжб Epic Games перестали обновлять и отключили в отдельную структуру Fortnite на iOS и на Mac OS. Это вообще отдельно существующая штука. Соответственно, они с них нихуя не получают. Ну, типа, все, вот все. При этом все говорят о том, что, типа, на самом деле Fortnite на iOS принес почти миллиард долларов. С 2020 год. Да, ну, не с 2020, красоты. С запуска, типа, на iOS он принес там, типа, миллиард долларов. Ну, то есть, как бы, это дохуя. И они теряют прямо сейчас, такой вабанк идут, такой, знаете, critical bet такой. Они прям реально теряют огромное количество денег. Ну, вот вопрос в том, как быстро они у них закончатся. Причем, я так понимаю, что закончатся они не быстро. Ну, поскольку, я говорю, это можно годами судиться. Мне кажется, все это делается, ну, как бы, смотри, если, допустим, суд разрулит таким образом, что, типа, Apple придется снизить комиссию, то, как бы, они в выигрыше. Если суд разрулит в том смысле, что Apple, Epic разрешат сделать свой собственный магазин, то они в выигрыше. То есть, они, по сути, ну, почти ничего не теряют, кроме недополученной прибыли от продажи скинов в Fortnite на iOS. И если бы это была их единственная игра, то есть, единственная платформа, то, наверное, у них были бы проблемы. Но это же не так. Fortnite, они не судятся с Nintendo, они не судятся с Sony, они не судятся с Microsoft, по поводу 30% комиссии на консолях. Понимаешь? То есть, как бы, у них подушка, подушка есть, которая денежки приносит. Все нормально. Ну, посмотрим, насколько ее хватит. Я просто пытаюсь понять, как бы, ну, вот это, это же такое ебаное лицемерие, когда ты просто берешь такое, знаешь, типа, 30% дохуя, а на последнее время тоже 30% это другое. Блядь, ну, просто, ну, кому? Ну, а почему ты решил, что, когда, когда речь идет о компаниях, вообще, в принципе, они должны быть какие-то человечные? С чего? Компания? Ну, корпорации не ваши друзья. Они никому ничего не должны, да. Они никому ничего не должны. Короче, давайте сведемся к тому, что это выяснение бизнес-интересов. Но в этом контексте самое классное, что произошло, и я считаю так, знаешь, показательно, показывает, насколько наш мир взаимосвязан, насколько, господу богу, прекрасно с чувством иронии. Когда Fortnite пропал из App Store, знаешь, у них же там в App Store, когда в игры заходишь, есть листок Featured, ну, то есть, что они фичерят прям на главной странице. И Featured, первое, что я увидел, когда полез скачивать, правда, игру в Apple Arcade, это PUBG. PUBG Mobile. Поколение батл роялей. Они не просто, они написали целую статью. Да, почему PUBG, это круто. И при этом Тим Суини в Твиттере, ну, вы не сможете скачать Fortnite, ну, скачайте PUBG из App Store, потому что он работает на Unreal Engine. Хотя бы так. Я напоминаю вам, что PUBG, на самом деле, дичайше популярен, до сих пор очень сильно в Азии. В Азии он гораздо популярнее Fortnite. И в него как раз играет мобильную версию, причем я напомню вам историю по поводу того, как в штате Кашмир и еще в нескольких штатах в Индии, например, запретили PUBG Mobile и потребовали его вообще удалить из App Store, вот это все, потому что школьники играли и не учились. И они поняли, что это проблема, и нужно его как-то вообще заблокировать. Это, кстати, очень интересный тейк в этом плане. Да? Давай, донаты. У нас куча донатов она, кстати, там пролечила. А у Димки кот просится! У него... У Димки просится котик! У Димки прям такой, лишь такой, типа, пришел котик, а у него кот такой с грустными глазами, прям такой грустный, и ты такой просто ииииииии, ну что ж ты такой, дружочек? Кстати, мне очень понравился по ходу фортнайта твит мокруморс о том, что, знаете, это старая шутка, типа, мемная в американском интернете о том, что, типа, тебе кто-то звонит и говорит, типа, эй, ну чё, кого? Ты типа, а чё, чё, другой номер, а это кто? А это кто? Не, не знаю, ничего, всё, до свидания. Да, да, и типа, Фортнайт звонит, типа, да чё, у кого? Apple такая, а у меня номер номер. А это кто? Не знаю тебя. Тем временем амбассадор гомосексуализма из Самары занес нам 100 рублей. Краткий пересказ последних выпусков. Дима, почему 30%? Тимур, это нормально. Дима, да с хера ли это нормально? Максим, взрыв кабачка в пеноске. Ну надо же как-то это разбавлять просто, иначе невозможно. Радамса, 11 тысяч рублей. Конец лета, аминь. Спасибо тебе, братан. Спасибо. Да, действительно, лето всё. 31 августа сегодня. Охереть. Через час будет сентябрь. Горит. Ты опять проебёшь свое лето. Я знаю, да. Чувак с тупыми никами. За 200 рублей сижу дома сухим кашлем, жду записи на рентген. Хоть вы рады тебе хорошего стрима. Братан, выздоравливай. Держись, друг. Давай, держись. Фотограф из отеля Яхонты донёс нам 1 евро. Это тебе, Тимур. За то, что ты... За то, что Максим в сериал Фауда не рекламирует. Господи, в сериал Фауда, сука. Ладно. Сосник, до 100 тысяч рублей. Завтра выходит настоящая игра года. Crusader Kings 3. Отзывы внушают. Я счастлив. Сколько нужно занести за стрим завтра кастру? Я вот хотел пояснить, что нисколько мы не будем её стримить. Она будет очень скучной на стриме. Слушайте, я могу сказать, что, кстати, про Crusader Kings вышла новость сегодня крутая. О том, что Crusader Kings славится тем, что она очень крутая, глубокая, классная и вот это всё. Но очень сложная, потому что там реально механики непростые. Это симулятор таблиц, Тимур. Так вот, в третьей части они, типа, сделали специальный лёгкий режим для лошков, который, типа, сохраняет глубину, но тебя ведёт за ручку, типа, везде. Ну, ты знаешь... Может быть, мы ему дадим шанс хотя бы попробовать, потому что... Нет, мы поиграем обязательно. Я обожаю вторую часть. Другой вопрос, что это смотреть не очень интересно, потому что её надо играть. Знаете, как... У которого синдром Дауна. Это повлияло очень сильно на внешнюю политику. Это не так работает, Тимур. Это работает так. Сегодня король Франции, Сигизмунд Третий, решил выебать свою лошадь. И у него появились наследники с девиациями различного рода. У одного из них было лошадиное копыто. И он решил, что было бы здорово обратить в ислам Испанию. Но совершенно случайно на одной из военных переспал со своей сестрой. Нет, переспал со своей сестрой. А та переспала со своей другой сестрой. И так появилась Священная Инквизиция, потому что отца это заебало, и он решил вырезать нахуй всех. Понимаешь, что, например, так... Каждый раз думаю о том, что Круссэйтер Кингс 3 и вообще любой Круссэйтер Кингс, его прикольно слушать либо какой-нибудь пересказ. А это как и в онлайн какой-нибудь, да? Его надо рассказывать, а не играть. Я не смог играть, честно. Хотя я и люблю, в общем-то, Стреларисы и всякие прочее, но, блядь, Круссэйтер Кингс я не смог. Слишком сложно, а до свидания. Леня занялся 200 рублей. Добрый вечер. Давно смотрю, ни разу не заносила на чай, и справляюсь с... Даме-даме. даме 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 спасибо тебе котичек за 100 рублей при этом по квартиру в ипотеку в казани максим как считаешь покупать таришку на улице космонавтов хорошая идея за 2 и 4 лимона я не знаю вообще считаешь улиц космонавтов не очень хорошая идея это недалеко от меня тут советский район и не лучшая часть советского района прямо скажем господи советский район улицы космонавтов я могу сказать что за 2 и 4 миллиона в москве вы можете купить нихуя ну указание другие цены в москве я ну даже в новом москве димка эти могу сказать что в новом москве одну почти в наш крае квартир не разъем только разве очень 18 метров где в подъезде одни бомжи ну примерно эти могу сказать что почти все квартиры как бы очень мне так получилось типа что я недавно искал знакомому он из другого региона типа и как раз меня попрос попросил типа внукам там по-дружески может помочь вообще типа а как вот какой сейчас порядок типа цен потому что я никому не верю вот это все я ему поискал я могу сказать что за два с половиной миллиона ты можешь купить однушку в довольно таки типа в старом доме во всяких городах которые ну так типа не очень близко к москве то есть например там типа близкие сателиты типа летом красногорск там химки мытищик королев ты не купишь квартиру за эти деньги ты будешь покупать квартиру которые как бы отдаленных как бы городах или городах которых очень хуёвая инфраструктура потому что в любом месте например новой москвы и так далее где у тебя как вот планируется метро в ближайшие там три года допустим типа или какой-то там mcd или еще что-нибудь у тебя автоматически про то про у тебя вот так вот взлетает стоимость квартиры и я могу сказать что любого более-менее нормальная однушка в нормальном районе в москве стоит 567 миллионов поэтому к сожалению нарутообразный каталог пластиковых кукол за 100 рублей и чего так и чего у тебя кот чего-то я не понял чего он так уже 10 лет увлекаюсь вах и аниме сегодня впервые зашел на выход вача после фразы эльфа петух ты свои лодыжки обдристал закрыл да это 20 добро пожаловать даже не мы сегодня ли вместо вас идут смотристь короля демона братан сегодня не будет они мы так что не смотрят короля демона у нас будет смешно смешная история про anime и короче сегодня аккуратненько так типа но потом но потом и вылить там вы просто будете сержать но это будет это будет потом сошник занял Commissioner 2400 рублей даешь стрим на 24 часа максимка отрабатывай я могу сказать что пацаны нет я в рублю я в рублю касс автопилота в microsoft white симуляторы мы из москвы полетим в нью-йорк так скорее что макс макс смотри вот смотри берем считаем короче адекватная зарплата там средняя сто пятьдесят тысяч рублей 150 тысяч рублей берете заработа средняя москве нормальная нормальная хорошим ты по россии почитай хорошо 120 тысяч короче берем 120 тысяч рублей делим короче на 40 часов в неделю на умножаем на 4 это 160 часов в месяц до 160 часов 7500 рублей за час чуток да хуя то блять но так сделал подождите дождите серьезно а я я милю миллион двести сорян 750 сейчас короче 750 час учитывая что смотрим 24 часа умножаем на 750 получается 18 тысяч рублей за все ваших руках и четырех часовой стрим учитывая что как бы есть время найти который типа рабочее время а есть не рабочее время и типа за продолжительность рабочего дня умножаем на коэффициент 1 и 5 27 тысяч рублей пацаны если вы хотите чтобы макс стримил 24 часа подряд это минимум 27 тысяч рублей минимум а лучше тридцатку ты понимаешь что если пайтишь ты не понимаешь как это работает что максим не будет стримить 24 часа ну как я знаю своих знакомых которые стримили как бы 24 ну я могу я мозгу риск просто пацаны 2 500 делим на 750 три с половиной часа ну макс ну на три с половиной часа еще конечно можно попробовать да это типичный стрим по мгс господи до которых у нас уже сколько не было ночью завтра будет чуть-чуть начинаешь то пошел ты давай давайте боюсь на 12 минут стрима с барского ты чего доделал пацаны 750 рублей час нет ни проститутки казани нет ладно зашла проститута казани ну блядь ну какого хим суки на даже что происходит тут сука twitter шпион за 111 рублей только мне кажется что голосу тимура стал грубее возмутал парень у него просто это сломал немножко человека поехали максин готовься я ничего не за кстати давайте определимся что это будет это будет сэдер кингс 3 все это будет отвратительно сейчас смотрите 7 плюс 2 400 9 400 делим на 750 можно мы продолжим 12 часов пока набили на 12 с половиной значит если 24 часа я готов запулять сусиму я там в самом начале жопа максимки куплено короче на ближайшие 12 часов давайте дальше да слушайте раз уж нас речь зашла все у нас кончились донаты да раз уж нас речь твоя жопа не очень дорогая прости пожалуйста раз уж нас речь зашла о деньгах следует обсудить нашего спонсора даже не о деньгах раз у нас речь я просто придумал красивую подводку а ты меня это перебил можно я скажу конечно вот мы говорили про апсторы игры и анрил знаете где вы можете обучиться геймдеву сделать свой батл рояль выпустить его на ios и сделать это все в общем-то сами и обучиться конечно же у нашего спонсора geekbrains можно стать программистом открыт для себя более двадцати тысяч вакансий по всей россии а можно обучиться веб-разработке можно обучиться бигдейте можно обучиться не за фронтенду хотя не советую хотя вдруг может быть блядим на самом деле фронтенд хороший фронтенд хороший это разработка на джаве ios конечно никому не нужен теперь уже хорошие тоже на расхват это правда никому не нужны ios всем нужны андроид чувак блин да ты гонишь на самом деле и и свифтовцы на ios и и андроидовцы причем что на котлине что на джаве на все на чем угодно короче бля пацаны на самом деле очень очень востребованы это реально это крутая история потому что хороших спецов нет мы сейчас прям вот набираем большое количество спецов типа в нашу компанию и пацаны ну прям реально ты берешь в размещаешь там вакансии не только на хэдхантере но ты там на хабре там сям через там рекрутинговое агентство через хэдхантеров которые там ходят всякие найти по linkedin там аккуратно хантят чуваков из яндекса там и прочее нет людей нормальных потому что типа все нормально уже давно пристроена у них все зашибись короче а все ненормальные ты понимаешь что ты должен их растить у тебя типа должен твой спец который крутой чувак там какой-нибудь твой cteo или каким-то там типа синьор фронтендер там или синьор бэкендер и так далее они должны типа у тебя сидеть и растить этих самых чуваков понимаете и ладно бы если они еще могут растить типа каких-то ну типа там талантливых чуваков или которые просто но более-менее адекватные но там же блин половины неадекватные ну там просто реально чуваки совершенно оторваны так вот пожалуйста если город курсовый человек курсом гигбрейн сплевать на то адекватный вы или нет я просто хочу сказать пожалуйста они вас обучат любом случае если вы адекватный человек если вы типа работаете там в какой-то сфере который типа вообще не касается эти вы думали о том что типа там нужно побольше денег зарабатывать нужно там какую-то карьеру устроить это все потому что кладовщиком хуёво или там типа плохо например там что вы сейчас там работаете каким-то логистом там типа вы не видите себя в это вас во все эти логистике или там бухгалтером и так далее вы думали о том что ok попробую вот сейчас программистом пожалуйста если вы адекватный человек вы учите что нибудь нормальное приходите работать нормальным там фронтендером нормальным бэкендер нормальным девопсом нормальным там мобильным программистом пожалуйста вас не хватает обратите внимание на то что у гейт принца есть замечательные курсы на unity посмотрел что у них есть там курсы геймдева как бы если посмотришь их спецификации с разбиением потом типа триместром по читаю чем типа то там и жека был в том числе изучение других языков написано юнити только ну ладно а шоссе карпакей что тоже хочет это там типа не все не все так типа как бы однозначно короче в любом случае пацаны гибринс наши замечательные спонсоры если вы думали о том чтобы повысить свою квалификацию или вы вообще не одупляете что такое там типа идти но думали вы давайте войти 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 с помощью гибринса сами понимаете довольно классная история попробуйте потестить и возможно это ваше вот и всегда и пацаны мы двигаемся дальше и рассказываем вам вторая насущная тема последнего месяца что происходит у тиктока за что происходит про тикток братан ну ты же в курсе да что тикток типа его аккуратно поджимают там гаечки честно в сша честно сказать я ты следишь за новостями нет я не слежу за тиктоком потому что я для себя понял что пока срок не истечет который поставил трамп на этот тикток ничего интересного не произойдет я слышал не это произошло что произошло гендиректор тиктока в сша которого своими схантили с диснея не проработал четырех месяцев маяр по моему да да и ушел из тиктока или такой сидишь да не не все будет хорошо тиктока все будет хорошо не гендиректор ушел да не не все хорошо будет отлично все будет как бы а кто там сейчас рулит теперь мы с него непонятно кто непонятно чувак просто просто тупо ушел понимаешь ну как бы и ничего типа чё делать оценил так сказать перспективы да то есть такой типа а я вам просто напоминаю что из теста ушел главный бухгалтер и пришел на его место чувак который работал в куче крутых которым ушел спустя месяц я думаю что у теслы все не так то просто вот и я думаю что у тесла примерно также не так просто все как у фейсбука и напомню вам что практически вся верхушка фейсбука это супер хай профайл республиканцы которые не просто республиканцы а республиканцы типа прям с политическим таким жестким бакграундом да как бы и поэтому никто не понимает то ли фейсбук чуть-чуть влияет на республиканцев то ли фейсбук это по сути в губ местный в губ mail.ru как бы который просто принадлежит республиканской партии вот я думаю что у тесла тоже не все так просто насколько легко илону маску дают возможности сделать любую поебень в сша если ты сейчас проведешь параллель между в губ автоваз и тесла и ты недалеко уйдешь по качеству кузовной сборке максимка не очень любит илона маска в частности но блять действительно беда я тебе могу сказать что у меня подруга который уехал в сша там работает довольно крутом стартапе и получает хорошую зарплату купилась и тесла model s и она просто охуела она реально просто охуела да все классно все классно все круто немножко глючит окей палец можно просунуть между багажник зазорами и крылом типа заднего колеса типа окей ну как бы окей короче то что куча багов и ты пишешь им саппорт типа приезжаешь к автодилеру а у них нет автодилера у них есть просто местные типа салоны тесла и те говорят через два месяца вас осмотрят ну согласись это не те проблемы которые не тут и это именно те проблемы машина если если машина едет по брусчатке если у нас вибрация отваливается внутри салонное зеркало на пол ну и что игрит небольшие проблемы если ты завел машину вы и она взорвалась вот это болеть проблема понимаешь я чувак прошел т.о. у меня на т.о. типа прям я мог бы я мог мотом что мог пройти его в кучи разных дилеров от от тесла как раз таки отрицаете по систему дилерство типа и говорит что система дилерство это типа хуйня полный но иголки вот да это моменте вы поняли насколько нам на тик ток вот кстати я недавно чувак проходил историю типа связано с тем что у тебя у нас компания хочет там тоже дипо коротко выходить войти в тик ток в айти в тик ток войти 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 и войти в тектак и у нас типа час там типа очень куруто агентство там типа нам готовят там всякие штуки там подписал же хоть и быть tiktok house ночью на эту историю я узнал это дура историю я не могу замечать на фразу тик ток хаос теперь буду вставлять ее везде короче я не уже не могу говорить что именно кого у нас там типа довольно классная история типа довольно крутой план и реально очень очень крутая история но они на самом типа рассказывать рассказать а типа как вы готовитесь к тому что типа сейчас за всю западную часть тиктока забанят никак а почему что что его забанят да бля вы понимаете что сейчас всю американскую часть нахуй типа забанят типа или ее там как-то аккуратно выкупит еще что-нибудь то там огромная часть аудитории просто ливанил от короче решил что это произойдет ну то есть смотри я одно дело если бы ее забанили прочее но ведь речь идет о том что они хотят купить компанию то есть у нее по сути поменяются как бы владельцы а как сама компания сработать к работе как ты себе представляешь на протоком условный microsoft например покупает tick tock и как бы они его сразу закрывают или через две недели закрывают или через год а зачем он тогда покупать его то есть объясни мне я просто этой хуйни не понимаю бля братану есть очень много вопросов по поводу того что они покупали и что с этим стало нет когда skype поживает подожди skype чувствуете прекрасно прежде чем мы начнем это обсуждение я вам просто один факт подсвечу что китай на неделе запретил экспорт технологии искусственного интеллекта что как раз продажу тик тока очень сильно усложнит ракетам искусственный интеллект блядь если ты не пользовался тик током к бы я попользовался им немного но все равно да ты просто умер с саной ты блять не любишь просто красивые девочек танцующую чувак у меня как бы есть куча друзей которые пользуются током типа вот они кстати по рассказу классные штуки о том что они проходили вы рода челлендж нашим нас рейсе и штаны дима с козырей заходит спасибо но извини умеете кто к сыр только с этой хуйня и смогу подделать там ты знаешь там недавно был челлендж изобразить себя жертву освенцима я серьезно и чего бля чувак серьезные люди разображали себя жертву освенцима для чего ну мазали лиц грязи дим 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 короче в общем смысл том что я могу сказать что по ходу тик тока что у них действительно очень крутые алгоритмы которые первую очередь я напомню вам что почему многие инфлуенсеры говорят о том что instagram вот их instagram reels который является по сути прям конкурентом тик тока это по сути механизм внутри инстаграма который позволяет тебе собирать вот такие вот тоже ролики том числе с кучей 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 лицензированной музыки почему он говно потому что алгоритмы инстаграма делают популярных людей еще более популярным они популярных людей непопулярными дальше а тик ток позволяет даже тебе чуваку которую вообще хуй пойми кто сделал какую-то ебу и она внезапно типа я увидел там 5 10 там 15 человек и как бы вот да прикольно 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 это у тебя пуром по экспоненте растут просмотр потому что тебя выпихнули в рекомендации то есть именно возможность с помощью искусственного интеллекта выбиться в рекомендации вообще нулевому аккаунту это очень круто в тик токи понимаешь и этого нету в инстаграме в этом вся проблема и макс то о чем пытается тебе сказать о том что типа если сейчас в китае не действительно примут и типа вот запретят продавать все то что так или иначе завязано на искусственный интеллект то ты можешь продать тик ток в его виде как типа приложения как некоторую там типа фан базу типа юзер базу да и все алгоритм не продаешь потому что алгоритм это есть весь тик ток ты есть и кто понимаешь алгоритм это есть тик ток это его цена собственно формируется из того как откалиброван алгоритм какие если он не совсем его рост аудитории темп набора аудитории и способность набирать дальше аудиторию зависит от алгоритма я правильно понимаю что бедные несчастные американские компании которых злой плохой нехороший президент трамп просто принудил к тому же купить непрофильный актив за много денег они просто вынуждены на это пойти а так он им нахуй не срался никому больше всего в этом плане я удивлен компании орако какого хуя вообще бля слушай а по представь у тебя короче клиент на цитрикс вот прямая интеграция я слышу шутку третий раз макс третий понимаешь даже не слушай сука нет я слышал ее блядь пишите сейчас что вы ее слышали ненавижу тебя клиент сейчас будет вот эта история что у них там клиент на джаву перепишут да он будет в виртуальной машине блять фэмбокс работать я слышал эту шутку на да да пошли вы блядь я вижу вас вы лучше мне скажите вся история в том что вкуснем 40 лам что там кучу потому что потому что побежали он потому что в маралага за гольфом господин трамп говорит что типа слышно ты волмарта до чего там хотел послабление в налогах за вывоз мусора за утилизацию послабление в налогах на фонд оплаты труда да да хотел чтобы не страховать своих сотрудников до не не страховать типа и сжигать их потом печи да ну купите кто просто объясни мне вот эту историю я читал что вот эту саму идею как бы бана тик тока ну и соответственно продажи его да ему трампу якобы пушил марк цукерберг который осознал что тик ток просто возьмут конкурентом да да и вас станет конкурентом ему надо что-то делать и законными средствами с ним нельзя будет бороться а можно намекнуть знакомому там республиканскому сенату или самому трампу я уж не знаю на сколько там близкими на и вам что для верхушка и сколько раз мы это слышим уже мы уже сегодня сказали о том что там сидят мажорные республиканцы поэтому до фейсбук правительство в губ фейсбук как бы да действительно вот ну ну как бы ну блин ну димк я бы я понимаю мне нет кота сожжение мой кот у моих родителей я бы тоже погладил борю но парень нету она сегодня плачет и не может успокоиться не приходится ее на ручки меры пацаны у нас новость а о том а да вот новость говоря ждите я похож на злодея из тут у тут у тут у тут у дело в том что знаете как когда типа мы говорим каждый раз о об определенной модели телефона возникает термин энтузиасты потому что знаете когда твой телефон не продается ну как бы ты берешь и говоришь себе ну он же ну типа энтузиасты но для телефона для сучас то потому что ну так или иначе это типа телефон не для всех вот и как вы уже наверно могли понять со слову энтузиаста что скорее всего мы говорим о телефоне под названием google пиксель вот дело в том что телефон google пиксель переживает сейчас не самые лучшие времена потому что так уж получил что google будучи google он немножко решила въебать свои про свои проекты короче и так или иначе но google пиксель 4 получился не столь удачным как пиксель 2 и пиксель 3 который народ довольно таки вообще жаловал говорил что типа это крутые телефон это действительно хорошие телефоны и типа вот прям их стоит покупать это прямо клубку вот прям круто и клёво пиксель 4 оказался хуева там короче и большое количество людей могу сказать что даже моих там знакомых андроид дрочеров которые в том числе там типа очень любили там пиксели то ли что пиксель 4 покупать не стоит и тут случилось то чего не ждал никто включая энтузиасты вообще абсолютно абсолютно слушайте на неделе произошел совершенно прекрасный слив характеристик нового пикселя и то есть да смотрите пиксель это камерафон по факту и он очень сильно напирает на то что у него крутая камера и с пикселем произошел как называется типичный типичный новый фотоаппарат от компании canon когда новая модель хуже предыдущий то есть смотрите в пиксель 5 будет абсолютно такой же модуль физической камеры который стоит начиная с пиксель 2 в этих моделях и чтобы вы понимали пропасть которая создается в современных смартфонах давно уже крупный пиксель что это позволяет делать это позволяет собирать очень много света что это означает вот я и говорю потому что для людей то есть смотрите есть заходишь с позиции человека который понимает как работает вообще блять матрица что это но вот я сейчас смотри объясняю смотрите вот в старых смартфонах и вот в этом сенсоре сенсоре который использует пиксель до сих пор там стандартная матрица мобильного телефона там она не очень много света позволяет собирать и поэтому как бы алгоритм дотягивает эту темноту что-то там додумывать что-то дорисовывает где-то делает несколько фотографий сразу за там долю секунды склеивает и вытягивает называется ночной режим и так далее в современных фотокамерах в том числе в айфонах в том числе в новых xiaomi там samsung без разницы используется физический пиксель сенсора гораздо большего размера и он позволяет больше света собирать на матрицу то есть телефон 12 мегапикселей которые были раньше 12 мегапикселей которые сейчас это тупо даже больше физически по размеру да это физически более толстый пиксель то есть это кстати видно на примере фотоаппаратов у меня сейчас sony альфа 7s и sony альфа 7 3 да но при этом 7s чувствительнее чем моя 7 3 потому что на 7s 12 мегапикселей но это очень большие пиксели очень большие пиксели а на 24 мегапиксельной камере пиксели маленькие то есть при этом физическая площадь матрицы одинаковые и поэтому два пикселя объединяются в один что называется это очень грубое упрощение но чем больше пиксель тем больше света он собирает и тем светлее камера тем больше информации о мире она получает потому что это основная информация на матрице это свет а минусы в том что разрешение меньше или что нет именно что меньше собирается света на матрицу соответственно меньше информации получается это другое он говорит о том что типа вот то есть у тебя грубо говоря очень большой свет очень классно качество изображения но типа меньше разрешения то есть всего 12 мегапикселей все мобильные камеры 12 мегапикселей даже те что пишут 48 или 102 на твоей камере короче вот на sony альфа а вдруг на ней 12 мегапикселей а у меня 12 мегапикселей на sony sms потому что она свет чувствительный мизец брата но на моем сяоми 48 который у тебя кстати тоже в итоге 12 а история в том что 48 максим с цифрами поспоришь пунь да на самсунге вообще 108 пиздит короче но самое смешное можно мне по простому объяснить почему почему новый пиксель говно кроме к потому что в нем более медленный процессор чем старым почему-то издеваешься я серьезно ты выпускаешь новый флагман и у него процессор хуже причем она прилично так хуже то есть там стоит средне бюджетный snapdragon а в предыдущем стоял топовый я так понимаю нет и сделали из серии чтобы батарейку меньше жрала потому что у снэпов есть проблема они очень энерго неэффективные напоминает про историю с китайскими помнишь мы рассказывали историю что у китайских всяких huawei просто отключаются все приложения в фоне чтобы батарейку экономить кстати я тебе должен сказать батарейки кстати подождите как бы все говорят о том что пиксель 5 на самом деле там вроде как чувак который типа состоит в типа в сообществе xd девелоперс короче писал пост о том что у него уже был типа новый пиксель 5 и у него типа 4000 миллиампер против 2800 который был пикселя 4 и ну типа это блять полтора раза больше но за счет более слабого процессора он еще дольше живет да потому что вроде как говорят что почему они сделали более слабого процессора потому что они до этого взяли один из флагманов типа snapdragon и он жрал дохуя батарейки но будет супер мощный но дохуя батарейки и они взяли типа более простой при этом все экономисты все аналитики все 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 говорят о том что якобы google ну естественно не сейчас вот этот пиксель 5 представят покажут расскажут про него и так далее они метят вот в этот странную вот это вот 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 этих тех текст текст пехи которые у них есть и под вот эта батарея к вот этот провод с вот эта камера для того чтобы запихнуть его в mid range по цене потому что до этого пикселя был такой типа мид хай а теперь это будет мид лоу ну если они хотят побольше продавать что левичали чего это делать ну потому что типа все все поняли что на одних энтузиастах не выкатишь то есть грубо говоря сто тысяч проданных телефонов это хуйня полная надо продавать типа хотя бы несколько миллионов ну мне кажется им довольно сложно будет конкурировать с дешевыми китайцами . просто они когда не потому что не сяоми нихуави не продается в сша но промыло сашем дожди макс одну секунду хотел сказать что но в сша продаются телефоны от операторов оператора их делают на базе zte на базе там типа всяких других темных типа чуваков и ну раньше хуавея теперь уже нет из вас в том что типа ты мог по сути купить телефон который там типа брендированный тенте лети мобайлом и у него были по условно характеристики каком там типа redmi там 5 понимаешь много бы это был там типа ти мобайл там сорок восемь пятьдесят восемь девяносто восемь плюс понимаешь и все и поэтому как бы соответственно ты конкурируешь в сша с хорошим там телефоном но недорогим в основном с телефонами типа операторов и всяких других ноунейм вендоров говняных понимаешь который допустили в сша а хуаве не допустили и сяоми допустили говно проблема пикселя в том что его купить это целый квест и собственно об это все испотыкается потому что даже если ты очень обосраться как хочешь пиксель да а теперь купи его пожалуйста вся радость заканчивается так пацаны вы зачем-то удалили эту тему это важно еще говоря про гаджет это да про гаджеты дело в том что тут короче amazon недавно провел маленькую презентацию и представили свой собственный были вы можете пожалуйста вернуть просто тему в шоу сейчас верну не волнуйся вот короче представили свой собственный фитнес-трекер который называется халло никого не смущает что это совпадает вообще то название известные там игровой франшизы до типа халло вот это все короче смысл в том что что такое халло это фитнес-трекер типа оля фитбит оля там до всякие джо бона которые раньше когда-то были у него нет дисплея то есть типа он ну прям он очень простенький прямо супер простенький но у него есть две интересные особенности которые всех людей уже мягко скажем так немножко заинтересовали они уже так немножко охуели дело в том что ну окей хорошо нормальный фитнес-трекер нормально адекватный типа ну без дисплея но окей что он имеет еще дело в том что с помощью приложения халло с помощью телефона вы можете сфотографировать головы себя он и это предложение определит какой у вас уровень жира в теле и типа как бы я так не знаю не да он скажет типа у тебя типа братан у тебя там 34 процента фэд пиздец тебе надо заниматься короче давайте пуярик пошел нахуй на строге выкинул окно твой нюдос уже у безоса на сервере вот и самое главное что реально типа все журналисты начали писать типа можно просто просто нюдсен и отправить на джефф собака amazon.com и все это мой бог вот не сканировать там себя а просто фотку отправить типа туда вот ну как бы ладно приколы приколами дело в том что вторая фича который еще пока нет ни у кого но мне кажется apple из пиздец дело в том что у него встроена там типа ары микрофонов то есть типа это несколько микрофонов которые типа правильно отфильтровывают там шум и вот это все фитнес-браслет определяет в течение дня ваша эмоциональный настрой так вы разговариваете и если вы слишком сильно злитесь и говорите сука пидорас то он вам скажет о том что вы знаете смотришь на телефон слишком сегодня слишком злить после этого ты точно разъебешь я понял что в чем фантасты ошиблись вот ты знаешь в чем ошиблись абсолютно все фантасты 70-80 вот этого депрессивного поколения они думали что киберпанк это неоновые вывески летающие машины наркотики и знаешь что то такое глобальная диктатура которая нависает над личностью а киберпанк пришел абсолютно скучно но 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 с другой стороны в наркотиках и глобальной диктатуре они просто понимаешь они ошиблись как сказать в эмоциональном окрасе то есть тебе пора да спокойно присылать нам свои голые фотографии еще мы вас будем слушать круглосуточно намекать им когда вы букуете и ты такой да дорогой да да я встанье да вот примерно так работает пришло твое время делать массаж блять и с помощью молотка да джефф да вы понимаете ёбаный фитнес-браслет вам указывает что вы злитесь да я сука знаю блять а представляешь то есть допустим ты целый день молчишь ну там сидишь там чем занимаешься программирующие ты пишет выжил вы сюда вы все целый день молчите подозрительно я набираю вашего и тебе реально надо поговорить с фитнес-трекер просто вдумайся в эту хуйню он нам правильно пишут короче в чате вы слишком сильно злитесь хотите услышать комплимент про ваш мидос от безоса короче в общем я могу стоять пацаны в заключение хочу сказать что просто ну типа амазон немножко ебанулся я понимаю что ложка может не может быть конечно для кого-то типа будет это нормально мне кажется что 90 процентов людей конечно скажет что бля ну это просто пиздец с другой стороны я помню что примерно похожие фразы я говорил когда презентовали первый раз airpods и все говорили бля у вас белые хуйнюшки из ушей торчат как ебанат ты представляешь как ты как ебанат разговариваешь с наушниками сирии делай потише ну то есть это глупость ну короче в общем пацаны я уверен что надо от обратного судить знаешь что тимур не понравилось максимке не понравилось дима считает что эта хуйня будет сверх популярна если она будет теперь условно выдаваться на халяву за какой-нибудь там прайм или стоит типа с правилом там 50 баксов я уверен что дохуя народу потому что какой-нибудь и в этот момент и типа у тебя браузер считывает что ты смотришь на определенный товар да а браслет в этот момент понимаешь что так тяжело дышишь и или там сердце часто застучало когда его аккаунт смотрел товар короче про там самотыки дичайшие короче и у него прям сердце застучало пиздец давайте хорошо пишет 2030 год наорал на жену тостер начал угрожать если я буду орать выбросил тостер как только выбросил тостер пылесосом из лукопов посадили ненавижу будущее слушайте говоря про ненавижу будущее абсолютно прекрасная история того же антиутопийного и тупого толка произошло на деле с илоном нашим маском где он провел пафосную онлайн презентацию нейроимпланта нюрал линк это чип который вживляется ваш череп исчитывает активность мозга и у него куча будет применений потом правда от лечения пролечает слепоты и вы сможете управлять тесла и старкрафтом и макс макс слишком иронично говоришь но на самом деле мы сегодня видел эту презентацию подожди подожди мы сегодня в статьях недели будем говорить о том какие сейчас существуют нейроимпланта и какие задачи они решают мы вам расскажем об этом в конце подкаста но сейчас мы скажем о том что на самом деле то что представил маск безотносительно его личности как таковой типа и там его одиозности и так далее он представил продукт который по сути является эволюцией того что уже существует но является намного более крутой более технологичной штукой чем то что существует прямо сейчас потому что то что называется юта протокол ну юта как штат юта юта протокол это пиздец это блять 256 иголок в виде такого квадратика тебе нахуй втыкаются блять в мозг и у тебя торчит из головы вот такая блять коробка из которой идет блять провод а по хорошим обычно идет блять не одна коробка а две блять коробки вот такие вот и у тебя провод идет и ты не можешь их долго держать своей голове потому что как будто там инфекциях уекса вот это все и код то что приставлен маск виниру линка это на самом деле является эволюционным развитием того что было до этого и это действительно крутой в этом плане продукт который в первую очередь призван помогать людям которые парализованы у которых проблемы там с мозгом который там дцп там все что угодно это классная штука только с медицинской точки зрения потому что все остальное это уже при бабахи которые возможно когда-нибудь может быть наверное будут будущем первую очередь это медицинская штука которая поможет людям которые вообще не способны двинуться типа аля там условного там стивен хокинга который там когда-нибудь ну когда-то просто лежал и просто там еле-еле выговаривал слова да там с помощью компьютера то же самое будет здесь только этот человек сможет что-то делать причем более менее точно более-менее нормально условно покормить себя сам кашей вы понимаете человек который вообще обездвижен полностью сможет себя сам кашей покормить но это же вообще круто я не спорю что это круто проблема в том что илон маск пиздобол а вот собственно я хотел сказать понимаете презентация проходила так тебе показали кучу типа вот этим роботом мы будем вживлять все значит в наших клиентов эти чипы это будет охуенно вот так мы будем делать вот так а потом тебе дают значит как как план камеры который показывает загон со свиньей и свинья типа она со вживленным вот этим чипом должна что-то делать если у меня пять минут стоит и не понимает что происходит ну это говорит о том что илон маск в принципе довольно хуёвый как это шоураннер я бы так я напоминаю про tesla track с бронированными стеклами которым подошел он вас да это не напоминает значит презентацию windows 98 когда у нас есть новая удобная функция plug and play когда вы включаете устройство но само обнаруживает тебя большая презентация да он кого это твой конвеншн центр они подключают принтер и винда крашится в синий экран билл гейтс на сцене извините я не затем он на в тему рулилась ситуацию можно можно я не по что ничего ничего бывает типа немного не в тему вам скажу помните мою историю с покупкой камеры от рейзер где у нее это кольцо у тебя теперь все дела да не горят да и у нее верхняя часть диодов отвалилась просто я купил новое специально блять купил кольцевую лампу и я смотрю сейчас у нее один диодик уже перегорел сука это просто комната наху просто круги это не твое дим бля братан при этом вот я купил кстати не самую дорогую простую типа такую же тоже кольцевую лампу который вот сейчас на меня светит у неё кому вот все хорошо макс это насколько знаю тоже он тоже знаете что меня пугает в этой истории с элоном маска то что свиньи нет то что во первых ее надо заряжать то есть эта хуйня не автономная то есть ее надо реально заряжать подсоединяется к голове такая же хуйнюшку как у apple watch а такая типа таблеточка который примагничивается и она примагничивается к твоей башке и вот я пытаюсь понять это ты блять как должен спать чтобы ты такой наш заснул и примагнитил хуйнюшку к башке и такой ворочишься туда-сюда бля бам хуйнюшку упала типа ну сорян братан но вот тут на картинке нарисовано что в принципе они сверлить череп и вот этот имплант он по сути торчит у тебя как бы вверх вот этой монеткой в которой чип размещен то есть возможно что у тебя в черепе будет дырка в которой будет их хуйня торчать смотри они к черепу к непосредственно к мозгу подсоединяются с помощью специальных полимерных нитей в отличие от того самого вот это вот то что я говорил юта протокол который вот этот вот по сути является 256 игл которые тебя втыкаются прямо в мозг дело в том что не рулинг тебе специальные сшивательные робомашины тебе в мозг аккуратно втыкает вот эти самые полимерные нити то есть ты понимаешь что у тебя реально полимерные нити ебаной иголкой втыкаются в мозг и вшиваются мозг тебе я тебе нападаем просто что мозг не чувствует более вообще ну то есть чувствует боль твой череп и твоя кожа и там прочее а мозга насрать у меня нет нервных окончаний у меня просто похуй и это прекрасно это прекрасно обыграно в замечательном фильме ганнибал очень советую посмотреть что я думаю стоит закончить потому что нейро улинг интересно в теории очень перспективно но как всегда с прожектами иону маска посмотрим на дальнем отрезке как там cyber truck стать поживает я могу сказать что это мне напоминает историю сверх шлемами знаешь в 90-х то есть когда именно в 90-х причем да 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 когда тебе перед ебалом такой здоровенный crt монитор знаешь вот нет 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 я пользовался в fx1 ну вот типу но сидит 320 на 240 пикселей блять наш каму люминофор выжигаете глаз но она была наоборот очень темный она как бы работает то есть она работала я играл койк один да она работала но проблема в том что технология слишком рано слишком сырая и слишком рано то есть как бы это мне кажется в этот хороший шаг вперед в плане там будущего этой технологии но до того момента когда это будет прям вот распространено я думаю пройдет лет 10 не меньше блять чувак по сравнению с вот этим самым youtube протокол блять когда у тебя просто тупо чип с кучей иголок наш там типа условно 16 на 16 иголок у тебя 256 иголок просто блять втыкается нахуй мозг чего это намного лучше ну не знаю у меня нету желания сверлить себя уже там просто чтобы ты понимал типа там же еще по попадут в youtube протоколы чего говорят типа что например можете вот эти 16 на 16 иголок у тебя вот эта хуйня типа втыкается например у нее разрешающая способность маленькая потому что она охватывает только небольшое количество нейронов которым она может подсоединиться при этом например илон масковский вот этот нейролинк позволяет тебе с помощью того что он расшивает эти самые полимерные нити он позволяет тебе к намного большему количеству нейронов подсоединиться я думаю что степ форварда работ это прямо типа сильно круче но в любом случае это не для тебя в первую очередь это в первую очередь для людей которые парализованы нахуй вообще давайте вот 2 для других людей которых вот знаете типа деградировали у которых все очень плохо и сложно в жизни дело в том что еще одна медицинская компания выпускает типа лечебную специальное приспособление которое называется nintendo switch так почему не медицинской компании как это работает ну блять вот у меня есть конечно нет для аутистов да я тоже есть да я тебя понимаю да я очень редко играю в него короче но так или иначе дело в том что nintendo тут судя по нескольким патентам нескольким заявлениям различные компании судя по сливам ритейлеров готовят все-таки ближайшим обозримом будущем выход новой версии nintendo switch уже почти все говорят о том что этот nintendo switch скорее всего в том или ином виде будет делать графон получше чем текущий switch и самое главное в том или ином виде некий контент неизвестно какой игры не игры видео или еще что-нибудь но в общем какой-то там контент будет выводить а ты помнишь как 3d ска обновили то время она перестала зерпеть нет бланью 3ds которая по сути вообще я знаю были она есть вообще новая и не так уж и много игр выпустили для неё вот которым только ксенобой иллюзивно таких круглых не может был примерно так же история смотрите в чем прикол в том что якобы все говорят что это будет так тот самый switch pro на котором типа мог будут играть и быстрее лучше круче и типа все старые игры смогут идти там те которые шли 720 будут идти в 1080p и грубо говоря то что раньше шло отдельно портативный режим и отдельно док мод вот теперь на новой консоли якобы типа это все будет идти теперь как тогда раньше в док моде только теперь портативу то есть типа full hd в прототип ну то есть типа да да ты типа брэса взывают будут идти в док режиме типа только в прототипе говорят про некий 4k именно в док режиме вот но никто не понимает как им образом именно но джефф грабс извините орбита которого сейчас ему типа знаете пророчат образ типа одного из самых главных инсайдеров игровой индустрии на данный мир уже объебывался несколько раз да именно короче но все ему типа все еще пророчат этот самый образ он говорит о том что возможно учитывая что типа тегру так или иначе внутри свеча делает nvidia что в каком-то виде возможно на новом свече будет присутствовать длсс и это полная хуйня можно это полная потому что длсс работает на тензорных ядрах ртx он не работает даже на 1070 1080 он работает только на ртx тебе сказал что они не сделают тензорные ядра ртx ты видел ты видел я я объясню тензорные ядра они охуенные они очень классные они шикарно работают ртx voice там я не знаю мне очень нравится как тензорные ядра работают с кстати говоря некоторыми профессиональными программами них есть одна маленькая особенность они жрут просто до хера ты видел 3080 3090 это свиньи размером с 2 с половиной 2080 у которых 12 пиновый штекер и минимальное требование к блоку питания 800 ватт контор звучит портативно контр пример 4к же только в доке я не спорю но он и внутри стоит хуйнюшка такой за счет диатор приклеиваю не только стоит 28 до пацаны чем будешь кроме сай блять чуваки внутри чем будешь крыть четвертинка 2080 альфа тип такой размер с ней с ней с ней работ маска такой за нинтендо целый год педалировал и типа да док вообще не нужен только мобильная свитч вот это все короче а потом так говорит да без док вообще нихуя играть нельзя это знаешь это просто на самом деле нинка тебе будет поставлять тот же говеный свитч но со специальным чипом череп ты все вживляешь и думаешь что это нормальная консоль у нее 4к есть а разве сейчас не так происходит я могу сказать что мне тут я запускал да мне сегодня вернули свитч и я такой дамы я посмотрю что там за годик то вышло ну то что я вообще как-то про него забыл совершенно но и я зашел в ешоп и просто уехал количество говна мне кажется что еще превратился в такой знаешь типа google play ну плюс-минус то есть там консольный детская раскраска качать бесплатно штука чтобы тыкать знаешь эти лопать шарики там вот как на почта раньше блять на телефонах вот эти идиотские приложения какая-нибудь там я не знаю превратить свой свитч пианино вот эти приложения идиотские то есть ты понимаешь что они к этому шли специально потому что их все обвиняли как раз таки в том что они якобы от этого отказывались и что они как раз таки якобы специально типа ограничивали вход в nintendo store типа а теперь наоборот они такие блять ну хорошо любую хуйню за ваши деньги все короче идите вот минимально вообще там блять там чувак там находили эротические визуальные новеллы в ешопе и только по слову как про них писали статьи типа все нинтендо и находили по моему какую-то игру внутри которой был спрятан эмулятор нс что ли я обиду что просто чтобы понимали типа они же реально там вообще расслабились там нулевая модерация практически да то есть там типа вот сейчас для того чтобы забить свечевый магаз как бы за того что там на самом деле довольно мало игр адекватно ходит от самой нинтендо они реально пускают все что угодно практически поэтому ну что поделать пацаны давайте поговорим про важные штуки дело в том что напомним мы начали вообще всю эту историю сегодня о том что хотел добавить что да ёб твою мать так вот все димка ничего не добавляет так вот короче и 3 отменили ну в том или ином виде короче gamescom в том или ином виде отменили да он существует таком маленьком непонятном не странном каком-то виде gamescom анонсировал джефф килли провели трансляцию в два с половиной часа типа якобы открытие gamescom на самом деле никакого gamescom нету и как вы понимаете когда конечно у тебя ковид когда у тебя непонятная ситуация когда непонятно вообще ничего большое количество компаний тоже такие бля ну хуй знает показывать не показывать ну вот в общем мы не знаем короче показали кучу разных непонятных игр но среди непонятно вот индюшатина такая нет вы знаете там не так было там было следующим образом а я еще дурак смотрел эту церемонию меня параллельно шел заказ я снимал весь день там когда проходил gamescom фестиваль золотая тарелка бегал с камеры высунув язык и там была церемония награждения уже был все начали можно было включить а подключился к вай-фай начал его посматривать такой и прикиньте ситуацию два с половиной часа джефф килли держал в заложниках игру которую все ждали потому что прежде чем увидеть игру которую все ждали вы должны были посмотреть все то инди говно которые показали до этой игры без шансов ну почему там показали много вещей по которые ну то есть как бы почему чего решишь этот инди говно что люди что блядь инди говно я показали за сутки да но я понимаю она просто блять сюжет интернер показали на ней в чем проблема блячок он почти не отличался от того что Там просто показали кат-сцену. Хорошо, если тебе показали шестиминутный ролик World of Warcraft, понимаешь? Аддон для World of Warcraft. Причём даже не про сам аддон, а просто анонс того, что Blizzard будет делать мультики по лору World of Warcraft, и вот один из этих мультиков и показали. Ну то есть как бы в чём-то недоволен. Показали арты нового Dragon Age и сказали, игра существует. Не-не-не, подожди, не просто арты, показали локации ещё в том числе. Какие локации? Ну в смысле то, что из блоков там было? Нет, там прям прокатывалась камера по локациям. Ну там прям вообще из серии игр есть. Ещё показали и локации. Сказали, что да, игра существует, мы не забили хуй, нет-нет-нет, короче. Please understand. При этом мне понравилось, что в момент, когда показывали офис биоваров, типа, то есть они в основном показывали биоваров, типа, каждого из членов команды они показывали Stone Steak где-то на улице, ну типа, ковид, вот это всё. А потом показывают чуть-чуть, типа, в студию, и там везде, везде-везде-везде статуи, символики, это всё. Игры Ensemble. И такой просто, блин! Как она там поживает, интересно, слушай. Сука! И ты понимаешь, что они реально вложили туда дохуя, типа, усилий, а игра просто не выстрелила, сорян, короче. Бля, пацаны, если что, мы ждём, на самом деле. Я считаю, нормальное дело. Адзем 2.0. Ага. Что, нет? Я скачаю! Я очень... А можно не популярное мнение? Можно не популярное мнение? Я очень жду новый Dragon Age. Потому что мне очень понравилась Inquisition, и мне очень понравились те DLC, которые подводят к четвёртой части. Не прошёл DLC, но прошёл всю игру. Мне очень понравился Inquisition. Мне не нужно при всех DLC. Мне нужен только Threspasser. Threspasser, да. Я знаю, уже скачано, сука, даже. У меня даже в папочке лежит, типа, пройти ещё раз, типа, я просто с дуру, для того, чтобы получить платину, начал её на супер-супер-супер-харде. Тяжело играть. Ну, короче, суть софта. Я уже думаю, даже дробно, чувак. Я думаю, уже даже дробно. Я, короче, могу сказать, что Dragon Age ждём, мы все трое. Просто немного печалит, что по игре хуя с нихуя информацией. Немного печалит то, что вы говорите, что там инди одно, блядь, показывали, а там инди-то и не было нихуя. Были вот такие какие-то типсы и недоанонсы. Да, и... Ну, хорошо, смотри, вот смотри, показали две самых важных вещи, как бы. С одной стороны, показали, во-первых, Call of Duty Cold War, как бы прям показали геймплей, вот это всё. Причём все говорят такие, блядь, это на новом движке, вообще никакого отношения нет, прошлым движкам не имеют. Блядь, я посмотрел геймплей, ну, сука, это то же самое, что показали восемь лет назад. Ну, это была Копс 4, и тот движок. Ну, сука, вообще ничего не поменялось, как бы, вот одна та же хуя. Но с другой стороны, как бы, мне понравилось то, что показывали. Не плане движка, а типа вот то, что показывают. Ну, блядь, ну, прикольно. То есть, вот реально классно трейлер, который меня зацепил. Не знаю, не просто ёба, а там же типа прям хороший сюжет. Да, 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 ну, треярк, у них клёво. Короче, я прям... Хороший сюжет в Call of Duty, серьёзно. Блядь, чувак, как у тебя... Хороший. Крохенко, Штайнер. Хороший сюжет в Call of Duty, сука. Я даже подумал о том, чтобы перепройти Блокопс на... А там будут эти охуенные моменты, когда надо маленькой девочкой от пьяного русского спецназа бегать? Я уверен, что, блядь... Ты путаешь с Infinity Ward, потому что важная ремарка, реально важная. Если вы играете, как я в Call of Duty, в первую очередь для сингла, такого летнего боевика, который выходит осенью игрового, в этот раз сингл делает даже не треярк, а сингл делает рейвен. Рейвен сделал сингулярити. Которые помогали со всеми предыдущими, блядь, играми, сингулярити, который нахуй провалился и полное говно. Но сингулярити было очень клёво. Ничего не значит. Сингулярити был очень клёво. Полное говно. Невероятная говнина. Сюжет просто кусок кала, блядь, сингулярити. Знаешь, мне очень понравился заголовок на Верже к этому трейлеру. Типа, смотрите, 6 минут того, как Рональд Рейган отправляет вас совершать военные преступления. Да. То есть, как бы, я не жду от Call of Duty никакого сюжета. Вы что, ебанулись, что ли? Call of Duty никогда не было про сюжет. Он был про ёбу. Это как, блядь, смотреть фильмы Майкла Бэя и думать, хм, что-то многовато взрывов. Хотелось бы побольше сюжета какого-нибудь внятного. Блядь, это, сука, Майкл Бэйс с взрывами, камон. То же самое, Call of Duty. Это, блядь, шутер на рельсах. Охуительный шутер на рельсах, блядь. Но, как бы, камон. От него много не ждут. Это, блядь, жвачка для мозга. А с другой стороны, в этот раз ты же в курсе, что там будет протагонист твой собственный. То есть... Ты приможешь как в Скайриме сделать своего собственного персонажа. Да, и проходить им игру. Круто. Это напоминает ту с тобой мем, когда кастомный персонаж в катс-сцене, там только клоун, блядь. А так и будет. Более того, там, оказывается, есть опция для небинарных игроков, и там тебя называют Оно. Оно. Класс. Да, в катс-сцене. По этому поводу уже кто-нибудь бомбит твиттер? Я уверен, что кто-нибудь бомбит. Да. Потому что они... Я очень надеюсь, что любого человека, который называет себя Оно, автоматически даже на твиттере или еще где-нибудь помещать таким клоунской эмодзи просто. Так они сами радугу вокруг своего юзерпика жили. Нет, нет. Именно клоунская эмодзи. Это обитатели. В любом случае, пацаны, короче, И, кстати, плюс Клод Вора еще... Давайте вот мы с Клод Вора съедем, потому что... Нет, я важную вещь хочу сказать, как-то любишь говорить. Ведь Клод Вор выйдет в Россию на PlayStation. Да, по нему уже запустили уже при ордерах. Предзаказы, да. И что? Что мешает их отменить в самый последний момент? Вы что? Ну, потому что по Modern Warfare вообще ничего не появлялось. Да, конечно, блядь. Кому ты, блядь, рассказываешь? Ты что? Вы что-то забыли, наверное, всю эту хуйню. Вот серьезно. У людей память иногда, как у золотой рыбки. Все эти предзаказы отменяли. Вы что, забыли эту историю? Как народ бомбил, блядь, на ДТФе и в Твиттере? Вы чего? То, что там появились предзаказы, не значит вообще нихуя. Я уверен, что я буду в этот Call of Duty играть на ПК. Потому что в Blizzard явно ничего не заблокируют. На PlayStation? Не, спасибо. Я не хочу ебать тебе мозг. Я напоминаю вам, что... Английский аккаунт. Нахуй надо. На Xbox 360, когда вышла Modern Warfare 2, короче, ее не завозили в Россию на Xbox 360, соответственно. И завозили специальную корейскую версию, короче. И ты мог реально купить корейский диск, на котором была английская версия. Но на коробке все было написано на корейском. Да, по классике. Да, как бы. И вот у меня был такой диск, как раз таки тоже. Вы ждете на выходе? Если честно, она выглядит довольно прикольно. И я прям вот подумал. Притом, что я недавно тут зашел как раз в Modern Warfare. Поиграл типа в Spec Ops, который новый режим. Типа с кучей-кучей-кучей режимов. Типа кучей-кучей-кучей вот этих типа коопных историй. Ты знаешь, меня немножко разочаровало, что туда заходят люди, которые не умеют играть. А там сложно. Прям тебя ебут по полной программе, короче. Подожди, а это типа коопный режим или что это? Чисто кооп. Ты прям проходишь специальные миссии. Против, сюда, сюда, сюда. Ну, в смысле против. Да, прям ПВЕ-шные. Четыре человека, короче. Мне так понравилось, но чуваки сосали хуи просто по полной программе. И в итоге я тащил-тащил. Уже, блядь, три чувака легли в лёжку. Я пытался поднимать одного, второго, третьего, короче. Они еще раз ложились. Они уже умирали насмерть. Я там еле-еле пытался ныкаться. Но кто-то, знаешь, там типа 150 врагов на тебя. И это просто, блядь. Тут уже ничего не может сделать. Ну, не знаю, копия, мне кажется, играть надо с чуваками, которые, как бы, ты, как бы, ты, как бы, ты, которые ты разговариваешь. Я бы с удовольствием с тобой бы поиграл, как бы. Не оставить, ну, два, триж. Я готов. Давай поиграм в кул. Потому что там, это еще в том числе разблокирует тебя определенных оперативников, если ты прошел миссию. У меня никто не разблокирует, потому что ни одну миссию не сопротивляет. Я просто помню, что мы пытались с тобой в самом начале, когда еще только вышел модом Warfare, мы пытались с тобой играть. Мы получили таких адовых пузелей, больше туда, блядь, не ходили. Это я помню. Это еще давно-давно было. Вот там сейчас дают все еще довольно адовые пиздули, короче. Но я нашел миссий, который полегче, чем то, что мы с тобой играли. Но там, блядь, все равно люди не справлялись. Сука. Там уже прям просто по тактике. Просто, блядь. Вот выйдет слева, справа, спереди, сзади. Уже все все понимали, но нихуя. Короче, пока Дима ушел, мы сворачиваем Call of Duty, пацаны. Держи, что еще? Нет, мы все, мы сворачиваем. У нас есть часть донатов. Сейчас, секунду. Илья, в занятии 100 рублей отмечаем гермейстерам покупку 11-го айфона жене. Не стали ждать презентации. Спасибо, что вы есть. Ждем новый мерч. Спасибо, Дима. Да, круто. Дим, где мы же на 100 рублей? Пацаны, обновите плейлист. Пью прекрасное мацу. За вас мацу. Что такое мацу? Что такое мацу? Я такого не знаю просто. Плейлист, это сложно, долго, и мы посмотрим. Андрей Каняев, занялся 100 рублей. Тимур, я не долбоев. Спасибо тебе, Андрей. Василий Казанин 150 рублей. Еще на 15 минут стрима. Досуга в Казани. Сошник занялся 436 рублей на минутки. Спасибо. Барсик занялся 150 рублей. Еще на 12 минут. Навались. В общем, Максимка. Сколько осталось? Твоя жопа продана. Нет, моя жопа будет продана, когда мы всю сумму соберем. Значит, никакого не пересекла. В смысле? Я вам напоминаю, что мы должны... Набрали на несколько минут. Кому? Не, не, мы должны минимум собрать 18 тысяч рублей, типа, на стрим. Но причем именно целевых донатов на стрим. А не просто типа, ой, поздравляю, маню-маняню. Короче, вот это все. И это минимум 18 тысяч, потому что по-хорошему надо бы собрать 27, пацаны. Так вот, короче, 27 тысяч с внутри написанными вещами типа на стрим Максиму или что-нибудь в этом роде, хотя бы чтобы мы понимали, что это на стрим Максиму. Вот тогда мы действительно попробуем это сделать. Я притащу ящик Red Bull, запрусь и да, и пиздец. Ох, блядь. Ух, блядь. Пацаны, что еще показали на Gamescom классного? Дело в том, что... Говоря про Ух, бляда, да. Казали показали не очень много, в основном там типа были индюшатины или полундюшатины, или Б-игры. Блядь, ты заебал, ну не было там индюшатины. Блядь, там показали мафию. Ты мафию видел? Мафия не выглядит как... Мафию видели до этого, мы много раз видели. Я понимаю, но просто это не инди-игра. Я до этого видел ее. Это не инди-игра. LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Это что, блядь, инди-игра, по-твоему? Нет. Почти. Age of Empires 3. Это что, блядь, инди-игра? Говно. Destiny 2, там, Beyond Light в дополнение. Это что, блядь, инди-игра? Хорошо, прикольно. Мне понравилось. Я даже хочу поиграть. Окей, Bridge Constructor. Да, вот это, да, блядь, можно назвать инди, наверное. Хорошо. Этот самый Little Nightmares 2. Что, блядь, инди-игра, скажешь? А создателем, блядь, от Sony? Не, 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 не. Нет, 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 нет. Издатель Bandai Namka, а делает ее студии инди. Одна инди-игра, блядь. Одна. Уже две. Две, хорошо. Ну, то есть, камон, там не было каких-то, как бы, супер-пупер анонсов, да, но... и чё? Ну, то есть, как бы, мне, в принципе, гирком понравился. Ты пытаешься полезть за лупу в том месте, где не надо. Ну, посмотри, ты, чего наделал. Посмотри, ты, чего наделал. Вот он из кадра ушёл за тебя. Короче, пацаны, дело в том, что кроме Call of Duty, Call of War, что ещё показали из мажорных прям игр? Дело в том, что показали... У моего кота маленькая оперативка. Блин, пожалуйста, дай я начну уже про другую игру. Да заебал у меня кровать. Понимаешь, я открываю дверь, блядь, он стоит и, блядь, смотрит на меня. Я стою как мудак, блядь, почти 30 секунд, когда у него оперативка закручивается комната, и он сойдет. Сука. У него вот момент, знаешь, идёт считывание с флоппи-диска. Были инди-игры. Ладно, короче, пацаны, что ещё показали? Показали Ratchet & Clank Rift Apart. Если помните, нам показали его на презентации PlayStation 5, такой, типа, маленький кусочек, такой, типа, все такие, блядь, нихуясь и уровень загружается. А тут показали прям полноценный геймплей минут на 10, короче. Прям такой полноценный. Ну, короче, показали, типа, что вот прям вот просто идёт персонаж, просто там хуярит, это всё. Ты понимаешь, что да, графон там, типа, там, типа, рейтрейсинг есть, всё прикольно, вот это всё. Но другой прикол. Игра-то выглядит круто, и там, типа, куча всяких деталей, куча всего происходит, прям дохуя всего происходит. И у тебя прям дохуя, дохуя всего. И если честно, меня, знаете, что смутило в этот момент? Вот даже когда я смотрел стрим, типа, там прям дохуя предметов летает. Всякие там мошенблюры, вот это всё. Я подумал, что какой пиздец в это играть в 30 FPS. Потому что я просто посмотрел и увидел просто, блядь, просто пиздец. Я бы, я бы, я вот такую, просто разливающуюся по экрану с маслом смазанную, блядь, хуйню. Специально для тебя в игре будет режим 60 FPS, что уже подтвердили разработчики. Слава тебе, господи. Ты расскажешь о разрешении. 30 FPS я бы не смогу сказать. Нет. Я думаю, что, чувак, я думаю, что 1440p, скорее всего. Сошник занёс 8 тысяч рублей, вроде 18 набрал. Слушайте, давайте... Только Сошник нам сегодня занёс 15 тысяч, если что. Можно я сразу... Давайте продвинемся. Блядь, Макс, никаких флать-симуляторов. Давай Crusader Kings, по-блядь, по-хоткоро. Да, блядь, какой нахуй Crusader Kings? Сука, я сам там уснул. Ты чё? Ты чё? В чём проблема-то? Ты смотри, 24 часа не обязательно, но, как бы, вот будешь комментировать. Ты можешь сделать стримов хотя бы на 24 часа, чтобы... Ну, потому что марафонный стрим, конечно, это пиздец. Марафонный можно сделать... Это большая, большая, очень сложность для здоровья, пацаны. Поймите, пожалуйста. Поэтому, если ты хотя бы сделаешь типа три стрима по 8 часов или четыре стрима там по 6 часов, окей. Нам надо... Нам надо какую-то другую игру найти, потому что я тебя уверяю, Crusader Kings это просто пизда. Fortnite нам предлагает. А ты играй в Crusader Kings 3! Нет-нет-нет, нельзя. Я вообще предложил бы Цусиму, на самом деле. Это вообще идеальная игра. Я просто объясню тебе, Максим. В Crusader Kings тебе будет хотя бы интересно. А если ты будешь играть в Fortnite, это будет 8 часов, господи, что я делаю не так со своей жизнью, вот серьёзно. Смотри, в этом плане Цусиму классно, конечно, когда её переправят. Я говорю, как вариант Цусиму, на самом деле. Но хотели, хотели же стрим, типа не просто 24 часа, хотели же Crusader Kings. Я нигде не видел, что это должен быть Crusader Kings. Давай, мы пересмотрим потом. Намекните Максимку, какую игру он должен постримить. Возвращаясь к рече-то и кланку, я могу сказать, что эти 6 минут выглядят очень круто. Я не знаю, что ты бомбишь по поводу 30 фпс. Мне кажется, что... Чувак, у меня начали разъезжаться глаза в разные стороны, когда там, типа, просто 50 миллионов предметов в одну секунду начинают там вертеться, летать вот так вот. Смотри, объясню, Дим, иначе. И у меня просто реально начинают глаза разъезжаться. Объясню иначе. Та же херня у меня у жены. То есть я могу понять Тимура. Точнее, я лично не могу понять Тимура, потому что у меня нет с этим проблем. У тебя нет с этим проблем. У многих людей нет с этим проблем. Но это, знаешь, это motion sickness банальный, вызванный тем, что, ну, мозг у людей по-разному работает. У меня жена абсолютно так же по этой хуйне не может играть шутеры от первого лица, если они в 30 фпс. Ее просто начинает мутить. Вот. И... И в этом плане, ну, я могу понять, откуда у Тимура берется вот это вот... И очень здорово, что, похоже, разработчики реально проводили плей-тесты и определили, что это будет проблемой для части игроков. Именно поэтому они сделали перформанс-режим, понимаешь? Я тебе могу сказать, что я когда играл в Far Cry 5 на компе, на компе я играл в Far Cry 5, я воткнул себе 4К разрешение, и у меня так сильно упал фпс, что было там что-то 40-41, что-то около того. Я включил себе лог на 30, и я весь Far Cry прошел в 30 фпс. И мне было заебись. Чувак, я тоже так же прошел весь Far Cry 5 на PS4 Pro, как раз таки тоже в 30 фпс. В целом было терпимо и нормально, и все хорошо. Проблема в другом. Проблема в том, что именно конкретно в речи-текланке, когда у тебя гигантское количество объектов у тебя летает везде, и у каждого из них там типа Project Motion Blur, ну пиздец, чувак, ну просто начинаешь там типа просто охуевать над этим. Мне кажется, надо просто попробовать в самой игре, потому что фу его знает, может быть это просто так выглядит вот именно на записи. Да. Может быть, когда ты это видишь на экране там типа в реальном времени, это не так сильно бросается в глаза. Опять же, мы не знаем, насколько сильно вот этот режим там 60 фпс будет резать графику. Может быть там все вот эти объекты, их просто не будет на экране в 60 фпс. Слушайте, тут, кстати, интересная штука еще произошла. Дело в том, что Activision, мы тут просто говорили про Call of Duty, активно очень включился в борьбу с читерами. Как вы знаете, на ПК конкретно этих читеров вообще довольно дохуя играет. И дело в том, что есть прямо куча компаний, которые практически занимаются тем, что типа что создает эти самые читы и продает их за бабки. И в чем прикол? Дело в том, что случилось сразу две интересных вещи на неделе. Дело в том, что первое, довольно известный стример, я забыл, как его зовут, короче, но типа там чувак... Известный стример, я забыл, как его зовут. Ну, короче, там чувак, у которого по 2000 зрителей минимум смотрят. Вот минимум. И, короче, этот чувак стримил на Твиче, типа, Call of Duty. И в какой-то момент, когда он показал случайно свой, типа, этот десктоп, по десктопу было понятно, типа, что у него работает чит-программа. Одна из известных чит-программ по Modern Warfare. Вот по текущей Modern Warfare. И, типа, народ такие, ааа, пиздец, короче. Дело в том, что на Твиче в Terms of Service, ну, типа, когда ты используешь Твич, запрещено использовать чит-коды. И запрещено, типа, нечестно играть. И, соответственно, типа, это, ну, это нарушение Terms of Service. И куча, 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 куча народу подало предъявы, репорты на этого самого стримера о том, что, типа, братан играет нечестно, у него читы. Твич отреагировал на эти репорты только через несколько дней. А репортов было много, типа, да? А репортов было дохуя просто. Я напоминаю вам, что... За сколько секунд нас забанили за слово пидор? Что, как только ты говоришь слово пидор на Твиче, тебя банят буквально, типа, через несколько, ну, там, типа, через день максимум вообще, ну, на следующий день. А вообще, по-хорошему, часов через 6-12. Только стоит сказать слово пидор на Твиче, но стоит тебе по-читерить и на тебя просто дохуя репортов, на тебя просто сотнями они валятся, короче, ты чё, похуй? Ну, реально поебать просто. Вот у тебя сотни репортов, типа, чувак читерит, да похуй, просто похуй. И это, конечно, тупо очень. С другой стороны, я вижу, как Activision, как бы, конечно, включилась во всю эту борьбу, потому что, например, Activision, как и в свое время Rockstar, если помните, они подали в суд на создателей читов, и в этом плане ты сидишь и думаешь о том, что если у тебя есть компания Rockstar, которая подала на какую-то конкретную компанию, которая находится прямо вот в интернете и прямо продает читы, буквально с аквайрингом, чуть ли не с кредитными картами, в момент, когда у тебя, мне кажется, вот Rockstar подала в суд, в этот момент, мне кажется, все остальные чит-программы и все остальные компании, которые подают чит-программы, должны были не то, что напрячься, а просто сразу же убрать гейт-аквайринги, типа принимать только по биткоинам, убрать вообще любые какие-либо возможные упоминания, типа о юрлице, вообще о чем угодно, и типа условно чуть ли не через Даркнет продавать эти самые читы. Так нет же, есть компании, которые до сих пор продают их чуть ли не официально, и Activision просто официально подает в суд на компанию, которая продает читы на своем сайте, и эта компания, знаете, что делает? Она продает мало того, что читы для вообще для кого угодно, ключа для Apex Legends, там и так далее, она убирает конкретно читы для Call of Duty Modern Warfare, и извиняется перед всеми игроками, которым их читы могли доставить неудобства в игре. я сижу и думаю, блядь, вот такие тупые ебанаты, на вас же сейчас подаст в суд электроникарт запек Legends, и еще кто-нибудь, и еще кто-нибудь, хули вы такие тупые, то блин, долбоебы, сраные, просто, ну просто, ну это реально идиотизм, но люди реально думают, что проскочат, понимаете? Ну и проскочил. Тем временем твич жамкает Тимур за булки, тяжело дышит в затылок, и занес нам один евро, спасибо тебе, брата. У меня для тебя, Максимка, плохая новость, ты хочешь, я услышу? Я еще раз говорю, Crusader Kings будет супер унывый, я, блядь, не умею стримить такие игры, это будет говно, а не стрим, абсолютно, сошник, он, кстати, у нас топовый донат сегодня, 100 рублей, сказал только Crusader Kings, только хардкор, вот так. Это, это, это не будет работать так серьезно. Блядь, посмотрим, мы еще решим. Тебе заплатили денег, просто пойди и сделай свою работу. Работу? Сидит в ее появится такой, типа, блядь, скажи честно, тебе, Crusader Kings не нравится? Нет, просто, ты видел, когда-нибудь Crusader Kings? Конечно, видел, я даже пытался в него играть, я тебе могу сказать, что у меня хватило минут на 40. Ладно, я не понимаю, макс, тебе денег занесли, именно на это. Короче, Макс, ладно бы играл, я бы, я бы, смешно, первой, бровной, стримб, часов на 4, короче, мы к тебе придем, надо, блядь, саму игру еще купить, она денег стоит, ладно, пошли дальше. Короче, последний момент, как бы, связанный, знаете, с чем, дело в том, что, это очень важно, вот это, вот это сейчас дохуя будет важно, так, никто не знает, сколько будет стоить PlayStation 5. Я думаю, что, мы Sony тоже не очень знаем. Я думаю, он тоже, да. Ну, реально, вот, никто не знает, все примерно понимают, потому что, Sony всячески ретерирует о том, что она выйдет в конце года, но никто не знает, когда конкретно она выйдет. И, дело в том, что, впервые в истории продажи консолей, платформа-держатель, не пришел, не сказал, так, пацаны, короче, в 15 ноября, 600 долларов, короче, давайте предзаказом. Sony пошла по другому пути. Она пошла и сказала, типа, что, хуй знает когда, хуй знает за сколько, но вы можете зарезервировать уже прямо сейчас. Это напоминает историю, знаешь, типа, советские времена. Я стоял в очереди за талонами на талоны. Это и есть. Это талонный предзаказ. Венгерские сапожки для детей. Да. А какой размер попадется, я не знаю. Я не знаю. Кстати, зря вы смеетесь, потому что в России абсолютно по такой же схеме, это говоря про память золотой рыбки, открывались предзаказы на PlayStation 4. У меня... Это неправда, потому что в момент, когда открылся предзаказ, было известно, что она бы стоить 17990 рублей. Да, цену мы хотя бы знали, Максим, понимаешь? То есть, как бы, да, талончики были. Я была известна, что она выйдет в ноябре. Это точно. У меня нет коробочки под рукой, но ты покупал коробочку за тысячу рублей. У меня есть эта коробочка, она лежит на шкафу, у меня в соседней. Вот у меня тоже на этом балконе. Зачем заняться 100 рублей, а что, Макс, давай Тимура. Тимур у нас не будет стримить, я в этом просто уверен на 100%. Но Тимур не будет стримить. Ему не ночь. Короче, смотрите, есть важный момент, связанный вот с чем, что дело в том, что уже очень многие аккуратны, из маленьких источников таких как выцепили данные и поняли, что PlayStation 5 скорее всего сначала выйдет в США и в Канаде и только потом во всем остальном мире. Почему ты так решил? Это стало известно из нескольких маркетинговых компаний для некоторых игр, в которых было сказано о том, что типа игра выходит, да-да-да-да, типа в ноябре в США и в Канаде на PlayStation 5. А, звездочка такая, нота вылабила. И в конце типа года 2020-го типа выходит во всех остальных регионах. И типа в нескольких игр спалили эту самую штуку и поняли, что походу да, походу реально она выйдет. Учитывая, что вся эта история с резервом предзаказа, не предзаказом, а резервом предзаказа, она была только в США и Канаде. И игры тоже были типа что игра выйдет типа там в США и в Канаде типа на PlayStation 5 и до конца года типа во всех остальных странах мира. И ты понимаешь, что походу да. Вот. На всякий случай, пацаны, я оставил заявку на американскую PlayStation 5, потому что напомню вам, что есть типа разные сервисы, которые позволяют вам на американский адрес заказать типа какой-то товар, типа они там выкупают это все и потом вам просто тупо доставляют. Но есть некоторые сомнения в этом плане. Они завязаны на другое. Дело в том, что напомню вам, что когда PlayStation 4 люди покупали там слепры с всяких других ресурсов типа себе люди, так как она не была сертифицирована в этот момент, она условно типа людям в декабре-январе 2013-го там 2014-го года приходила, таможня ее задерживала, говорю, а это не сертифицированное цифровое устройство, это вообще хуй пойми, что? Это вообще непонятно, что? Это какое-то, блядь, устройство слежения, блядь, непонятно чего. И люди реально ждали по 1-2-3 месяца, чтобы просто растаможить свою консоль, просто, которая им пришла там из Америки. Поэтому я не удивлюсь, если будет такая же проблема с PlayStation 5. У тебя еще и налог будет, потому что у тебя больше, чем... Любой, знаешь, какой налог, типа, по-моему, 20% с превышением 200 евро. Соответственно, если она стоит типа 500 евро, например, 500 евро, короче, то у тебя будет 30% с 300 евро, то есть 100 евро. Ну, это не сильно большая переплата. То есть, если на 150 евро, то получится... если, блядь, не сильно большая переплата 100 евро. А, Дим, ты забыл, ты забыл, как исчезла стартовая партия PlayStation 4 в России, а потом она появилась на Авито, и там количество нулей было несколько другим. Ну, я вообще склонен полагать, что вот этот Next Gen, я понимаю, конечно, что нам очень хочется поиграть в него на старте, там, по мацте, до консольку и прочее, но здравый смысл убеждает меня подождать до следующего года, потому что, ну, во-первых... ты купишь первый день. Пошёл ты, блядь, я ненавижу тебя, сука, говно, нет. Это, блядь, такая же самая хуйня, когда в прошлый раз я такой, типа, так мне похуй на Ghost of Tsushima, честно сказать, мне вообще даже сеттинг не нравится, блядь, я не люблю. Да-да, Максим такой, ты качай с двойки, говно, я купил. Не так, не так было. Макс такой, блядь, да ты выбьешь мне платину. Он такой, блядь, да не, не может быть, короче, сука. Блядь, чуваки, даже я ещё не выбил платину, потому что у меня нет времени играть. Блядь, братан, я тебе просто вот, а я вот прям вот, вот не хочу, чтобы ты играл в Ghost of Tsushima, блядь, просто забей. Чувак, я уже почти половину игры прошёл. Она слишком здоровая. Я знаю. Ты знаешь, есть в, такой бот. Сошник. Сошник, я купил Crusader Kings, чтоб ты понимал. А, да? Уже? Когда стрим завтра? Она выходит только завтра, в полночь. завтра по стриму. Мы, мы в любом случае какое-то количество часов в неё поиграем. Надо же. Короче, есть такой бот в PlayStation, называется PS Time Tracker. PS-Time Tracker. Ты можешь зайти на сайт, и там какой-то немец написал бота для PSN-а. И ты его просто добавляешь в друзья, он тебе выдает рандомное имя, ты добавляешь его в друзья этого чувака в PSN-е. И он смотрит, во что ты играешь. И на сайте записывает и ведёт статистику. Там такой график красивенький рисует, вся хуйня. И я вот по этому графику посмотрел, что Platinum Tsushima отняла у меня 89 ёбаных часов. Это нормально. Это до хуя, потому что... Нет, для таких крупных игр вот такие вот. Нет, просто если ты смотришь по гайду, то там что-то 60, по-моему, часов и прочее. И я понял, что я на самом деле в игры играю очень иногда странно. И у меня, например, Ghost of Tsushima была просто запущена, а я сидел там, знаешь, то твиттер читаю, то там, блядь, новости пишу, то ещё какую-то хуйню занимаюсь. А игона там запущена, блядь, и прочее. И я вот понял, что для тебя, братан, Ghost of Tsushima займёт не 89 часов, а, блядь, часов 300, знаешь, и пройдёшь ты её, блядь, на платину года через два на PlayStation 5. И то, если ты про него не забьёшь. Блядь, чувак, ну я уже прошёл первую главу, но я её прошёл таким образом, что я зачистил всю нижнюю часть карты, и у меня открыты уже все способности практически. На этом моменте те люди, которые знают, сколько идёт Ghost of Tsushima, такие... Блядь, блядь, чувак. Блядь, чувак. Тебя так РТХ свой сотрезал отлично сейчас. Чувак, чувак, я тебе напоминаю, что в первой главе и в первой локации больше всего локаций и больше всего активностей. Я уже посмотрел по гайду, поверь мне. Братан, ты просто, сука, не представляешь, какой ад тебя ждёт. Я представляю, чувак, я посмотрел гайд, поэтому я знаю, что меня ждёт. Поэтому, несмотря на то, что я прошёл, типа, треть по, типа, ну, там по цифрам, типа, ну, типа, условно первую главу. На самом деле... Может, вопрос. На самом деле я прошёл половину игры практически. Тебе этот вопрос в чате задают. Можно эти вопросы? Да, смотри. Давай. На хуя тебе платина в Ghost of Tsushima, если у тебя не пройден Last of Us 2? Потому что мне нравится эта игра. Last of Us 2 тебе не нравится? Last of Us 2 мне не оставил впечатление такого, которое я хочу допройти эту игру прямо сейчас, резко, быстро. Поэтому я сначала, типа, пройду Ghost of Tsushima а потом пройду... Выбей его, пожалуйста, из чё... А, он же сам владелец зимконференции. Давай выйдем. Нет, удачи. Я его выключу на стриме. Пошёл он... А, это Максим Кугайшер. Вот так всегда, блядь, Friendly Fire, да? Да, это гарантия. Там после каждой главы ещё насыпают активности. Да, после первого не насыпали, и я тут же их все прошёл. Сегодня мы вдвоём в Тракости. Вы слышите на заднем плане голос Тимура. Он где-то там, далеко... Ладно, включил тебя, брат. Короче, он сам выключился. Ну чёрт. Ну вот. Ну всё. Ну всё. Ну всё. Рис уходит из плова. Рис уходит из суши. Я отёл, блядь. На самом деле, я и говорю, я не знаю, зачем так заморачиваться. Мне Тимур напоминает того чувака с той картинки, знаешь, типа, мемной, о котором написано. Зачем дрочить каждый вопросик, блядь? Ты можешь просто пройти по сюжету. Я куплю видеоигру, я буду играть во всю видеоигру. Да-да-да. Буду играть во всём, что я заплатил. Я хочу посмотреть все активности абсолютно. Ну то есть, я бы на самом деле... Ну не знаю, смотри, мне просто зашла Цусима, да? То есть как-то я прям вот прям в неё погрузился, мне прям очень понравилось. И мне кажется, что она как бы, ну... Какие-то струнки души, что ли, задела, я не знаю. Ну то есть поэтому я там в ней выбивал плаку, ну просто потому, что мне было интересно и там прикольно в неё играть. Ну вот. Нахера это делать сознательно, я не знаю. То есть мне кажется, это странно. Ну, не знаю. Слушайте, говоря про всякую историю, у нас тут не только Sony новостями радовало на неделе, была ещё такая интересная новость от Microsoft. Небольшая компания Microsoft, да? Да, маленькая инди-студия 343 Industries при поддержке. Да, при поддержке скромного инди-издателя. Я должен сказать о том, что Цусима мне тоже очень понравилась. Я же вам рассказывал много раз о том, что она мне очень понравилась. Включи камеру. Нет, не включи. Кто тебе понравился? Мне очень понравилась Microsoft Сусима на самом деле. Я вам говорил об этом с самого начала. Да, да, да. И поэтому не очень хочется её пройти, на самом деле. Очень хочется пройти её на войну. Насхалу, Тимур. Я слышал, но вы же, блядь, не дали мне сказать этот момент, когда я отходил. Ты ты сам ушёл? Ну, потому что я должен был уйти. Ты же сам позвонил. Всё, не могу говорить. Да, 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 да. Так, ну ты вернулся, и чё? Я и сказал о том, что я на самом деле реально собираюсь пройти госсусиму, потому что мне очень нравится. Включи камеру обратно. Просто вся проблема заключается в следующем, что я вам уже говорил, что у меня нет времени, к сожалению, играть. И так как у меня нет времени играть и смотреть и так далее, просто, знаешь, когда у тебя два дня в неделю это шоу, плюс у тебя там типа 15 часов в день работа, плюс у тебя как бы ещё там личная жизнь, и ты должен куда-то там выезжать, ходить, это всё, короче, у тебя остаётся на игру там два-три часа в неделю. Давай обнимемся, да. Слушайте, я не знаю, как с тобой обниматься, потому что, потому что я вижу периодически, как в Твиттере, ты берёшь и каждый день играешь в игры и постишь скриншоты. По часу, да. всего, не-не-не-не-нет, ты тогда, типа, вот я погрёл флэт симулятор, а вот я погрёл ведьмака, а вот я в 15 раз… Знаешь как это работает, ты просто запускаешь свою игру, на которую ты можешь потратить час и не чувствую себя ущерби. Чувак, у меня нет часа. Как правило, эту флэт симулятор какую-нибудь. Проблему, понимаешь? как бы мне нету к сожалению даже ёбаного часа не давно тут по три часа играл battlefield 4 со слушателями не было два раза я поиграл в последние полтора месяца два раза зачем плотина в ту семью сумасшедший ты человек потому что можешь и просто почему ты не можешь ее просто пройти и забыть со мной а давайте по всем нему говорим мне игра очень нравится я хочу пройти на плате я хочу чтобы на финальных титрах не платит на возник такого не будет ну кому нет будет некоторые ачивки выбиваются только после прохождения кому я делаю вот это вот это полный пиздеж потому что у нас есть у нас есть завтрашайте люди у нас есть завтрашайте люди которые как ты как раз так и прошли игру что у них на финальных титрах было плотина так что нет дима я нашел все артефакты в первой локации я прошел все активности первой локации я прошел вообще все в первой локации и половину того что есть во второй локации поэтому нет дима я пройду нахуй всю эту кушу что в игре изейшие плотина долгое но он не запарно 0 про продлину в общем-то и говорю что проще пройти игру за 15 часов пройти уже я уже отыграл там 90 часов добавь в пояс тайм трекер эти блять умоляю просто добавь и просто чтобы он тебе знаешь вот сверлил тем мозг своими уведомлениями что вы сегодня играли восемь часов в тусиму блять всего вы где наиграли 875 часов у вас все еще плотина будила сегодня читал охуительный охуитель прикол что если вы размещаете свою анкету там на linkedin или на каком-нибудь там типа сервисе который может вам прислать какое-то уведомление то возьмите и добавьте эмодзи в свое имя и таким образом автоматически палятся чуваки которые типа автоматизируют вот эти вот рассылки знаешь там типа потому что сразу же вместо твоего имени возникает эмодзи но потому что автоматически отрезает вот только первое имя да то есть допустим тимур да там hello тимур там пишет да вот вместо тимур ты в самом начале ставишь эмодзи и там девушка короче на linkedin разместил свое резюме у нее эмодзи блять кружка пива и там hello кружка пиво было бы классно если бы может и было в поясине ник поменять на эмодзи блять я снаху просто берешь ставишь эмодзи какашки на эмодзи это всего пару сотен штук ты понимаешь что поэтому разберут можно собрать до несколько как бы командам знаешь там типа лягушка сердечко и я думаю что но в какой-то момент сделаю но не конечно сделаю пацаны у нас еще одна классная история в на этой неделе на самом деле подожди-ка вот мы ее проговорим как бы еще потом по дт я дочитаю сейчас секунду донаты сошник занес нам 100 рублей я сломал систему а впервые раз подаренным xbox а мне получилось то что тебе подарил xbox да он до сих пор стоит у меня бля я все хочу тебе xbox забрать на хуя он тебя блять все игры microsoft выходит пока я не знаю я я не знаю пошел на хуй блять чем он тебе то он тебе просто лежит даже нет пока нормально запустит все играть он собирает хаи ты чё издеваешься блять я все в севска 1 на нем играю с вами с нами да ладно серьезно да вы стримите отвечая на этот вопрос можно можно дочитаю или занесом 100 рублей вчера вы его платином в год of war и выбиваю в любимых играх и кайфую и жду скидон вот такой по моему та игра которая заслуживает фул прайса а возвращаясь майкрософту вы знаете там тоже не очень часто запускают xbox и судя по темпам разработки его infinite и знаешь вот эта новость из серии мы чтобы у нас горит лес горит уже подбирается просто к пегаполису поэтому мы позвали человека который занимается точнее мы позвали человека с канистры бензина тушить пожар вот примерно такого такого уровня назначения произошло в команде heo infinite потому что на игру вот ты знаешь ты зашел с плохой стороны почему с плохой стороны на самом деле нужно было просто знаешь вот вот надо было зайти другой совершенно позиции а давайте вы новый сначала проговорите чем помните помните в свое время комп компания банджи делала хэйло у них получалось неплохо потом они решили сделать новый крутой амбициозный проект короче и в этот момент компания банджи короче решил такой тип вот сейчас мы просто пиздец и немножко обосралась и получить потому что получил достойный один которую вот как бы вот вышла немножко порезанный немножко не доделанный немножко как бы не такой как идет типа все же хорошие нравилось тебе на хорошие но с душой нравилось нам же да то есть они ожидали типа что они сейчас делают ебу вырезали из нее там 70 процентов короче осталось 30 но получил все равно очень душевно так вот прямо сейчас по пути банджи идут 343 индестрис они тут и точно также потому что делать типа новую очень амбициозную игру которая кабану прям будет сильно лучше типа в чем все то что делали не до этого потому что это тоже будет играть типа оля дэст они где будет ну такой типа немножко сервисного элемента немножко копа немножко того немножко всего большой мир большой там типа куча квестов там типа вот это всего-все-все-все-все не удалось почему не кабыру всех у них есть желание делать типа свою дэст они ведь ни у кого не вышло но потому что все хотят не в режим ли бри 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 дэнк life world понимаешь лучше по не ford копировали вот серьезно я кстати говоря про игры сервисы ты знаешь что самое удивительное лично для меня что sony не педалирует на мультиплеер в этом поколении она сконцентрировалась на сингле да ну то есть мы видим что даже когда в играх появляется мультиплеер он все равно такой не хищный да но причем при этом sony из всех платформодержатели умудрилась делать самую адекватную лайв игру она называется гран-туризм спорт у нее есть постоянные бесплатные обновления у нее живой онлайн у нее киберспортивные лиги да она не для тебя и не для димы но она нашла свою нишу и хорошо в ней работает понимаешь это очень смешно если подумать потому что ну как бы от sony это вообще не ждешь но с другой стороны смотри у микрософта тоже есть лайф-игра которые у них очень любят фанаты постоянно выходят обновления и как бы в нее до сих пор я согласен я согласен и поэтому очень странно что они и его решили сделать газ у вас и так есть нормальный гейминг-сервис который работает делать просто хэйла хорошо если как бы у тебя есть как бы позитивный опыт в создании таких игр понимаешь да а у 343 студии с чего было хэйла 4 который был хэйла 5 который говно и что ну то есть как бы вот сейчас мы сделаем хэйла инфинит короче вы просто все забываете о том что самые главные две новости на неделе которые касались как раз хэйла 5 ее разработки заключается в первом чуть громче можно во-первых якобы банджи по мнению инсайдеров от какой банджи подожди вот 343 да они якобы по мнению инсайдеров отказались какой-то момент на фоне вот эти всей бучи что первый геймплей казался говнины сатой они якобы отказались полностью делать версию для xbox one s то есть типа по сути для предыдущего поколения но данный момент текущего поколения уже это проверили через год типа будет предыдущего поколения при этом они тут же это пошли опровергли короче но интересно то что как это на самом деле все будет развиваться будут ли они действительно ее развивать будут ли они ее делать действительно ли они будут все-таки типа минимальным знаменателем держать xbox one s или ну который просто просто xbox one по сути вот который меня там стоит будут ли они это делать потому что если они это будут делать как бы ну то игре предстоит примерно та же самая ситуация которая как напомню вам было у destiny 1 когда в какой-то момент они просто говорили братаны мы не можем вам сделать другой инвентарь и в игре потому что он не сможет грузиться на xbox 360 и на playstation 3 и в этот момент все-таки а нахуя можно вы пожалуйста просто отрубите вот этот xbox 360 и поэстрению таки не там типа играет целых там 58 тысяч человек типа и в общем то в какой-то момент они такие приняли в итоге решение что типу окей окей да мы отключим старые консоли но это типа привело к тому что в игре было большое количество ограничений которые нахуй были никому не нужны кому в этот момент я боюсь что в halo infinite будет такая же проблема что типа кому в какой-то момент типа там будет духу еще ограничений которые нахуй никому не нужны просто потому что в какой-то момент когда игру запускали они решились типа блять ну на xbox они есть хоть какое-то количество людей боксер из x нет никого силы фит просто жалко на самом деле то есть мне кажется что даже если например они бы обосрались с газом если бы она вышла на старте ее бы купила гораздо больше количества людей а теперь уже знаешь вот таки себя то думаю что таких за счет микрофон не нравится что ты как-то и долго делали муж но подожди понимаешь что на самом деле игра превращается в игру второго эшелона потому что например все время то же самое было у playstation когда вышел это то во первых dragon позицию как раз а во вторых драгонечка позицию она тоже вышла типа игрой 2 вышел она вышла в начале здесь 14 и то же самое было например на playstation 4 вышел инфу и инфимы саканса и волосы духу и народу купила потому что люди только-только вот-вот-вот в ноябре декабре январе только купили консоль и вот у них она только-только есть они только к ней привыкают короче и вот у тебя условно в марте ну ты считаешь что в марте выйдет я считаю что такое вообще не выйдет в следующем году да мне тоже кажется что она типа она не выйдет и вот в этом во втором слоте 22 февраля смотри какая интересная история то есть вы начали закрыла саму новость не озвучили дело в том что у хейла в очередной раз поменялся глава разработки и в этот раз его будет возглавлять джозеф стейтон это чувак который работал свое время надо по моему сценарием да он работал на чем он работал я напомню вам если вы не читали blood sweat and pixels от джейсона шрайера про который мы много раз рассказывали в нашем подкасте если вы вдруг не слушали наше интервью с джейсоном шрайером который собственно как раз к нам приходил в гости теперь рассказывал про свою книгу в 21 пикселс дело в том что в этой самой книге отлично написано о том каким образом создавалась destiny и что тот самый замечательный товарищ по имени стейтон привел к тому что в какой-то момент за полтора года до релиза игры destiny нужно было сделать vertical slice игры когда в этого условно тебе нужно прийти к издателю прийти к инвесторам прийти к команде прийти ко всем все вообще ко всем прийти и показать что из себя представляет игра какой она будет условно через там полтора-два года и он пришел и показал не vertical slice типа дайте геймплей там типа вот это все он показал блять ёбаную презентацию powerpoint и да да и сказал что вы знаете вот тут будут такие торты тут такие торты такая-то примерно музычка ну примерно такой атмосфер вот но у нас будет примерно такой сюжет и вот вы знаете вот примерно в этом сюжете мы сначала вот в эту планету идем потом вот в эту планету вот в эту планету а потом он в ту планету а вот тут мы на титан прилетаем а у нас есть вот тут чувак типа по имени осипис а потом у нас тут будет блять чувак вот по имени такому-то вот это все короче круто будет и так далее и все такие, ты чё, блядь, нахуй наделал? Ты чё наделал? И как бы его тупо выпиздили. Его просто выпиздили из банджа и сказали, ты чё, сука, охуел, короче. И в этот момент просто набросили всю остальную команду и сказали, братаны, у вас осталось полтора года до релиза. Спасаем игру, да. Просто, блядь, делайте, чё хотите. Но игра должна выйти, короче. Они сделали, чё смогли, и игра вышла. Просто вырезали, блядь, половину игры, пустили её, в итоге, напомню вам, половину в DLC, половину в Destiny 2 запустили. Половину на конкурсу ещё, да. Половину сюжета нахуй перепелили вообще, потому что, напомню вам, что брат королевы должен был быть твоим ёбаным просто, типа, коп-протагонистом, который должен был с тобой ходить, типа, и сделать с тобой всякие окупительные миссии. Я помню, ну, самое, да, самое первое геймплейное видео, которое они показывали, и там вообще всё было иначе. Там был другой этот брат, там совершенно поиначе было сделано. Он, типа, они встречаются в первый раз на земле, типа, и он там, типа, там пиздят, да-да-да, короче, и, типа, он должен был быть твоим, по сути, направляющим. Сайдкиком таким, да. Да-да-да. А в итоге его нахуй вообще выпилили, типа, он стал, типа, каким-то вообще там хуйпомикем, а твоим сайдкиком сделали бабу, которая, типа, вот этот Stranger Exo, короче. И даже её выпилили нахуй, и в итоге теперь, напомню вам, что сайдкиком она вашим становится полноценным в новом Destiny, короче, в котором вот этот вот прямо сейчас выходит, который, как это называется, типа, как-то там что-то там лайт. Да-да-да-да. Короче, вот то дополнение, которое сейчас выходит, я просто всё это к чему веду, что Staten — это не тот чувак, которого ты зовёшь на то, чтобы доделать игру. Вот это реально не тот чувак. Это говорю, это ты огнемётом тушишь пожар лесной. И, то есть, если людей такого калибра привлекают, чтобы спасти студию и проект, то есть, можно только Господу помолиться, чтобы представить, в какой он жопе за кулисами находится. Ну, если они возвращают реально супер-хай-профайл у чувака, выкупая его просто отовсюду, откуда только можно, я думаю, что, скорее всего, там реально пиздец. Поэтому я не верю, что игра выйдет в 2021 году. Это будет так. Они подождут до лета, не объявляя даты релиза и скажут летом. Знаешь, такая картинка выйдет. Statement for free for free industries. Игроки от этого только выиграют. 2022-й. Если честно, я согласен. Я считаю, что, типа, игра реально, скорее всего, там, в полном кластер-факе, типа, и, скорее всего, её нужно реально отложить, доделать. Мне кажется, им требуется просто сделать простую вещь. Им требуется отказаться от компании, поскольку они явно не могут её делать, и выпустить чисто мультиплеерный хейл. В мультиплеер будут хуярить просто как бешеные люди. Понимаешь? Как играли в Halo 5. Halo 5 было говно сюжетно, но в мультиплеер ебашили просто только в путь. Понимаешь? Этот Forge, который они добавили всю эту хуйню, это всё было довольно неплохо. Чувак, я не согласен. Ты понимаешь, что игра должна продаваться в магазах, чтобы люди приходили. Она должна систему толкать. Ты понимаешь, она должна систему толкать, чтобы, типа, люди пришли и такие, типа, хочу и в Box Series X, потому что там уже, блядь, новый Halo, а там новый сюжет, там дальше, дальше, вот это всё, там продолжается. Мастер Чифа нашли, сука. Понимаешь? А это всего ничего нет. А если скажешь, типа, мультиплеера только, то, блядь, чувак. Call of Duty это не помешало, знаешь ли, с Black Ops 4, которым только был мультиплеер. Блядь, чувак, это Call of Duty. Это вообще другое. И ты видишь, что явно это сработало не так хорошо, как они хотели, потому что в Modern Warfare, и в новом Black Ops есть синглплеер, на который очень большой марсинговый, вообще, вот, типа, фокус. Да, кстати, они, если бы прокатило так, как они хотели, они бы убрали сингл вообще. Зачем? Лишная статья. Явно, чувак, явно не прокатило. Потому что, ну, прям, прям стопудово видно, как они делают сейчас большой фокус. Заметьте, сейчас вот Black Ops Cold War, они не показывают, блядь, смотрите, как у нас там синглплеер в трущобах, блядь, Вьетнама, на пальмах стреляешь в гуков. Нет, нихуя, чувак. Вот тебе Мейсон, вот тебе пиздатые актеры, вот тебе пиздатые то, вот тебе все, вот тебе все классно, все красиво. А ты видел, как они проебались со сроками? Ну, то есть, явно были рекламные соглашения. Чувак, это самое позднее анонсированное Call of Duty ever. Нет, я не про Call of Duty, я про Хейла. Хейла, Monster Energy. Ты слышал, да, историю про Monster Energy? Да, да, да. Уже банки лепят, блядь, этот энергетик, уже с кодами, но коды будут действовать, когда инфинит выйдет. Я могу представить, представь себе чувака, который банки дома хранит, или записывает на листочек эти коды. Нет, фоткает на телефон. Да, 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 типа, чтобы не забыть, напомнить себе через год или два года, когда Хейла выйдет, она дает какую-то курь. Я напомню тебе аккуратненько о том, что Wonder Woman и коллаборация Xbox One X сейчас аккуратно показали. Смотрите, какие охуенные вы консоли, вы под Wonder Woman 2 сделали под фильм Wonder Woman. Но мы их не будем продавать, потому что Xbox One X сняли с производства. Это первый момент, а второй момент, а фильм не вышел вовремя, потому что ковид. Пам-пам-пам. Ты понимаешь, что реально фильм, типа, фильм должен был выйти год назад еще. Год назад. Не, не год. Это летний блокбастер, он уже был летом выйти, по идее. Летом, год назад. Чувак, его реально... Давай, я, короче, к тому, что... Сгущим. Понятно, что Хейла в кластерфаке, понятно, что ковид всем поднасрал. Понятно, что могут перенести. Вы мне скажите такую вещь. Вы верите в то, что в 2021, а они уверяют, что именно в 2021 никаких переносов на 22, никаких отмен выхода на старых Xbox'ах? Вы верите в то, что Хейла в 2021 выйдет и будет доделанной или будет хотя бы интересно? На старых Xbox'ах они провергли. Скорее всего, он все-таки там выйдет. Ну, я и про это говорю, что никаких идей. Я уверен, что они, скорее всего, откажутся от своих слов через год. Ты уверишь, с какой скоростью? Я думаю, что, скорее всего, в конце 2021 года, в ноябре он выйдет. Короче, записывайте за Старокастом, потому что вам нужно будет нам цыкать палочкой и говорить, типа, что «А, сука, проебался!» Пошли нахер! 1 января 2021 года. летом нас ждет красивое сообщение от комьюнити-менеджера. Знаешь, такая картинка. Или даже стоит там такой с извинениями будет сидеть и говорить. Мы посмотрели на скорость разработки нашей игры, провели несколько внутренних тестов, решили, что до улучшения качества игры, потому что мы любим наших фанатов и игроков. Мы все-таки сместим релизное окно на 2022 год. Возьмите, Максим, к комьюнити-менеджерам какой-нибудь игры. Он будет такую хуйню нести с умным видом, блядь, на каждом стриме. Блядь, пожалуйста, реально возьмите Макса вот комьюнити-менеджером, он будет крутой чувак. Короче, пацаны, в общем... Подождите секундочку. Не главная на евре занесла на 300 рублей. Цусим не зашла, очень не расстроился, давал ей 3 шанса, даже рукав забитый не помог. Я один жду скидон на Animal Crossing. Скидона на Animal Crossing ты вряд ли дождешься. Будешь сдать лично. Если только в ритейле купишь картридж. Вот, так что вряд ли он будет. FireLore занес нам 1400 рублей, лучше бы в Destiny 2 вернули в Кейт 6 с новым апдейтом. Может и вернут. Ты же не знаешь, как там все... Я напомню вам, что Кейт 6, так как он является экзо, и так как он был убит, то единственная возможность, как он может быть резурректнут, это он может стать Кейт 7. И он будет, по сути, как бы определенная часть памяти, которая была где-то как-то у него сохранена, он может, например, стать персонажем, который скажет, что я вообще тебе не знаю, это кто такой. Ну типа у него память откатится на 200 лет назад. Напоминаю, что в Fantasy никто никогда не умирает полностью. В комиксах. Да, да, да. Кроме Барамира, да. Спасибо за спойлер, мудло. Сука. Я думаю, тут можно логично перейти к нашим впечатлениям, потому что на неделе у нас их было много. Слушайте, пацаны, у меня охуительное впечатление, которое я вам уже рассказывал, типа, чуть-чуть в ДТКД, типа, ну, в нашем... Я напоминаю вам, если вы вдруг слушаете Завтракаст, и вы знаете, о чем мы говорим, мы такое, типа, периодически упоминаем название ДТКД, это наше YouTube-шоу, которое происходит на нашем YouTube-канале. Оно выходит в основном по пятницам или изредка по субботам, где мы обсуждаем любые темы, но мы стараемся не касаться тем, которые пересекаются с Завтракастом, и стараемся просто рассказывать про то, что нас, типа, знаете, впечатлило, взбудоражило, от чего у нас бомбит и так далее. Хорошее видео-шоу, его смотрят все больше людей, как бы все больше наших слушателей о нем узнают, поэтому, если вдруг игнорирует наш YouTube-канал, и, например, там в какой-то момент, типа, наш там, типа, подкаст не выходит, например, то вы можете реально совершенно спокойно переключиться на наш YouTube-канал и посмотреть ДТКД, потому что, по сути, мы выдаем контент два раза в неделю. В основном, если у нас это получается, это подкаст и ДТКД. Короче, пацаны, я рассказывал примерно вкратце, но я хотел рассказать мне тут на тест давали супер-гипер-ёба-ноутбук за очень-очень большую стоимость, порядка 300 плюс тысяч рублей. Я устроился поудобнее, сейчас будет колл-стори, смотри. Хе-хе-хе-хе, давай. Короче, ты неправильно делаешь, у тебя на кресле есть такая функция, ты можешь вот так же. А, и уйти из кадра, да, спасибо. Я не могу шевеллються, потому что у меня на коленях спит кошка. И как бы это единственный способ её успокоить, потому что вот я выходил из кадра, я бегал за кошкой и пытался её успокоить. Она ходила, орала тут везде. Видимо, хотел на ручки просто. Вы, кстати, заметили, что Максим наконец-то купил на камерный свет, и поэтому теперь он выглядит нормально, а не пересвеченным, фиолетовым таким, типа, моржовым. Я заметил, что из нас всех, то есть вот из нас троих, да, мы с Максимкой выглядим как такие чуваки, которые, знаешь, это волт-двейлер такие, знаешь, очень, очень, очень бледные и очень такие прям вот светящиеся лица. И только Тимур выглядит загорелым. Чувак, один день загорания. Один день, серьёзно? Один день, да. Один день. Я очень быстро загораю, потому что у меня внутри татарско-турецко-арабская кровь, короче, поэтому я быстро загораю за один день, да. А у тебя дома есть какая-нибудь сабля, которую ты точишь по ночам? Нету. Чувак, у меня фамилия... А когда, когда начнётся... У меня фамилия из сейфер-млюков, ты понимаешь, что эта фамилия Сайф-Аль-Муллюк, это меч королей. Алло. Ну, у тебя должен быть такой кривой меч, как это. Скоро, брат, очень скоро. Ты просто... Когда начнётся расовая война, вот, Тимур достанет этот меч. Бля, пацаны, вы чё? Вот зря такие вещи. Ты помнишь, когда начнётся расовая война, нет? Я помню, но я не одобряю. Я пошёл за ножиком для обрезания. Там был нарезован такой негр, который с пистолета смотрит и плачет, и написано, когда начнётся расовая война, это я пытаюсь убить Тони Хока. И самый прикольный, 12 процент населения. 12 процентов населения. 12 процентов населения не могут начать расовая война. Чего это? 12 процентов в США. Ну, а что они так могут начать? Я не могу. Ладно, хорошо. Ну, я здесь ребеноком, ну, хорошо. Иначе начнђтся Джорджа, Джордж Флэйдツ икс, икс, 3 миллиона, понимаешь? Поэтому... Можно я немножко в контексте темы, но немножко так вот. Короче, я тут смотрю документалку, я не буду про неё в подкасте особо говорить, документалку про Чарльза Мэнсона, который маньяк, как это, не маньяк, а глава секты. И там речь идёт про 60-е, и там показывают, типа, вот, в 60-м, каком-то там 3-м, 4-м, 5-м году было очень тяжёлое время в Америке, очень тяжёлое. Причём документалка сделана, знаешь, там, чуть ли не в начале года, то есть ещё до ковида. Очень тяжёлое время было в США, такого никогда не было. Была расовая война, там, беспорядки. И показывают кадры, знаешь, там, а выглядит всё точно так же, как будто, блядь, после этого Джорджа Флойда убитого просто, блядь, один в один. Да Портланд какой-нибудь, знаешь. Горят какие-то здания, куча негров там бастует с этими, с плакатами, там, и прочее. Было очень тяжёлое время. Да! Это так забавно наблюдать в 2020-м. Ну, ладно, ну. Бля, ладно, пацаны, короче, заканчиваем всякие эти расовые, политические темы, и вот это всё, короче, социальное и так далее. Типа, в общем, дело в том, что я рассказывал, опять же, за ДКД, я уже только что об этом сказал, про то, что мне дали на тест Asus ROG Zephyr Duo 15. Вы представляете, насколько ебанутое название ноутбука это? Короче, это супер-ультра-дорогой ёба-ноутбук от Asus. Геймерский ноутбук. У него два экрана, я смотрю, да? Его основная особенность заключается в том, что, типа, у него реально два экрана. Во-первых, у него есть, типа, обычный экран, который, как бы, это, по сути, 4К. Это верхний. Да, это верхний экран, который, ну, то есть, это натуральный 15 дюймов 4К. Это, ну, как бы, это реально охуенно. И у него есть второй экран, который вынужден выступать таким своеобразным дашбордом, который виндуй, естественно, воспринимается как, типа, вторичный экран. Куда ты можешь перетащить, типа, любое окно, любую поебень. Но подразумевается в кейсе Asus, типа, что ты туда будешь перетаскивать, например, всякие стримерские штуки. А он с тачем второй экран? Да, он с тачем. Вот. То есть ты, соответственно, типа, как будто ты, например, там, стримишь, типа, какую-нибудь игру, у тебя играют, там, типа, в 4К, а снизу у тебя, типа, управление, например, там, стримом. Или ты видишь, например, так, блядь, процессор греется до 89 градусов, что делать? И вот это все. Вот. Какой-то очень специфический кейс, честно тебе скажу. Ну, то есть, прям вот, знаешь, прям совсем-восем. Чувак, смотри, ну, так или иначе, это геймерский ноутбук, на котором у тебя подразумевается, что на втором экране у тебя будет или дашборд, или у тебя будет там, соответственно, типа, как будто управление трансляцией. Но я не знаю, у тебя может быть панель управления эффектами в том же Audition. В том числе. Там, там, может, блядь, чувак, у тебя в том числе, может быть, например, для трансляции, учитывая, что это геймерский ноутбук у тебя, может быть там, например, в управлении трансляцией переключения между сценами, саундборд, там, и так далее, и так далее. Ну, то есть, у тебя может быть... В виртуальном симуляторе можно туда вытащить карту. Да. В том числе, короче. То есть, у тебя, по сути, является такой, типа, второй экран, куда ты можешь что-то, типа, запихивать, что тебе более-менее полезно. Я могу сказать так, что, смотрите, первое впечатление, которое мне оставил этот ноутбук, я такой подумал, типа, блин, ну нихуя себе, конечно, они собрали такую, типа, ёба-машинку. Она идеальна, в первую очередь, для людей, которые очень-очень хотят ПК-гейминг, и которые очень много путешествуют. То есть, типа, вы понимаете, что вы, ну там, как, знаете, какой-нибудь условный Генри Кевилл. Вы ездите постоянно по всему миру, снимаетесь то Суперменом, то Ведьмаком, то еще кем-нибудь, короче. Вы живете в трейлере. Вы пекарь. Вы живете в трейлере, и вы пекарь, и вы хотите играть пиздата. Я могу сказать, что у меня машинка была с охуенными характеристиками, потому что, как бы, вот у меня на тесте была машина с Core i9, восьмиядерным, короче, ну такой, типа, реально очень мощный провод. Мы посчитали с Димой, что он примерно, ну там, раза в два... Не, сколько идет, типа... Ну, короче, он был, типа, ну, типа, менее мощный, но не суперменее мощный, чем его текущий процессор, короче. То есть он был, типа, менее мощный, но не настолько, типа, прям... Ну, мобильный, господи, стандартный мобильный процессор Intel, да. Он не стандартный мобильный процессор. Ну, я имею в виду, что он обрезан по сравнению с десктопным, в любом случае. Короче, это довольно мощный мобильный процессор. У меня было 32 гигабайта оперативки, у меня было 2 терабайта SSD, причем довольно мощные, и у меня было 2080 Super. Но, чтобы вы понимали, 2080 Super Max-Q, она находится примерно на уровне 2070. Десктопный. Ну, десктопный. Десктопный 2070. Но я могу сказать, что все равно, конечно, когда у тебя есть мобильная машинка такого уровня, это, конечно, впечатляет. Потому что мало того, что когда ты, ну, ты просто включаешь, типа, компьютер, и у тебя он, типа, запускается как макбук, знаете, там, типа, за 5 секунд, ты, типа, нажимаешь, у тебя все включается. Типа, набираешь там пароль, типа, все, у тебя уже все работает. Только тебя берешь, запускаешь контрол какой-нибудь, раз, все, у тебя главное меню. Ну, типа, это реально происходит быстро. И вот ты заходишь в контрол, и, типа, начинаешь играть, и у тебя все еще и выглядит пиздано. Я могу сказать, что, конечно, это, впечатляет с точки зрения того, что когда у тебя в маленькой машинке графон существенно лучше, чем на PS4 Pro, и ты такой, типа, играешь, и немножко охуеваешь от того, насколько это, типа, конечно, впечатляюще и круто выглядит, ты такой, бля, ну, типа, ладно, окей, это, типа, реально круто. Но есть сложность. Первая сложность. Мне нравится это, да, вот я, конечно, как бы, ну, не расист, но... Я могу сказать так, типа, что, несмотря на то, что, конечно, технические характеристики очень сильно впечатляют, но... Вы понимаете, что в дорогущей почти 300 тысяч рублей ноутбук у вас ставят дисплей 4K? Ну, он такой хуёвый. Что, сам дисплей? Он такой... Вот я сейчас, прямо сейчас, разговаривая с вами, смотрю в дисплей MacBook Pro, 15 дюймов, короче, ну, типа, он охуенный. Вот у меня есть, типа, дисплей, например, там, типа, iPhone, iPad, у меня есть дисплей, вот, LG OLED, например, они охуенные. Дисплей Asus Roga пиздец хуёвый. Ну, то есть, как бы, ты понимаешь, что у него угла обзора говно. Ну, то есть, там, ТН-матрица какая-нибудь? У него гостинг. Прямо гостинг пиздец. То есть, типа, у тебя что 30 фпс, что 60 фпс, что 70 фпс, что 120 фпс. У тебя, блядь, пиздец гостинг просто. Прям нереальный. И у тебя, может быть, 4К разрешение. Но у тебя такой гостинг, что ты просто сидишь такой, блядь, серьёзно. А ты пробовал его вывести на монитор другой какой-нибудь, или не стал? Я пробовал. Я могу сказать, что на OLED, на моём, типа, вот на... У меня OLED B8 охуенно выглядит. Прям вот круто. Прям вот реально круто, короче. Как машинку он охуенный. И 4К дисплей он тоже охуенный. Но он просто хуёвый в плане качества. Ты мне, кстати, напряг. Тут написано, что у него рефрешрейт 300 герц. IPS панель. Правда, написано, что Full HD почему-то. Это, видимо, когда другая может... Ну, потому что 300 герц. Потому что... Другая модельная, да. Другая модельная, да. Блин, чувак, короче... Чуть в 4К... Ну, прям печалька. В общем, ты не боялся экраны, я полночу. Экран прям вот пиздец, короче. Второй момент, связанный с тем, что... Макс, мне уже говорилось, потому что, вот, знаешь, Тимур, ну, ты должен не обижаться, потому что... Ну, на винте все тачпады говно, короче. Тачпад просто от пизды. Ну, ты сравнишь с макбуком? Не-не-не-не. Да, конечно. Не-не-не. После тачпада макбука порой 2013 года, после тачпада макбука 2008 года, после тачпада 2019 года макбука, тачпад в Windows-компьютере, еба в Windows-компьютере 2019 года, просто ссана ебучая параша. Не забывай о том, что это все-таки игровой ноутбук, и скорее всего ты павлики на мышку. Я даже не в этом это еще и винда. Чувак, чувак, у меня есть мышка Asus Rock, и она довольно-таки классная, она хорошая, она клевая мышка. Я только не понимаю, почему тачпад это говно такое. Почему тачпад такое говно спустя столько лет существования на рынке макбуков? Вот у тебя есть макбуки, в них хорошие тачпады. Почему в твоем топовом ноутбуке 2019-2020 года такая ссана ебучая параша, почти невозможно пользоваться твой тачпад? Ну просто, просто пиздец, короче. Второй пиздец, блядь, пацаны, ну это просто, ну третий, точнее, уже после экрана, короче. Это, конечно, блядь, клавиатура. Ну, я понимаю, да, островная клавиатура, это все, но, блядь, клавиши так смещены, ну, поточнее другу, что у тебя просто невозможно печатать. Ну, ну просто... Потому что они не для печати сделаны, Тимур. Блядь, чувак, в САД тоже сделан хуёво. Ну, знаешь, Макс, вот ты говоришь, не для печати, а вот одной из фичей, которые Asus на своём сайте хвастается, это то, что можно её использовать типа не только для гейминга, но и там для других. Этого я не знал, Дима. Этого я не знал. Смотри, есть, типа, другие. Я ищу отмазки, погоди. И здесь есть мультитаскинг. Вон тебе сверху, пожалуйста, Visual Studio, внизу там у тебя Телеграма и прочее. Вот ты купил такой, типа чисто программировать на таком ноутбуке. Пожалуйста, в чём проблема? Слушай, я могу вам сказать, all in all, если так посмотреть, типа, то этот ноутбук, это реально edge case для людей, которые очень хотят играть на ПК. Причём, круто играть на ПК. Ну, то есть, уровень, условно, PS4 Pro, Xbox One X, но в полях, и вы не хотите вот эти все вот эти ебучие консоли, вот это всё, короче, вы хотите ПК. Это реально ноутбук, который сможет выполнить эту роль. Вы сможете реально взять этот ноутбук и специально, ну, там, типа, выиграть на отдыхе, в командировке и так далее. И, типа, вот у вас нет возможности из-за вашего расписания, из-за вашего там ещё чего-нибудь, там, типа, у вас жена, вот это всё, короче, у вас нет возможности, там, типа, купить прям вот Tower такой, типа, и так далее. Но вы можете купить вот этот ноутбук, типа, и у вас реально пиздато хорошо будут идти все современные игры. Я могу сказать, что я запустил Control в 1440p с высоким уровнем RTX, на ультрах, на полных, с DLSS-ом из 1440p в 4К, причём DLSS работает очень хорошо. Я могу сказать, что, ну, прям пиздец впечатляет. Ну, типа, вот там, типа, 60-70-80fps, примерно так, типа, вот она работает. Ну, типа, это реально впечатляет, это очень круто, потому что, напомню вам, что на PS4 Pro она идёт в 30fps. Без всяких, типа, RTX-ов, без всего такого. Здесь у тебя, типа, с RTX-ом 60-70fps, она идёт. Да, на хуёненьком дисплее, но ты можешь подсоединить HDMI к хорошему дисплею, если что, если вы ездите постоянно, типа, на отдыхе, там, с семьёй и так далее, типа, то вы приезжаете в отель, у вас есть маленький, хуёвенький, типа, телевизор, вы берёте, втыкаете в него, типа, и играете, типа, в 1080p на хуёвеньком телевизоре, но на более-менее большом, там, 32 дюйма, или высадитель. Я тебе ещё один кейс могу назвать шикарный для этого ноутбука, это когда у вас компьютер стоит в рабочем кабинете, как у меня, телевизор достаточно далеко ваш, шикарный и классный, и можете просто тупо этот ноут притащить к телевизору, подключить и получить отличный ПК-гейминг, не таская свой сраный ящик и не прокладывая коммутацию, потому что сказать, что я затрахался выводить HDMI в соседнюю комнату, чтобы был 4К, HDR и 60 Гц, это ничего не сказать, это история достойной ДТКД. Ну вот вы обсуждаете в основном игровые его характеристики, а я могу сказать, что вот тут на сайте, пока вот и говорить я ковыряю, тут предлагают разные кейсы использования, и вот тут, например, запись там, типа, предположим, подкаста, или там какого-нибудь там, типа, инструмента. Стрима. Да, нет, я просто именно не про стримы, да, и тут вон все эти микшеры ты выводишь на маленький экранчик, довольно удобно, потом там, например, цветокоррекция, вот тебе, пожалуйста, там, типа, запустил ты какой-нибудь, как он называется, Adobe, я забыл, для цветокоррекции, Макс, Lightroom, господи, запускаешь какой-нибудь Capture One, Lightroom, вот, или там, например, какая-нибудь архитектурная программа, еще прочее, я могу сказать, что этот ноутбук удивительным образом подойдет одному нашему знакомому, который занимается трехмеркой, вот у него дома стоит 4К-монитор, ну, типа, чтобы в рендере, там, в высоком разрешении все эти маленькие рекламные ролики для телевидения и прочего, ну, вот, и вот для него такой ноутбук будет довольно хорошим подарком, потому что в нем уже есть 28, супер, понимаешь? Слушай, я могу сказать так, что, типа, вообще, типа, если ты являешься 3D-шником, например, типа, и ты вот там, типа, хочешь путешествовать, хочешь куда-то ездить и вот это все, это реально охуенно крутая рабочая машина на Windows для человека, который вот, типа, не привязан к дому и которому нужно куда-то ездить, путешествовать, так далее. да. Но вы, скорее всего, захотите взять как минимум мышку, типа, нормальную пизда, типа, на USB и вот это все. Я не считаю, это проблемой. Я считаю, что это... И вы, скорее всего, захотите взять с собой нормальную клавиатуру на USB. Ну, насчет клавиатуры спорно, а вот насчет мышки, я тебе могу сказать, что ты привык... Послушай, ты привык к макам, ты привык к тому, что на маке все делается на тачпейде, ты привык к этим жестам и прочее. Я тебе могу сказать, что на винде до сих пор мышки везде. То есть, даже если у тебя там тачпейд более-менее хороший, ты все равно подключаешь мышку. Просто потому, что, ну, блядь, это удобнее. Я знаю, потому что на винде не научились нормальную работу тачпада все еще до сих пор. Нет, просто на винде пауэр-юзеры в основном используют хот-кей. Или так, да. На винде очень... В отличие от мака, кстати... И на маке... Ну, на маке не в такой степени. Более тракторный сетап. Общее впечатление какое. Смотрите, я могу сказать так, типа, что если вы, ну, если вы берете его для игр, то, типа, конечно, вы должны быть очень богатым дохуя геймером, потому что, ну, типа, условно там 250-350 тысяч рублей для того, чтобы быть пизда там мобильным геймером, это, конечно, дохуя. Ну, типа, если у вас есть... Но если у вас есть такие деньги, типа, и вам хочется, типа, путешествовать, и чтобы с вами был вот этот ваш замечательный ё-б-пк, как бы, вот в том виде, чтобы, типа, нормально играть в пиздато во все современные игры, да, классная машинка. Если вам нужна пиздато рабочая станция, у которой будут, типа, RTX и вот эти стендерные блоки, вот это всё, короче, чтобы, типа, нормально рендерить условно, какой-нибудь условный там After Effects типа где-нибудь тоже в пути, это охуенная машинка тоже для этого. Но вы должны быть готовы к тому, что у неё хуеватый экран, хоть и 4К, у неё историчный экран, который с тачем, ну, с тачем, короче, но он тоже довольно хуеват. Кстати, если что, вторичный экран, тоже 4К, то есть он 4К, 3840, что ли, типа на 1080, по-моему, короче, вот, то есть, типа, второй экран тоже, типа, ну, то есть он DPI такой же, как основной экран, то есть, типа, у него плотный пиксель примерно такая же. но вы должны понимать, что, типа, если вы хотите получить от этого компьютера какой-то, типа, пиздатый классный experience, если вы являетесь пользователем Mac, нет, вы не получите его. Если вы являетесь пользователем какой-нибудь последней версии, там, пиздатый Ubuntu с кучей наверно плагинов, нет, вы не получите этого. Если вы являетесь обычным пользователем Windows, то да, скорее всего, вы получите привычный experience, который вот такой немножко костыльный, немножко хуевый, с тремя разными панелями управлениями и, типа, с кучей всяких проблем это о том, что, типа, вы не сможете запустить какие-то базовые вещи, потому что запуститесь из администратора, а вы запустились из администратора, блядь, брата, ну, не, все равно не идет. Переставь все драйвера, короче. И вот это все, короче, я могу сказать так, что, типа, для меня весь experience от этого компьютера разрушил Windows, потому что я стал, я столкнулся с огромным количеством совершенно неочевидных, дебильных, тупейших проблем, связанных с виндой, которые, типа, ну, просто с нихуя. Ты вот просто, ты этого вообще не ожидаешь, типа, а у тебя какие-то совершенно проблемы неочевидные для тебя, которые ты вообще не ждал, ты думал, типа, что, блядь, это уже все давно, там, 500 миллионов раз решено, типа, не, нихуя не решено. Просто вот не решено, пошел нахуй, просто страдай. Мне просто интересно, в какой момент до тебя дойдет, что, в общем-то, ноутбук-то не виноват, виновата именно винда. Я пытаюсь об этом сказать, о том, что, типа, у ноутбука хуевата клавиатура. У него, ну, более-менее нормальный тачфат, который, скорее всего, хуево работает на винде, и, как бы, у него крутые характеристики, у него прямо охуенные характеристики, и ты понимаешь, что вот эти охуенные характеристики, они все сжираются хуевостью винды. И, как бы, когда ты запускаешь игры, окей, это все отходит на второй план, потому что у тебя контрол идет заебись. Ну, у тебя пизда, ты идет классно контрол, у тебя идет классно пизда, всякие другие игры, я там пробовал Mutant Year Zero, как там, Mutant Year Zero, Year Zero, да, короче, да, я пробовал, типа, кучу всяких остальных игр, типа, я попробовал, блядь, Call of Duty новый, все идет пиздато, все идет хорошо, все идет настолько, типа, что ты можешь пиздато играть. В плане геймерского ноутбука охуенно. Если ты попробуешь, типа, как бы, все, что остальное связано с работой, типа, окей, если оно хорошо идет на виндовсе вообще, оно хорошо будет идти на этом ноутбуке. Если на твоем вот конкретном примере у тебя на винде что-то вылетает, что-то идет плохо, приготовь все, оно будет хуево работать на этом самом ноутбуке. Но это еба-машина просто с еба-характеристиками, которая очень крутая для людей, которые не живут, ну, типа, живут дома вообще по минимуму и просто постоянно колесят путешествует. Это охуенная история. Просто, вот я прям реально, вот если вы тот самый человек, который постоянно ездит и, типа, понимаете, что, типа, бля, я вот буду, нахуя буду собрать вот игровой ПК, вот рабочий ПК, нахуя, вот пойду, куплю макбук, буду страдать в 3D Max типа на буткампе. Блядь, вот этот ноутбук, типа, плюс клавиатура, плюс мыша, это охуенно. Я все думаю, как тебя завернуть в том контексте, чтобы ты сворачивался, потому что ты затянул по этому ноутбуку. Не, ну все, короче, это вот я хочу на этом закончить, типа, что вот в том виде, в котором он существует, это подойдет не всем, но, типа, если вот определенные edge case, определенные, типа, какие-то конкретные вещи, типа, мыша, клавиатура, вот это все, внешний монитор желательно, короче, тоже заебись, все хорошо, но без этого, без всего, короче, ну, ты желал, да, я понимаю, типа, если вы покупаете, типа, какой-то, типа, ноутбук, который будет хуеве, монитор, который не 4К будет, но при этом, такие же характеристики, например, то, может быть, это тоже будет лучше, ну, потому что здесь деньги берут за 4К монитор, и второй почти 4К монитор, понимаешь? Я тебя понял, не главное врезание, остановить рублей, сам такой, Тимур, иди, играют low 2, ведь так хочется услышать мнение каждого из вас, вот вам на 200 выпуск идейка, Макс, готов к новому году? Да я-то чё? Ну, до Нового Года пройди, ластового старой. Да, хер ты пройдёшь, блядь, до Нового Года, ты чё-то не рассказываешь. Бля, пацаны, я пройду, я пройду в госов с чима сначала на плотину, а потом... Дааа. Бля, пацаны, про low 2, охуенная история, хотел вам рассказать, блядь. Тимур, не, бля, пацаны, сайдтрекинг, сайдтрекинг пиздец. это очень круто, играли, что есть там такая героиня, которая является девушкой, главной героини. Её зовут Дина. Ну, и ты видела актрису, которая играла, увидела себя и заплакала? Это история? Нет, мы увидели актрису, которая стала прообразом Дины, короче, её зовут Сайра. Так. Чтобы вы понимали, Сайра является не просто, типа, актрисой. Так. Она, она является моделью. И Сайра, кроме того, что подарила образ Дины в The Last of Us 2, она подарила образ своему OnlyFans аккаунту. Я ждал этого. Так вот, короче, так вот, пацаны, Сайра Роуз. Я буду не готов. Так вот, Сайра Роуз, короче, сыграла Дину, по сути, подарила свой образ Дины. Я нашёл эти картинки, сейчас я вам их покажу. У неё есть свой собственный OnlyFans аккаунт. Ну, какие тут картинки. Так вот, короче, я надеюсь, что нет, но смысл в том, я последнюю не буду показывать, там прям хорошо вообще, на самом деле. в том что девушка конкретно зарабатывает тем что за денежку выкладывает свои сисечки сосочками и свою пизденочку короче и вот ты сидишь такой и но я могу сказать что если честно если честно по-мужски чисто в жизни она выглядит лучше чем ее протагонистом зла 100 раз мы сделали такой типы стереотипный такой простенькой типа девицей как бы она такая типа прям прям нормально такая прям вот типа брови сиськи честно тебе скажу она и не особо-то похожи на персонажа но с учетом посмотри вот вот если я ну ладно скриншот нашел типа но если ты посмотришь типа и на ее типа сравнение типа ее самой с ее самой ну вот здесь вот есть на скриншоте ниже я вижу да да она похожа но типа не сильно но похоже ну потому что это базис для скульпта его потом дорабатывают потому что есть еще неудисы есть но показать я их не могу бля чуваки там есть дохуя неудисы дохуя мне вспоминается совершенно прекрасная картинка что за херня я заплатил 10 биткоинов за там соусу 4 терабайта он для fans leaks и у меня был архив вот с этим там знаешь архив этом 40 терабайт фотографий вентиляторов короче в общем с дин это все понятно короче в общем я последний по историю по поводу ноутбука хотел сказать о том что мы с максом случайно что тут пасную статью написал типа чувак который в лесном люди программисты с долины ну из типа силиконовой долины он высказал очень очень правильную очень интересную мысль с которым мы тоже столкнули за последнее время дело в том что помните вот эту самую незыблемую истину о том что когда ты покупаешь мак что он вообще-то типа кубу это хорошее вложение будущее потому что он очень сильно не теряет цене что он и прошло до 2 и по через три четыре пять шесть семь лет и потому продаешь и у него хорошая цена все еще ты код короче недавно провели исследование выяснили что маки стали очень сильно терять в цене если раньше это было не так типа если раньше условно ты мог купить типа макбук и через два года через год-два продать тимурчик 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 можно на том чате хорошо написали что эта девушка не она на самом деле эту как ее дину другая актриса карадону да сейчас я вам покажу вот она как раз похожа на своего персонажа один-в-один просто вот можешь посмотреть это ладно не понял то есть у строкас объебался по факте прорекламировал левый он ли фонс какой-то там короче пацаны в общем вот это вот вот это не очень а то а то нормально похоже немного но короче пацаны дело в том что я могу сказать что я вот недавно например когда перед тем как купить себе макбук 15 дюймов 2019 года я продавал свой макбук про 2013 года который был типа более или менее нормальным таким 13-дюймовым там средней конфигурации я купив его за пятьдесят восемь тысяч рублей в 2013 году 58 тысяч рублей это это примерно на сейчас ну на нынешнем курсе там типа 130 тысяч рублей то есть типа условно купив его тогда плюс-минус за 130 тысяч рублей короче я его умудрился продать спустя шесть лет за 45 тысяч рублей ты потерял где-то процентов сколько 60 77 например на 70 процентов за шесть лет но при этом вот чуваки говорят о том что на самом деле сейчас конечно ситуация стала хуже потому что через два года ты теряешь уже 40 50 процентов до этого не было раньше почему это происходит из-за чего это связано с тем что во первых макбуки стало сложно апгрейдить во вторых и стало сложно ремонтировать иметь сюда крошки то что вообще вообще почти любые вообще и эры то же самое тоже это я ника не апгрейдились кому хотя бы доставить достаточно распаян на материнке а какую-то доставить из sd можно было раньше достать можно было в эре не можно было можно было можно было поставить себе 512 гигов спокойно да ну блять это какая-то хуйня в старых вот этих самых старых это какого какого года потому что у меня 4 до 2016 до 2017 года их типа можно было можно было типа взять и поставить новый стандартный я подруга так сделал меня у подруги был 2014 года жена тут же нету штатной истории апгрейда это в любом случае они предпринимают сервисный центр они выпаивают сюда не упаивают я носишь мссд-шник тебе а я имел я вам так скажу самая главная проблема которая здесь есть как человек который сейчас пытается продать аймак 27 то есть потому что мне он бы уже не нужен и он уже просто не тянет но реально не тянет они справляется низкая цена то есть он тяжело идет мне даже никто не звонит не пишет и проблема вся в том что я могу этих людей понять потому что смотрите аймак 27 2015 у меня 2015 года он так собран что например если у тебя на экране появляются засветы даже сам ебаный экран нормально не отдерешь то есть вот это самая главная проблема маков на вторичке особенно новых последних пяти лет их страшно тяжело ремонтировать с ними толком ничего нельзя сделать я я просто не понимаю а что поменялось блять я помню году так в 2015 мы не согласен 2012 я помню свой самый первый макбук этому ему вот был мид 2012 еще когда nvidia стояла кстати в маках но и он прям от за отличную цену у меня ушел я его перепродал потеряв через четыре года четыре года до было тридцать процентов или сорок процентов явимся знаешь почему потому что я добавил шара тем лишь памяти они статьи пишут о том что типа через год два ты можешь продать его за 70 процентов стоимости через год-два мне кажется нормальное явление разве но это быстро потери в цене просто вы рассуждаете типа бля 2012 году было не так бля 2012 год был я тебе объясню кому я тебя поддим я пытаюсь объяснить почему было не так ну потому что когда я покупал ноутбук в нем было 8 гигабайт оперативной памяти и жесткий диск с 500 гигабайт всего жесткий диск когда его продавал там стоял 16 гигабайт оперативной памяти и был ssd на 500 гигабайт это был совсем другой ноутбук по юзер экспириенсу я мог его улучшить тем самым увеличив его resale value более того этот resale value поднимался в глазах покупателя потому что он тоже мог что-то с ноутбуком сотворить и там очень просто открывалась нижняя крышка сразу получал доступ к материнке ты мог поменять батарею ты мог менять которая выходила из строя ты мог поменять абсолютно все и поэтому ноутбук очень долго жил а сейчас ты покупаешь допустим макбук топовый еще чуть-чуть что ты с ним сможешь сделать можно очень правильно вещь пишет нам комментариях о том что в основном проблема в том что характеристики около топовых моделей 2018 года сейчас у базовых моделей то есть вы понимаете что типа сейчас топовые модели 2018 года они сопоставимых ну характеристиками типа текущих типа вот базовых моделей то есть ты условно можешь пойти типа купить стартовой модели макбука там типа за 120 там 130 там 150 тысяч короче рублей и это типа то же самое что типа супер гипертоповый ноутбук 2018 года гора стол 400 тысяч рублей дикаж такой обернулся я думаю у меня тут код звуки издает странно я думаю как бы мне сейчас не наблевал короче такая история с маками поэтому просто можно можно я просто я пытаюсь вам объяснить пожалуйста мне я пытаюсь закончить ноутбук язык и не there's нов repaired дальше для того чтобы обгрейд нить проху например добавить в нее оперативки ты снимал сзади крышечку и вставлял туда оператив очку это мог сделать любой дурачок ну то есть вообще любой а вот чтобы поменять в прохи жесткий диск, тебе надо было либо обратиться в сервисный центр Apple. С какого перепуга? Либо ты идешь к левым чувакам, которые типа сервисом занимаются. Ты мог вынуть оптибэй и поставить в оптибэй нормальный SSD. Блядь, я говорю не про 12-й год. Максим, ты заебался 12-й годом. Да, блядь, оптибэй реально старая. Это слишком давно. Я говорю про вот последние там, не знаю, лет 5. Ну так вот. И в любом случае это не консюмер-френдли решение было. Никогда. Максимум, что ты мог сделать в iMac'ах и прохах, это поменять там оперативку. Может быть поменять жесткий диск. И то, по-моему, не во всех моделях далеко это делалось. То есть история в том, что в любом случае ты нес ее в сервисный центр. И вот ты мне говоришь о том, что сейчас типа стало сложнее. Меня, как консюмера, это вообще не ебет. Как там ебется сервисный центр. Я, как раньше отдавал MacBook, чтоб его проапгрейдили, так и сейчас отдам MacBook, чтоб его проапгрейдили. А то, что сервисному центру надо в два раза больше ебаться, чтоб оперативки добавить или там SSD-ху поменять, так это, блядь, проблемы сервисного центра. Это не мои консюмерские проблемы, понимаешь? Вот и все. Поэтому все эти истории о том, что блядь, я там типа вот раньше менял и прочее. Да, это потому, что у тебя руки растут из прямого места. Ты можешь это сделать. Но большинство пользователей не такие. Они не хотят заморачиваться. Они отдают и говорят, мне нужно жесткий диск побольше, мне нужна оперативка побольше или там мне нужно еще что-то поменять. Да, Бархан, это было очень легко. Ты типа брал, типа развинчивал два винта, вытаскивал батарею, а потом ты типа slide this out, короче. Ты берешь, ты типа пуп, вытаскиваешь, типа у тебя один диск. Я просто вспоминаю, как мы моему знакомому пытались поменять, по-моему, хард мы меняли в iMac. iMac, по-моему, 2015 года или 2016 года, короче, такой. У него такие две присоски, блядь, которыми ты снимал стекло на экране. Не дай бог ты, блядь, попал пылью на матрицу или еще какой-то хуйней, потому что ты снимал стекло и там уже была матрица, она была, блядь, открытая. Это не была панель, которая, знаешь, там типа со стеклом и прочее. И реально приходилось заморачиваться пиздец для того, чтобы поменять какую-то хуйню в iMac. Ну, то есть, как бы, вот и все. И мне кажется, вся история в том, что, ну да, стало сложнее. И что, техника как бы уменьшается, блядь, стоимость ее обслуживания стоит дороже. Вот и все. А то, что у вас цена поменялась, и вы теперь не можете выиграть столько денег, сколько раньше, так, блядь, посмотри на сколько стоит рубль. Не, 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 не обязательно. Если он не плачет, не обязательно. Если он не плачет, не обязательно. Машбуки так и делают, да. Вся проблема заключается в том, что, типа, что ты теперь не можешь продать свою старую технику за столько, за сколько... Потому что рубль грохнулся по отношению к доктору, и к доллару, и башля, иначе. Нет, это связано в том числе с тем, что техника Mac'а, и вообще, типа, в целом, типа, Apple техника стала менее привлекательной, ну, кроме айфонов. Все, что кроме айфона, типа, стало менее привлекательной, чем раньше. Ладно. Слушай, я предлагаю подскратить наше шоу, потому что... Нет, нет, нет. Есть, нет, да все нормально. Во-первых, есть важные штуки, Димка. Я правильно понимаю. Нас прошло огромное количество людей, типа, а что за телевизор у Тимура? А что за телевизор у Максима? А что за телевизор у Димы? Это такой, говорят, у меня 65 дюймов, типа, Samsung, он старый, вот это все, я не знаю, вот это все. Я правильно понимаю, что ты сменил свой 65 дюймов Samsung на что-то другое? У меня почти месяц не было телека. На чем ты играл? На 144 Гц в мониторе, что ли? Да. Ты знаешь, я могу тебе сказать, что это не так плохо. Ну, то есть, как бы, понятно, что 2К там не будет, но Full HD, как бы, без проблем. То есть, вот я играл на... Как он называется? На мониторе в PlayStation, и мне было норм. Но что-то я такой подумал, что скоро PlayStation 5, надо бы найти себе какой-нибудь, наверное, телевизор под нее. А зачем брать, как бы, плохой телевизор, если ты берешь его все равно на 5 лет? В общем, я там, знаешь, как это, по сусекам, бутылки посдавал, по сусекам понабрал, короче, и решил купить себе новый телек. И по совету друзей, я приобрел новый автомобиль Москвич. Ну, в смысле, я купил... Блин, я тебе просто педалировал, говорил, что, пожалуйста, купи. А ты такой, типа, не, не, хуйня, все, я дорого не буду покупать. Я потом вижу, через месяц, через месяц как-то покупаешь телевизор, который я тебе советовал. Я купил LG OLED C9 55 дюймов. Ни хераси, у тебя бутылок там лежит. Не 65 дюймов. Я почему-то понял, что большой телек у меня в комнате, это реально слишком жирно, потому что я сижу от него в 3 метрах, и, ну, когда он такой здоровый, блядь, это как-то, не знаю. Ну, ты знаешь, как у Большого Любовского ковер задавал тон всей комнате. Вот примерно Большой Телек задавал тон всей комнате. Казалось, что он, блядь, занимает все абсолютно пространство. К этому я взял 55 C9 OLED, 2.1 HDMI, который, типа, новый. PlayStation 5 Ready. PlayStation 5 Ready, да, 120 Гц. Ну, и 4К. Да, и 4К. Могу сказать, что, конечно, я после того, как в него немножечко поиграл на нем в PlayStation, немножечко поиграл на нем в компьютере, могу сказать сразу, вот если вы покупаете его для компа, блядь, HDR, Windows, просто кусок кала ебаного. Забудьте, забудьте, я сам мучился. То есть, нахуя он нужен, если он говна козовок? Я не понимаю. То есть, я вообще не понимаю, ну, как он работает? То есть, у меня есть такое подозрение, что что-то в винде несовместимо с моим телеком. Либо у меня там несовместимый кабель, либо у меня несовместимый видеокарта. Я не знаю, в чем дело. Я объясню. У винды очень хуёво с тем, как она управляет цветовыми профилями. И да, ты можешь через панель управления NVIDIA, которая была написана в 2003 году и с тех пор не менялась, как-то еще с цветовым пространством поиграть. Но ты ничего все равно не получишь. То есть, ты в играх плюс-минус получишь сравнимую картинку с консолью, хотя она будет хуже. Ты можешь добиться сравнимой картинки с фильмах, да? С той, что ты получаешь с Netflix. И то, это потребует от тебя костылей в виде там какого-нибудь плагина а-ля Mad VR. Но сама винда хуй она забила на то, какой у тебя телевизор. Она выставляет минимальную яркость, минимальный контраст. И поэтому такое ощущение, что ты сидишь на CRT-телевизоре, когда находишься в интерфейсе в интерфейсе. Ну, возможно, это можно как-то победить. Возможно. Я не знаю как. Я забил хуй. Я не знаю как. Может, с Сатьейной Делой поговорить, сказать, Сатья, ну какого хуя? Может, тогда он что-то сделает? Да, я забил хуй. И второй момент, который я бы хотел с вами посудить, это довольно странный такой момент. Вы заметили, что в принципе, этот 4К-гейминг на ПК далеко не каждая игра пойдет у тебя на компьютере в 4К, какая бы, блядь, у тебя видеокарта не была. Ну, то есть там условный контрол на 2080 Ti с включенным DLSS вряд ли тебе выдаст там, блядь, 120 Гц, свои любимые. Наверное, там, в лучшем случае там будет 60, да, да, да. Я, чувак, потому что я только что рассказал, вот как раз про, вот типа вот, рога-зефир вот этот, чувак реально, типа, может, да. Да, 1440p на ультрах. Ты еще 400, нет, я говорю про нативный 4К. Но, не, нативный 4К нет. Ну, вот я про это говорю. И я поиграл, я поиграл в GTA, понимаешь, это игра старая, хули делать. Но я поиграл в нее в 4К. И она мне выдает что-то 30-40 FPS, иногда проседает до 25, ну, то есть, видимо, моя бедюха уже не справляется в 4К никаким образом. Но могу сказать, что, конечно, несмотря на то, что игра 2013 года, она в 4К выглядит так охуенно, что я не понимаю, нахуя нужен ремастер на PS5. Ну, то есть, она реально выглядит охуеть. Ну, вот. А второй момент, это, конечно, когда я подключил ее к, подключил телек к консольке, к PlayStation. Я могу сказать, что я, ну, бля, это было незабываемое впечатление, потому что у меня никогда не было Оледа, и у меня всегда были эти телеки LCD, там, там, ну, всякое говно. Я с Оледа просто охуел. Есть некоторые моменты, которые мне в этом телеке безумно, блядь, раздражают. Например, как бы ты, Тимур, там не говорил, что, типа, вот, у меня там Smart TV, классный, замечательный, вебосс, это такой кусок кала невозможный, это просто адовое говно. И у меня до этого, у меня до этого был Samsung, у Samsung все было охуительно сделано в плане Smart TV. Категорически не согласен. Ну, ладно, короче, это наше с тобой несогласие, я говорю, что мне не нравится в LG вебосс, вебосс полное говно. Ну вот, а по поводу HDR-а и по поводу 4K и вообще по поводу OLED-а могу сказать, что я теперь, знаешь, вот я, у меня там лежат игры на PlayStation-е, я такой, я буду устанавливать все игры, чисто позырить, я, блядь, скачал себе Horizon Zero Dawn на HDR посмотреть, знаешь, там запустил Frozen Wilds, такой посмотрел, там это звездное небо в этих самых в точках, ну, звезды, знаешь, там типа как это, Aurora, по реализу, как это по-русски-то хуйня называется? Северное Сияние. Северное Сияние, да, там типа, это красиво, я такой, ебать, ну, то есть, я уже играл в эту игру, я ее прошел давным-давно на своем телеке, на старом, и я смотрю на OLED-е и думаю, блядь, это просто охуеть, ну, то есть, это тяжело объяснить, но это реально выглядит охуенно, хотя ты играешь, по сути, блядь, в то же самое, я пошел, значит, такой, так-так-так-так, где у нас там, блядь, пиздата HDR, в Uncharted, точно, запустил Lost Legacy, значит, там побегал, такой думаю, бля, ну все, надо перепроходить, бля, охуительно выглядит, ну вот. Цусиму-то смотрел? Ну, Цусиму я как бы, ну, она сама по себе красивая, понимаешь, там без всякого HDR, я вот себе, знаешь, там, типа, открываю иногда какой-нибудь Reddit, там, Best HDR Games, смотри, надо посередине, бля, чувак, надо не так, надо набирать, типа, Best HDR Films, или Best HDR, там, YouTube Video. Так вот, по поводу фильмов, там идет подписка от, когда покупаешь телек, появится подписка то ли от Ока, то ли от Ivy, бля, мне кажется, на самом деле, знаешь, что бесит в LG? Здесь есть отдельная кнопка под Ivy, знаешь, как была кнопка Netflix? При этом это кнопка Netflix в остальных этих. В остальных, да, она здесь запускает это приложение Ivy, я Ivy не пользуюсь, поэтому мне как-то на нее насрать, но у тебя тоже, да, да, вон она, ну да, но с этим помнятом одинаковый пункт, ну куда я посмотрю, ой, у меня там Magic Remote, бля, чувак, но это Magic Remote, а вот у меня B8, короче, одинаково, вот A C9, у меня камера лучше, а то пошел, у меня геймпад есть, смотри, ну, и, короче, я говорю, я прям вот охуел, HDR и прочего, и второй момент, я охуел, от передачи черного цвета на OLED, потому что для меня было как бы не очень понятно, что значит черный цвет, ну, то есть у меня на всех моих там мониторах, вот у меня TN-овский монитор, вот у меня VH-ный монитор, вот у меня IPS-ный монитор, черный цвет, это такой, знаешь, темно-серый, ну, то есть плюс-минус, на IPS-е получше, в этом плане, ну, такой, да, на LED, он просто черный, он просто выключенный пиксель, и ты такой, а, а, так можно было, да, и за счет этого картинка кажется более контрастной, поэтому все вот эти настройки, я там чуть-чуть даже снизил, то есть, потому что, ну, это слишком сильно. Я делал настройки по моему гайду на сайте из Астракаста, они хорошие. Я не по твоему гайду делал, я смотрел на rtings.com, да. А я их написал именно по ней. А там есть отдельные настройки конкретно под мой телек, а не под VB8, то есть, я думаю, что разница все-таки есть. Ну вот, и следующий момент, там есть охуенная улучшалка изображения, я на своем старом самосунге всегда это говно отключал, все эти motion, там, блюры, блядь, интерполяция, все вот это говно, знаешь, вот которое, на новом телеке она работает настолько классно, что я не сразу понял, в чем наебка, и почему у меня в Sun and Uncharted 60 FPS, блядь. Ну вот, я такой, типа, блядь, в смысле 60 FPS, он же был в 30, блядь. А потом я заметил, знаешь, там вот глюк, гостинг, когда там, типа, персонаж повернулся, и там видно, что, ну, интерполяция, прям видно, блядь, я такой, а, это интерполяция, отключить, нахуй. Включился игровой режим. Ну вот, и, вот если этого всего не знать, то, это уходительный телек. Но, говорю, есть моменты, которые бесят. Меня бесит ВБОС, меня бесит пульт, потому что я никак не могу... ВБОС охуенный, не слушайте Диму. Никак не могу привыкнуть к пульту, и самый смешной момент, вот у меня стоит лампа, которая кольцевая, да, которая для меня сейчас светит во время стрима, и у меня пульт от телека ей управляет, понимаешь? Потому что они там ходят, что все работают. И это странная хуйня, я не понимаю, почему? Имейте в виду, что пульт от лампы у Димы работает в красном диапазоне, а пульт от телевизора работает по блютусу. Я не знаю, почему он работает, ну, то есть, вот такая история. Короче, я считаю, что лжишные телеки, вот эти B8, там, C9, если у вас есть деньги, то CX, и так далее, это охуительно, то есть, ты знаешь, я вот, меня больше всего поразило OLED, даже не 4K, даже не 4K, а именно сам OLED, потому что, если вот вы будете выбирать себе телек, и у вас стоит, ну, то есть, вот выбор, знаешь, там, типа взять какой-нибудь Samsung, там, типа, на QLED, да, и обычный OLED, бля, вот лучше переплатите, возьмите OLED, потому что разница, она прям вот, видна, да, может быть, сама начинка телека, там, типа, не очень, но вот сам OLED, сам по себе, это просто охуенно, мне прям очень понравилось. Тима гоня, потому что, на самом деле, Viboss работает хорошо, по сравнению с Samsung, потому что, у меня стоит, у меня стоит куча всяких программ, там, типа, там, и так далее, где оно все работает, на самом деле, хорошо, потому что, я могу сказать, что на всех остальных системах, я сколько раз не пробовал, типа, все остальные приложения, работают хуёво, поэтому, короче, OLED, на самом деле, Димка привыкнет, я думаю, что он через, там, пару месяцев вам расскажет, на самом деле, чё по чему. Да, я очень надеюсь, что. пацаны, давайте поделимся впечатлениями, кроме LG OLED, на самом деле, вот, у Димки, LG OLED C9, у меня B8, если что, короче, имеете в виду, у меня B8, типа, это попроще, потому что, типа, у него нет такой процессор классный, как у Димки, и у него нету HDMI, которые, типа, способны передавать 4К 120 фпс, у Димки теперь способны HDMI передавать 4К 120 фпс, типа, если у него будет PlayStation 5, в которой реально какая-то игра будет 4К 120 фпс, она будет у него работать, у меня не будет, у меня 4К 60 фпс, Слушайте, Макс, ты у нас посмотрел, типа, то, что я смотрел на своем хуевом куледе, наслушавшись вас, вот, тут Netflix выпустил, буквально пару недель назад, документальный сериал Highscore, это типа, документалка про историю видеоигр, ну, а-ля, и я был очень заинтригован, потому что, на самом деле, у Netflix есть 2 классных документалки, очень советую, Toys That Made Us, ты же говоришь, что там кучу моментов слили, 3 сезона, ну, я сейчас объясню, 3 сезона, я очень ждал, 3 сезона Toys That Made Us, офигенная документалка про то, как разрабатывали всякие культовые игрушки, от кукол Барби до Лего, и там действительно классно, именно физические игрушки, то есть про электронные игрушки, да, и там классно рассказывают, там, людей приглашают, монтаж шикарный, фактура классная, и тема неизведанная, вот, то же самое у них, Movies That Made Us, это делала та же команда, они там рассказывают про всякие легендарные фильмы из 80-х, типа, Крепкого Орешка, Охотников за привидениями, как это снимали, как к этому приходили, какие были студийные терки, ты реально узнавал кучу новой информации, от очень ожидных людей, потому что их не звали на интервью, ну, типа, например, там нашли чувака, который держал, знаешь, держал Алана Рикмана за руки, и неожиданно его отпускал в Крепком Орешке, то есть координатор трюков, с ним никогда не было интервью, а его нашли, так вот, Highscore нифуя не такое классное шоу, Highscore, честно говоря, мне кажется, что это, ну, ну, мы слышали, дети любят видеоигры, поэтому давайте про них что-нибудь снимем, то есть на поверхности вроде все классно, у тебя есть в качестве спикеров Кена Роберто Вильямс, легендарный, основатель Сиерра, у тебя есть абсолютно, ну, такой достаточно харизматичный чувак Джон Ромера, у тебя есть в фильме World British, знаменитый, да, Ричард Гэрриот, человек, который придумал ультиму и паттерн современной компьютерной РПГ, и у меня есть несколько проблем с этим сериалом, во-первых, американцы, вот у них, наверное, просто на подкорке где-то зашиты, они почему-то думают, что история видеоигр, это саркадных автоматов, и история видеоигр кончается на Супер Нитендо, все, дальше история видеоигр не существует, не существует, ее просто нет, не существует первый Плейстейшн, не существует Иксбокса, не существует Дримкаста, существует только вот этот промежуток времени, и они ходят по давно абсолютно компостным, ну, знаешь, таким оттоптанным уже всеми фактам, ты знаешь, мне кажется, что на Ютубе какой-нибудь ютубер, но клип делает гораздо круче, типа, знаешь, ноу-е-гейминг условно, сто пятьсот раз, ты, блядь, это все уже проговаривалось, да, да, но, пытаюсь объяснить, даже если вы далеки от видеоигр, вы ничего не получите от этой документалки, потому что у нее есть несколько проблем, даже не концептуальных, а чисто продакшн, во-первых, они так и не смогли вытащить реально интересных интервьюеров, то есть, когда они рассказывают, я тебе просто объясню, когда они рассказывают про Нитендо, они никого из Нитендо не смогли вытащить, единственные два спикера, это чувак, который когда-то там был дизайнером звуков, и чувак, который когда-то давно отсуживал Супер Марио, престарелый юрист вообще, он к играм никакого отношения не имеет, а кого бы ты вытащил, по-твоему, ну, то есть, смотри, ну, я не знаю, а почему бы не позвать людей, которые над железом работали, а почему? умер давным-давно, нет, не обязательно Яко, он же там не один-единственный был, ну, хорошо, или, знаешь, например, Мемота позвать, да, Мемота их нахуй послал, нахер он нужен, он тоже попсовый, позовите кого-нибудь другого, но Аум того же, кстати, которого редко зовут на интервью, это чувак, который вообще-то создал Зельду, но проблема не в этом, проблема вся в том, что, например, у тебя есть серия про РПГ, и серия про РПГ построена очень интересным образом, а Аунума, Аунума, да, пардон, вот, и серия про РПГ построена очень маразматическим образом, то есть, смотри, у тебя, они разговаривают с Кеном Роберто и Уильямс, с Ричардом Гэрриотом, просто навление, типа, западного стиля ролевых игр, ну, там стандартная херня такая, просто из первых уст, ничего необычного, дальше, они неожиданно вытаскивают, вот это, наверное, самый интересный и самый классный спикер, который говорит 4 фразы этого, как его звать, оу, сейчас с ума схожу, короче, главного художника Final Fantasy, вот, Амана, или какого там, да, если так, у Амана, вот, вот, просто реально уже крыша едет, если так, у Амана они вытаскивают, вот, Амана, потрясающий художник, у меня у овцы снов, от Геймана, восхитительно, один из самых красивых комиксов, что я видел, и Амана там действительно, он рисует, и ты прям заворожно смотришь, как там акварель, и он хуярит, он говорит 3 фразы, и на этом история Final Fantasy, величайший, дж.р.р.п.г. и одной из величайших игр в истории, заканчивается, ей посвящено из 40-минутной серии, минуты 4, 15 минут серии посвящено р.п.г. про геев, причем р.п.г. про геев, который не существует, потому что создатель этой р.п.г. проебал свой исходный код, сука, я столько лет работал над этой р.п.г., над этой игрой, я испытывал такие сложности, вот это все, а она вышла, нет, нет, нет. Ничего не знаю, ничего не знаю. Или то же самое, они в последней серии рассказывают про Doom, последняя серия рассказывают про Doom. Там только Рома. А, только Рома. Там только Рома. Там больше нет никого, там нет ни Карпика, заявка на успех, Бобби Принца, никого вообще нет, там сидит, сидит 40 минут этот Рома, и такой, я, конечно, был охуенный в те времена, вот я так охуенно делал. Я придумал делать разноуровневые уровни. Рома напоминает того чувака, который, знаешь, в плаще такой, типа, знаешь, там типа вот так вот, эй, парень, парень. А ты знаешь, что я Doom придумал. И самое последнее, что меня бесит, что они могли выкрутиться из этой истории, хорошо, у вас нет спикеров, ну, точнее, с вами отказались работать игровые компании, то есть понятно, что Нинка, она их просто нахуй послала с порога, и они выкручивались. Типа, а сейчас мы вытащим чувака, который был амбассадором Nintendo в 93-м году, и там сидит такой засальный чувак, залысенный, и что-то рассказывает, какой он был классный в 90-е. И, ну, хорошо, вы не можете вытащить первых лиц, но вытащите тогда, как он тенгри видеогейм-нерда. просто как голос, ну, как голос сообщества, как чувак, который доносил многие вещи. Я считаю, что никакие ютуберы нахуй не нужны. Надо было просто как бы строить повествование таким образом, чтобы рассказать про те вещи, которых вы можете вытащить. То есть про PlayStation, я так понимаю, там ни слова, да? Не существует. То есть мир после 94-го года... После 94-го мир закончился, да, я понял. Да, в 94-м это уже современность, да, 25 лет на год. это же говорю, это штамп. Короче, хайскор не советую, не рекомендую. И это, я потерял время. Я посмотрел все серии, и мне жалко времени потраченного, потому что, ну, ну, херня, херня. Да, я тебя понял. Слушайте, а мы тут с Максимкой не вместе, но по отдельности посмотрели замечательный фильм под названием Greyhound, и я могу сказать так. Слушайте, подождите, пацаны. Да. Чё? Я хотел вам немножко аккуратненько рассказать про фильм, который называется «Звуки шума». Чуть громче, можно я хотел тебе перенести. Я хотел вам рассказать про «Звуки шума». Ладно, хорошо. Короче, в общем, пацаны, если вы хотите посмотреть маленькое, драматическое, но немножко такое комедийное, ну, знаете, вот как так бывает, типа, а-ля не такси, не пятый элемент, и не, знаете, вот прям, не вот такие прям вот хуёвые комедии, короче, вот вы хотите посмотреть что-то среднее такое между драмой и комедией. Короче, «Звуки шума» 2012 год, Швеция, это шведский фильм, ну, прям вот, прям по-настоящему шведский фильм. Посмотрите «Звуки шума». Завязка такая, дело в том, что есть семья музыкантов, типа, отец, мать, брат и другой брат, который родился, вот, собственно, в семье музыкант, и он ненавидит музыку. У него просто аллергия на музыку, и в итоге, типа, он противоречит от того, что, типа, он ненавидит эту самую музыку, он становится полицейским. Просто, ну, типа, тупо детективом. И в какой-то момент он натыкается на преступление, которое совершает группа людей, которые хочут с помощью неочевидных возможностей, играть музыку. Например, на пациенте в коме, на банкнотах в банке, на электрических проводах, или на чем-нибудь еще. Звучит интересно. И в итоге, чувак, который не может, он просто ненавидит музыку, ему приходится расследовать преступление, которое связано с арт-группой, который, по сути, терроризирует город за счет того, что, типа, создают музыку из тех вещей, которые не должна произойти. Звуками терроризируют. И я так понимаю, что фильм старый, 2010 год. 2012 год. Написано 10-й. Блин, странно, потому что... На кинопоиске 10-й написано. Хорошо, окей, даже 2010 год, но смотрите, это фильм шведский, и он очень, очень классный, как раз именно потому, что вы видите в нем то, чего вы совершенно не ожидаете. Это действительно очень классный, очень интересный фильм. Именно вот в этом контексте того, что, типа, это фильм про музыкантов, которые терроризируют город, и про чувака, который, у него аллергия на музыку, и он пытается раскрыть это самое преступление. Короче, я не буду раскрывать ничего другого, потому что фильм сам по себе хорош мало того, что как вот именно в плане идеи, так он еще хорош сам по себе в плане, в том числе, того, как все это обыграно, как все это сделано. Очень круто. Я советую. Отлично. Мы с Максимкой, как говорится, по отдельности, посмотрели замечательный фильм под названием «Грейфаунд». Я все еще не дошел, но я очень хочу. Я тебе советую, и я думаю, Максимка со мной согласится, что фильм очень крутой. Я прям очень хочу смотреть, да. Неожиданно хорошая драма. Смотрите, мы в прошлом, кажется, подкасте, я вам говорил о том, что я смотрел «Хозяин Марии на краю земли» и сетовал на то, что таких фильмов нету. Есть только британский сериал, который плюс-минус похож сериал про Митчмана Хорнблауэра. Помните, да, эту историю? Так вот, вот эта история про Митчмана Хорнблауэра, она основана на книгах Сесила Скотта Форестера. Это такой мужик, который прославился именно этими романами про парусный флот, про там, типа, наполеоновские войны. У него целая серия этих книг про этого Хорнблауэра. И второй такой мужик, это тот, который вот написал про «Хозяина Марии», я не помню, как его зовут, но, короче, вот их двое, да, таких маринистов, очень известных в Америках, Британиях и так далее. Так вот, самое интересное, что Грейг Паунд тоже основан на книге Форестера, но он эту книгу написал не в начале, там, 30-х, 40-х, там, а уже после Второй мировой войны. И, собственно говоря, он в этой книге не про наполеоновские там войны, не про там парусный флот, а именно про, то есть, те военные действия, которые происходили во времена Второй мировой, то есть, против немцев. Мяу, чего ты хочешь? Что такое? У меня тут... На Суаве немца прибежал котик. Да. Кошка очень любит на коленочках спать. Ничего не могу с ней поделать. Как только про нацистов говорят сразу. Да-да-да, такая типа, ты обещал про Гитлера не говорить. А, блин. Ладно, хорошо, Чего так порвало-то, бля, тупая же шутка, пиздец. Маленькая кошечка говорит такой, ты обещал про Гитлера не говорить. О, да вы накидались, пацаны. Я только сыр ел. Надо заканчивать. Макс нормально, Макс накидался сыром, да, прям видно. Так вот, и короче, Форестер написал эту книгу уже в возрасте, и можно сказать, что, наверное, эта книга, она в каком-то смысле, ну, такая, знаешь, ода старости. А идея в следующем. В этой книге идет капитан в голове эскадры кораблей, попадает на немецкие подводные лодки, что-то там с ними происходит, и в итоге ему удается уйти, но вообще вся идея того, что, типа, какой бы ты ни был плохой капитан, какой бы ты ни был, там, типа, хуёвый управленец, но иногда ты можешь спасти людей, просто выполняя свой долг. Это смысл книги. Смысл фильма Грейхаунд абсолютно другой, потому что его сценарий внезапно написал сам Том Хэнкс. Он просто переписал половину книги нахуй. Он выбросил оттуда всё ненужное, и у него получилась, ну, я бы сказал, такая, знаешь, прям военная драма драманная. Персонажная, да. Про персонажная, да, про человека, который попал в достаточно тяжелые условия. А смысл какой? Это капитан эскадры, которого просит провести эскадру кораблей с кучей военных через опасные воды. На них нападают нацистские подводные лодки, и вот они там пытаются как-то от них маневрировать и прочее, и прочее. Прикол в том, что у этого капитана первый поход, то есть он абсолютно неопытен в бою, и все его решения, которые он на протяжении этого фильма делает. Это решения, которые ну как бы не всегда может быть даже нужны, скажем так. Фильм практически камерный, в нем всего три или четыре вида, то есть там есть типа рубка корабля, типа там рубка, где, ой, не рубка, как это, каюта, где капитан сам живет, и там типа каюта этого радиста условного. И иногда есть крупные планы там, не крупные как это, общие планы кораблей, да, все. То есть фильм на самом деле снят за три копейки, если так подумать. Но при этом он настолько держит в напряжении, то есть ты смотришь это кино, а я его включил, знаешь, вот так типа на ночь посмотреть. Сука! Это было самое тупое решение в жизни, потому что... Это аналогично, потому что, знаешь, как было? Это примерно как Мэд Макса смотреть, чтобы заснуть. Да, ты знаешь, примерно так же с женой мы оставили сына у это, у Рисников на одну ночь. И, значит, блин, надо что-то глянуть, вот у нас вкусная еда, хороший алкоголь. И Ален так и смотрит, слушай, а ты же купил мне айфон SE? Да. А там же подписка Apple Plus на год пришла. Так. Ну, Apple TV. И чего смотрели? Вот. И мы такие, точно, а у нас же в Самсунге есть Apple TV, а у нас же семейная подписка, поэтому на мой аккаунт тоже активировалась эта история, потому что у нас семейный аккаунт, и мы основной. Мы такие заходим в Apple TV, го, Greyhound, я слышал, хороший фильм. Если что, Apple TV купил Greyhound у кинотеатрального проката. Такие, включили плей, пока не досмотрели, не успокоились. Вот серьезно. Он очень держит напряжение. Интересно то, что Том Хэнкс сам же дико болел за этот фильм и говорил о том, что... Я могу понять почему, потому что для него прям... Я так и не посмотрел, я прям вот собираюсь. Ну, понимаешь, он сам написал сценарий для него. То есть для него это как... суперважно. Да, 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 да. Но он при этом говорил, типа, что мы понимаем, что люди будут смотреть его не в том виде, не в том состоянии, в котором мы хотели, в котором мы там думали, и вот это все. Я прям пытаюсь понять, как бы, в итоге, типа, что он хотел. Вот он хотел, типа, чтобы ты прям в кино, типа, на Аймаксе проигралась. Там, типа, там есть... Там есть моменты, которые, типа, достойны вот этого, типа, прям в кино. Смотри, там есть, типа, общие планы кораблей, ну, там, то есть... Или, там, допустим, когда подлодка, там, атакует такой корабль и прочее. И я могу сказать, что компьютерная графика там довольно хуёвая в этом фильме. Там паршивый сиджет. Там видно, что это компьютерная графика. То есть там нет такой... Он не очень крупнобюджетный, как фильм. Да. И теоретически, наверное, фильм бы собрал больше в кинотеатре. Ну, потому что это Том Хэнкс, потому что это интересное кино и прочее. Но прям вот такой ёбы, чтобы на него идти в Аймакс, там нету. Понимаешь? То есть я бы лучше, наверное, на того же Нолана пошёл. Ну, слушай, у него бюджет 50 миллионов. Это по меркам Голливуда практически низкобюджетный фильм. Да. Из гонорара шёл Том Хэнкс. Да, из них 30 миллионов это гонорар Тома Хэнкса. Серьёзно. Слушайте, я прямо сейчас реально посматриваю как бы на тему того, чтобы реально сходить на довод. На него гонорар. Смотрю, я смотрю на какой-нибудь сеанс, знаете, типа там в час ночи. Да, чтобы никого не было. Никого не было. Вообще никого, чтобы не было. Супер реально в одиночку сходить. Я прямо хочу. И там же ещё тизер дюны. Тихо, моё сердечко, моё сердечко сейчас колотится. Давай без слов. вот скажите, типа, вы посмотрели тизер дюны? Я смотрел ту экранку, которую у нас в канале выкладывают. Ну да, но там типа все вот эти фримены, вот это всё, короче, там, харконины. Ну, ну вас зацепило, не зацепило? Вот прям вот у тебя похуй. Мне не просто похуй, дело в том, что мне кажется, что это будет такое кино, которое, знаешь, вот как Blade Runner 2049. Тебе понравился? Да. Вот и мне понравился, и всем понравился, а потом он нихуя не собрал, понимаешь? Вот с дюной будет то же самое. Я практически уверен, что нам все это не зайдёт. Очень надеюсь, что нет, но просто я, понимаете, с дюной Вильнёва такая история, наконец-то вижу дюну, которая снята не с голосами в голове Ходоровски, которая снята не с голосами в голове Дэвида Линча, а которая снята по книге конкретно Франка Герберта. Да, но при этом есть свои заморочки, нам сегодня, кстати, в Твиттере хорошо писали, что типа, сегодня в Твиттере хорошо писали, что типа, какого хуя Герц Катрейдес стоит блядь в броне такой, знаешь, как космодесантник, сука, у неё там такая... Потому что они носили броню в поле. Ну, блядь, надо книгу некоторым перечитывать. Какую, блядь, броню они носили, если у них были эти поля, которые на поясе крепились? У них вся история была в том, что... Если ты промудиры, то этот визуальный штамп подарил нам прекрасный режиссёр Дэвид Линч. К книге он никакого отношения не имеет. Здрасте, приехали. Они в книге как раз обсуждают всю ту историю, что они отказались от брони и силового оружия, потому что у них... Они отказались от брони, боевой брони, а не от брони, которая защищает от клинков, Дим. Добрый день. Добрый день. Клинок тебя всё ещё протыкает, поэтому нужна броня. Поэтому у него броня от холодного оружия, если ты заметишь. Ну, не знаю. Подожди, они же там все заморочились по холодному оружию в итоге. Они заморочились именно потому, что, типа, медленный клинок протыкает... Я открою тебе страшную тайну. Есть два момента. Можно два момента? И потом мы перейдём к следующей теме. Во-первых, холодное оружие, а во-вторых, огнестрельное оружие. То самое, знаешь, из пороха. Оно всё ещё прекрасно стреляет. И когда Харконаны атаковали от Рейдосов, знаешь, как они обошли эти поля? Они стреляли обычной артиллерии. Ну, ладно. Короче, я не буду спорить. Я, честно сказать, не такой большой фанат Дюны, как Максим. Но я просто к тому, что будьте уверены, что Вильнёв там тоже обосрётся в каких-то моментах. Наверняка. Просто я... Мне кажется, что в итоге, типа, он меньше обосрётся, чем все остальные. Типа, если честно, я прям уже дуны. Я уже... Дуны. Дунышка по С9 занёс на 307 рублей Диме на новые бутылки. Ой, спасибо. Я со следующих новых бутылок себе ещё второй такой телевизор куплю. И аноним занёс нам 300 рублей без комментариев. Спасибо тебе, братан. Спасибо, чувак. Я спасибо тебе, чувак. Короче, пацаны, дело в том, что я хотел очень кратенько рассказать о том, что, если помните, в прошлом подкасте я говорил о Trollhunters, о Охотниках на тролле. Это мультфильм от Гильермо Дель Торо, который сделан, ну, примерно по-схожему, так скажем, типа, лекалом, как и Аватар, и, типа, Легенда о Коре. То есть, это реально хороший, классный, клёвый, весёлый, привлекательный мультфильм, как для взрослых, так и для детей. Короче, вот прям, прям я дичайше советую вам, типа, Охотники на троллей. Но при этом у них есть продолжение, такой спин-офф, типа, своеобразный, который называется Three Below, Tales of Arcadia, короче, вообще все... Трое с небес, история Аркадии, два сезона. Да, по сути, почти всё, почти всё, что выходит вот в этом цикле вот этих самых мультфильмов, оно называется Tales of Arcadia. Это, ну, типа, сказки Аркадии, история об Аркадии. Вот. И Tales of Arcadia, это, в данном случае, как бы, вот конкретно Three Below, это как раз-таки мультфильм про пришельцев. То есть, у вас первая часть была про троллей и охотников на троллей, типа, такая средневековая история. Вторая часть про пришельцев, а третья часть, которая вот только-только-только прямо совсем вышла, короче, она про Мерлина, про, типа, магию, про вот это всё. Вот. Поэтому я могу сказать, что... Короче, я могу сказать так, типа, что ничего лучше, чем Tales of Arcadia, вот эти самые, типа, истории из Аркадии, со времён Аватара я не видел. Что, прям настолько хорошо? То есть, если вам понравился Аватар, который вот, типа, легенда об Анге, если вам понравилась легенда Кори, то вот это ваш следующий, третий мультфильм прямо после них, потому что ничего лучше я не видел. Это, ну, типа, это реально прям настолько круто. Да, местами, ну, немножко может быть сратая 3D графика, но в целом очень хорошо. Короче, прям я советую, пожалуйста, просто вот, типа, обратите внимание, потому что 3 Below про инопланетян, которые вплетаются в историю о троллях на Земле, блин, это круто. Просто дайте шанс, попробуйте, посмотрите. Вот. Да. Я тут поиграл, чему не стоит давать шанс, да, через, через геймпасс. Геймпасс! Тимур поплылся. Да. Я поиграл в новых Battle Tots. И я могу сказать так, я могу быть предвзят, потому что я играл в Battle Tots на Dendy в свое время, на 8-битке. И новые Battle Tots мне настолько сильно не понравились, что меня хватило где-то часа на 2 примерно. Дело в том, что мне уже объяснили в Твиттере, что я не прав нихуя. Потому что оказывается, потом игра раскрывается, и в ней есть веселый фан. Я не нашел там ничего веселого и ничего интересного. Во-первых, мне не нравится сама боевка. То есть, смотри, это битэмап, в котором ты ходишь и пиздишь врагов. Ну, то есть, первые несколько уровней, по крайней мере, это происходит. Пиздить врагов мне интересно. Это первый момент. Второй момент, как бы я не пытался абстрагироваться от того, что анимация выглядит как от пизды, она все еще выглядит как от пизды. Я не могу от этого никак... Просто, знаешь, меня это постоянно раздражало. Всю игру, пока я играл в Battle Tots, меня это бесило невероятно. Мне эта анимация напоминает, знаешь, вот старые флешки, которые... Флеш видеоролики, Newgrounds какого-нибудь, где у тебя не рисованная анимация, а у тебя practical effects. То есть, ты задаешь точки, по которым у тебя там скелет персонажа двигается. И, с одной стороны, могу тебе сказать, что, ну, современные мультики, которые там на Nickelodeon выходят, например, они, в принципе, в такой стилистике и нарисованы. И, если вспомнить предыдущих Battle Tots, то они тоже были в той стилистике, в которой тогда делались мультики. Ну, то есть, вполне логично, что визуальный стиль поменяли под новое поколение. Но прикол в том, что это явно рассчитано не на новых людей, которые, знаешь, типа, подросток 15 лет пойдет сейчас играть в эти новых Battle Tots. Нет, это рассчитано на ностальгию. На ностальгию. Вот в лице меня такая хуя не нравится. Второй момент. Они добавили туда, ну, скажем так, шутки, такие осовремененные, типа того. Понятно. И они, ну, иногда нормальные, но чаще всего нет. Ну, то есть, прям совсем нет. Следующий момент. После того, как бы ты проходишь несколько уровней, у тебя возникают те уровни, которые, знаешь, должны разбавлять этот битымап. Алина на мотоцикле, да. Там есть эти поездки на мотоциклах, дальше я не дошел, но дальше якобы там будет шмап, ну, то есть этот шутэмап, да. И там, по-моему, два или три уровня этого шмапа. Ну, то есть, нахуй так долго делать, я не знаю. При этом игра проходится часа за четыре, то есть она не очень долго. Я говорю, меня хватило на два часа, я не смог. Я не прошел ее, я ее просто нахуй бросил, удалил и понял, что Батлтотс не про меня, вот серьезно. Я вам Батлтотс не советую. Если вам хочется битымап, какой-нибудь клевый и прикольный, попробуйте. Стритс оф рейдж, четвертый, кажется, выходил в этом году. И, несмотря на то, что это тоже такое, знаешь, типа, явно на ностальгирующих холдфагов рассчитан, мне кажется, что она нормальная. Ну, то есть, как бы вот Стритс оф рейдж клевый, а Батлтотс какой-то... Следующий момент. Если вы на Иксбоксе, если вы сидите на Иксбоксе, попробуйте либо купить, либо скачать Rare Replay. Это сборник игр от Rare. И там, знаешь, там всякие Банжи Казуи и прочая ерунда. И вот там есть Батлтотсы, те, которые были сделаны на аркадных автоматах еще в свое время. Они очень хардкорные, но при этом они гораздо более веселые, чем вот эти Батлтотсы, которые сейчас вышли. Но с другой стороны, если у вас есть подписка Game Pass, игра бесплатная как бы для вас, то можете попробовать. Но мне не понравилось. Я прям вот плевался весь от этих Батлтотсов. Такая история. Говоря про игры, которые понравились и не очень понравились, у меня тут есть для вас две новости, связанных со стратегиями на ПК, хорошая и плохая. Начну с хорошей. Нам Бука дала раньше релиза, я могу уже об этом рассказывать, эмбарго спала, ключ на игру Iron Harvest во вселенной 1920+. Это игра по настольной игре Serp и вселенной Якуба Розальского, который когда-то рисовал арты про альтернативную историю, где такие стимпанковые мехи ходят по Польше. Во время Первой мировой, типа того. Во время а-ля Первой мировой альтернативной, да. И Iron Harvest это игра, которая, собственно, адаптирует этот сеттинг в РТС-ку, причем самое классное РТС-ку в духе первого Dawn of War. То есть, если вы соскучились по стратегиям Релик, вот по нормальным а-ля Company of Heroes а-ля Dawn of War, вот, собственно, почесать вот эту чесотку и вышла Iron Harvest, потому что мне она, я прошел где-то половину кампании, я прошел, я поиграл немножко в Скермиш, мы там с одним товарищем, у которого тоже есть копия, поиграли в мультиплеер. Несмотря на то, что есть проблемы с балансом, есть проблемы с темпом игры, но, как мы знаем, в стратегиях это патчится, это нельзя записывать недостатки, мне она безумно нравится. То есть, она зрелищная, в ней абсолютно все разрушается, вы можете сравнять с землей нахер всю локацию. Там отлично сделаны сингловые миссии, и я наконец-то вижу стратегию, где сингл, это не знаешь, в следующей серии мы упаковали мультиплеер, чтобы ты научился киберкатлетить. Это полноценный сингл с нормальным дизайном карт, с нормальным дизайном заданий, с хорошим сюжетом. И три компании а-ля 3-й Варкрафт, вы играете за Поляню, вы играете за Руссвет, вы играете за Саксодню. То есть, у вас все три основные стороны конфликта представлены под названием Поляне и Руссвет. Ну да, это же альтернативная история, а британцев там нет. Прикол, знаете в чем? Мне что понравилось? Потому что про Iron Harvest бесполезно рассказывать, у игры куча превью, и те, кто знает, уже ее ждет. Я просто говорю, что она классная, вы не зря ее ждете. Но что меня действительно зацепило в этой игре, и что я хочу видеть в большем количестве игр, там есть такой режим, он называется реалистичный режим, но он не влияет на gameplay. Вы знаете, на что влияет? Все стороны конфликта говорят на своих национальных языках, а не на ломаном английском. Поляки говорят на польском, русские говорят на русском, немцы говорят на немецком. Причем, вместо того, чтобы нанимать где-нибудь в Лос-Анджелесе косноязычных актеров, они просто наняли актеров в нужных странах. То есть, например, на русском говорят актер дубляжа. Наши. То есть, нормальный русский язык, без всяких этих вот... Да, 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 без всяких американцев деливают попитка, как это было в Call of Duty всегда. И это здорово работает на атмосферу, потому что ты идешь такой в атаку за царя, там, пехоты, и на тебя бегут поляки и кричат, ой, я курна. Понимаешь, это прям так это, прям хорошо работает. Iron Harvest классный, он выходит 1 сентября, на момент, когда выйдет подкаст, он уже выйдет. Если любите Dawn of War, если любите Company of Heroes, если вам нравится, просто хороший сингл в РТС, горячо рекомендую. Чего не рекомендую, тут к Frostpunk'у вышло последнее дополнение On the Edge, оно, типа, должно было закончить цикл обновления игры после Frostpunk'а. Я на секунду, типа, прерву, я правильно понимаю, что, типа, Frostpunk' же еще вышел сейчас теперь на консоли? Да. И что, типа, теперь, по идее, ты можешь, типа, в него поиграть и на консолях еще, типа. Да, давно уже достаточно. У них, кстати, и, соответственно, вот с этим самым дополнением. Да, да. И я так понимаю, типа, что оно зашло не все. Я тебе вот и хочу сказать, да, что оно говно собачье, и при этом Frostpunk классный, базовый. На консолях очень клевая версия, редкий случай, очень хорошая стратегия на приставках, там, приятное управление, хорошо вообще в целом. Так вот, On the Edge, это, знаешь, это чуваки делали дисдок сиквела, и они вообще, ну, фактически, сделали нововведение концептуально на сиквел. Но в тот определенный момент поняли, что они делают DLC за 12 евро, и... Зачем стараться? Нахер отрезали вообще все. там было DLC прямо с кучей сюжета, кучей всего. Да, то есть, смотри, у них вышло DLC до этого, они все входят в состав, кстати, сезонного пропуска, называется Last Autumn. И Last Autumn был охерительный, там была куча новых механик, там была абсолютно новая локация, там были абсолютно другие челленджи, потому что играл не во время зимы, а во время, собственно, наступление зимы. Тебе надо было как бы до наступления Вечного Холда построить генератор. Здесь, типа, сюжет, это прямой сиквел основной истории Фростпанка, шторм закончился, и теперь ты играешь за колонию нового Лондона, которая добывает ресурсы, и в определенный момент становится независимой от нового Лондона. И там, типа, надо, значит, менеджерить ресурсы, у тебя нет генератора, у тебя очень маленькая локация, тебе надо постоянно торговать, заниматься депутатом, дипломатии, что там появилось, но все это сделано настолько тупо, настолько рудиментарно, там абсолютно все линейно, там абсолютно все предсказуемо, там нихера нет вора. Это просто халтурное дополнение. То есть, да, в теории я понимаю, что они пытались сделать. Типа, у тебя несколько локаций, и ты должен между городами переключаться и развивать несколько городов, и заниматься дипломатией, и заниматься торговлей. Но в игре этого нет, это есть просто в виде кнопочек. То есть, ну ты нажал кнопочку, но ничего не произошло, поэтому если вы не купили сезонный пропуск, отдельно он, я вам покупать не советую. Это просто трата денег в никуда. Он геймплейно вам ничего нового не даст. А если оно есть, у вас остались... Прошу прощения, короче, вот я помню, что у Destiny, вы знаете, там типа были дополнения типа а-ля Кроты, которые все такие, типа, блядь, что? Ну все ходили в рейд, при этом. Ну типа, все очень быстро проходится, и вообще нахуй-то нужно, вот это все, короче, и в итоге типа, вот у некоторых... Раз, так, поднимается. Происходит раз в 2 часа, блядь, стабильно, блядь. Стабильно. Потому что YouTube тебя ненавидит. Есть такое подозрение, что у YouTube какая-нибудь хуйня, знаешь, типа, ограничение по времени, или еще какая-нибудь история. Ну то есть, я думаю... знаешь, там какая-нибудь степень накопленного битрейта по количеству кадров в 8 бит. И короче, каждый кадр типа, учитывается, и типа, все, пиздец. У меня есть теория того, что вот мы отдаем битрейт, я вот отдаю 18 килобит в тысячу, если в секунду. Есть теория, что YouTube просто не успевает это обрабатывать и дропает фреймы. И когда количество дропанных фреймов накапливается он берет просто трубой транслировку ну то есть тут в порядке бреда вот у вас зачем там у гугла сделан гугл камон то есть просто просто сегодня ретрага родной юпитер все нормально короче я я хотел рассказать про нового dlc control я зашу тимур не поиграл поэтому я бы я прям очень хочу потому что мне прошло длц в целом оказалось окей сейчас обижение круто не супер классно ничего такого но типа целом окей мне не понравилось это dlc вообще мне понравилось предыдущие но это dlc во-первых пиздец какое короткое то есть я его прошел за два часа второй момент по сути это один босс файт который растянут вот там типа 33 encounter у тебя с этим боссом будут и все а весь смысл этого dlc то что remedy пытается объяснить что у них есть remedy connected universe типа того и control в control появляется алан вейк как часть лора он не появляется в кадре никогда и вся вот эта история салоном вейком это как знаешь у тебя звонил этот бывший бывший директор тебе по хатлайну звонил бывший да и и типа ты смотрел видеоролик где он там что-то думает или что-то тебе рассказывает вот тут тоже самое алан вейк тебе что-то блять рассказывает а ты собственно читаешь типа звонки с потустороннего мира да 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 ну вот здесь тоже самое а общий смысл всего этого dlc в следующем алан вейк жив он находится в этом брайтфолсе в котором в котором он был внутри игры алан вейк он пытается оттуда выбраться он же там оттуда по сути бросился почти что в колодец которым типа было типа черное непонятно что типа и у него типа была история с тем что типа он попал непонятно куда то есть он попал в какой-то непонятный мир короче он пытается из этого говна вы выбраться и для того чтобы от этого выбраться он придумывает сюжет реберные точки этого сюжета существуют в мире с какими какого-то хуя алан вейк знает о том что существует такая организация как бюро контроль и он придумывает врагов для бюро контроля чтобы бюро контроля помогло ему выбраться из этого брайтфолса зачем враги если может просто типа придумать потому что по словам алана вейка герою нужен антагонист понимаешь то есть для джесси нужны были вот эти хисы или как их там блять называются очень прошу тебя добавить слово спойлер перед этим впечатлением да это блять не спойлер короче основная фишка какая в самом конце этого dlc тебе прямым текстом remedy говорит что братан через два года у нас выйдет не control 2 у нас выйдет алан вейк 2 весь смысл этого dlc в этой хуйне все само dlc не очень я не советую вам в него играть я советую вам посмотреть на ютубе потому что они же там типа всячески говорили о том что там спойлерить нечем вообще вообще скажите по чё дальше будет ну так они тебе не говорят что дальше будут они просто тебе жирным текстом намекают на то что история алана вейка через два года ну ты понимаешь что типа что у тебя уже куча духу ища изданий написали статьи о том что судя по концу этого dlc непонятно следующей игре будет протагонистом алан вейк или джесси фейден ну это ты это тебе никто не рассказывает это естественно но тебе на это намекают это по сути как анонс это как знаешь это как вот примерно плейборд тизер как пяти да вот ты играешь пяти вроде блять хоррор про коридор да а в конце тебе показывают а тебе показывают норману ридоса и пишут silent hill где такой ебать вот здесь такая же история должна происходить но это настолько не происходит настолько очевидная хуйня что типа блять показали алла вейка наверное его не просто так показали так и произошло его действительно не просто так показали они по сути анонсировали блять следующую это океан да и с точки зрения сюжета я доволен ну то есть как бы да мне кажется что вся эта история с салоном веком она отлично вписывается в лор контрола просто блять идеально вписывать мне в любом случае очень на самом деле нравится контролу в том виде в котором он есть даже без последнего dlc там вот это всё короче я считаю что на самом деле это очень крутая вселенная и что он вы и вот в этот афтаф то самая вся вселенной которую они придумали с алану Вейком вот в том виде в том виде в котором она существует на данный момент я считаю, что, типа, если они вообще в целом будут дорабатывать и делать какие-то новые, крутые штуки, типа, про Alan Wake и про, типа, соответственно, вот, типа, Control, я считаю, что это очень круто. Я считаю, что им нужно забыть существование Quantum Break вообще. А могу тебе сказать, что Quantum Break теоретически можно, наверное, вписать в Control, то есть, как бы, come on. Наверняка. Ты помнишь? Существует организация, которая там, типа, что-то делает, и на самом деле они там... Ты помнишь ту историю, что, типа, в Control вот эти предметы силы, да, которые, там, типа, артефакты, да? Ну, да, да, да. Они работают, потому что кто-то в них верит. Ты помнишь эту идею, да? Да. И я не помню, в какой-то, блядь, из бумажек в Control была написана такая теория самих этих сотрудников этого бюро, что, типа, а что, если нам выпустить кино, в котором... Ну, намекается на X-файлы. Что, типа, в котором, как бы, агент ФБР расследует нечто паранормальное, а это оказывается хуйнё ебучей. Ну, то есть, намекается на сериал X-файлы. Ну, так вот. И в этом контексте сама игра Control идеальное прикрытие для бюро. Ну, то есть, давай выпустим игру, в которой расскажем всё, как на самом деле, чтобы люди думали, что это выдуманная хуйня. Бля, мне всё ещё очень нравится там, бюро. Я прям, я прям всё ещё очень люблю эту игру. И представь себе, что Quantum Break очень легко сюда можно вписать. Смотри, этот главный герой, который там придумал эту машину времени, он просто верил в то, что она работает. Всё. И она действительно работала, бля. Слушай, ты сейчас зачем-то описываешь, как в Вархаммере работают технологии орка. Да, да, красная ездит быстрее. серьёзно, в Вархаммере. Потому что орки в это верят. Да, да, да. Да, что, значит, орковская хуйня, если из неё стреляет не орка, она взрывается прямо в руках, потому что буквально говно, собранное на гвозди. Но орк, он, любой орк, псайкер. И он искренне верит, что эта хуйня должна выстрелить. Она стреляет. Да, да, да. Ну, то есть, это логичная история. Ты временем кинул, занёшь там 100 рублей, и в конце DLC для контрола надпись с кровоточащими буквами Илья, иди в персону. Блин. Ой, Илюха, извини. Короче, я не советую вам играть в DLC контрол, я советую вам её просто посмотреть на ютубе. На последок со впечатлениями, на последок со впечатлениями у меня очень короткий момент для молодых отцов. Очень часто, ну, так, знаете, люди покупают коляску три в одном, как я вот, например, да, типа прогулочная, люлька, она нужна только первые 7-8 месяцев, и автокресло. Автокресло, понятно, катается в машине. И вот прогулочная коляска на... Чего ты, кстати, изофикс? У меня изофикс с переходником, да. Я река разовывал. Ты же видел, типа, что есть разные кресла, которые типа изофикс, и есть ещё какой-то... Я взял изофикс Рикара, но я сейчас про три в одном говорю. Вот у меня три в одном, она в машине валяется, как портативная. А Рикара, это Рикара уже, постоянное кресло. И прикол весь в том, что три в одном классная коляска, но она очень громоздкая, она очень большая, там металлическая, массивная рама, её невозможно сложить толком, она еле-еле лезет в багажник, даже в мой большой багажник достаточно. И поэтому мы с женой решили, блин, нам надо купить коляску-трость. Которая складывается... А что значит трость, объясни мне, в чём прикол? Блядь, пожалуйста, можно без подробностей, ну ёптвою мать, ты мог бы ответить просто? Это коляска, вот это прям коляска. Ну. А, то есть она типа раскладывается прям совсем, да? Да, она прям складывается, как трость, ты можешь её носить на спине. Ты можешь её носить на спине, ты можешь её закинуть в багажник. Она весит всего 6 килограмм, её можно с собой проносить вручную кладь по габаритам в самолёт. Вот. И так далее, и так далее. Она суперпортативная. И в итоге мы посмотрели... Какое количество патронов боевых в ней содержится. Зря смеёшься, потому что я расскажу тебе дальше. И мы очень долго смотрели, что же нам купить. Не хотелось покупать дорогую, но мы посмотрели дешёвые, пообщались с друзьями, со знакомыми. И, короче, да, ты можешь сэкономить, но поскольку эта коляска с тобой лет до 4-х ребёнка, то есть это на ближайшие 4 года покупка, ты хочешь купить что-то, что всё-таки прослужит 4 года, да? И в итоге мы купили коляску, которая называется McLaren Quest Arc. Она называется McLaren Quest Arc. И это очень дорогая, она стоит 20 тысяч рублей. Коляска-трость. Сделанная компанией, которую основывал чувак, инженер истребителей Spitfire. Он на истребителе Spitfire придумал складные шасси. А почему он называется McLaren Max? Да, его звали, потому что, по-моему, Брюс McLaren, короче, это его фамилия. Вот, этого инженера. И у него в определённый момент дочка летала между странами, говорила ему, какие коляски неудобные, ну и он взял, в общем-то, по принципу авиационного шасси, сконструировал вот эту складную коляску, он её фактически изобрёл. Ну вот, и вот я вам очень советую, если вы молодой отец, и у вас вот есть момент, что вам нужна коляска-трость, или не нужна, она вам очень нужна. Потому что коляска-трость безумно сильно повышает вашу мобильность, она очень лёгкая, она очень быстро складывается, раскладывается, она очень легко входит везде, вы можете взять саму коляску на руки, и пронести её через сложное место, даже не складывая, прямо с ребёнком. А во-вторых, не экономьте, покупайте что-то типа McLaren, потому что ну просто долговечность, вес и надёжность конструкции, они перевешивают цену, поскольку вы с этой коляской будете шататься каждый день. Вы будете пользоваться ей, скорее всего, даже чаще, чем своим айфоном. Это реальность бытия родителям. Блин, двадцатку стоит, ебану. В данном случае вы платите не за комфорт ребёнка, ему, в общем-то, будет и в коляске за пять... Комфорт себя, самого. Да, вы в первую очередь платите за своё собственное время и за свой собственный комфорт. И McLaren в этом плане охренительная. И квест ARK, именно ARK, не просто квест, охренительная вдвойне, потому что в отличие от других тростей, у которых такая раздельная ручка, как две таких этих палочки, у неё сплошная ручка, складная, и это позволяет коляску без проблем вести одной рукой, а в другой руке держать, я не знаю, там, кофе или телефон. Поэтому вот такая неожиданная, внезапная моя горячая рекомендация, но это вот личный опыт, с чем я столкнулся и к чему я пришёл. Слушайте, а мы переходим к нашей рубрике самой интересной статьи за прошлую неделю, и первая статья, она у нас на сайте Вайса, хотя Тимур много раз говорил о том, что Вайс, пожалуйста. По хэштегу Вайс, пожалуйста, в Твиттере можете почитать. Хуй вам ставили, вот вам новость, да. Да, да, да. Короче, история о том, что Роскосмос внезапно взял, а, точнее, Росатом, Росатом, взял и внезапно рассекретил видосик о том, как взрывали самую здоровенную в плане келотон бомбу атомную в России. и она называется царь в истории человечества, Дима. Это очень важно. Да, в истории человечества не было. Это очень важно, потому что до этого термоядерные бомбы не взрывали. Эту термоядерную бомбу мало того, что взрывали, и взрывали над землей, не под землей. Это был первый, первый и последний тест термоядерной бомбы над землей. И это реально видос, который в очень хорошем качестве, в цветном качестве, показывал о том, как к этому готовились, как это производили, как это делали, что происходило, что, почему, чего, зачем, почему и как. Самое веселое с этим видосом, это не статья Вайс, в котором этот видос выложили, а реакция Вайса как бы на этот видос. И они там пишут, что типа если русские в 61 году могли так, ну и дальше из этого идут далеко идущие выводы. Но, самый прикол не в этом, даже не в статье Вайса дело, а дело в том, что Росатом взял и засекретил этот видос на второй день после того, как его выложили. Он уже рассекречил. Так слушай, они убрали видео, не объяснив, почему. Просто убрали. И народ такой, типа, какого хера? То есть, что? Взяли просто удаление? То есть, как бы, засекретили обратно? Как мы знаем, все, что попадает в интернет, невозможно обратно засекретить. Это не так не работает. На Ютубе появились кучи перезаливов этого видосика. Там 40 минут, как минимум. Я не знаю, боролись ли они с ним или не боролись, но идея в том, что спустя какое-то время не так, Макс. Они, знаешь, как сказали? Они сказали, что мы просто поменяли качество и как бы выложили его заново. Но урлик файлика ютубовского видео остался тот же самый. И количество просмотров осталось тем же самым. То есть, они просто убрали видео из Атлиста. И с языка Салдафонского на русский просто товарищ майор посмотрел, сказал, что все норма, и они его публиковали назад. Скорее всего, так и было. Это очень странная хуйня, но надо понимать, что, видишь, даже события хуй знает, скольки летней давности, они все-таки все еще сейчас секречены. Но видос охуенный. Нет, видос охуенный. Серьезно, там реально очень круто. Вам прямо рассказывают допотопно в самых малейших подробностях о том, что, типа, вот смотрите, группа ученых-инженеров прямо сейчас рассматривает о том, как правильно собрать корпус-бомбы. Это все снято на очень высококачественную ГДР-овскую пленку и такого высококачественного видео в Совке. Я уже написал нашему Денчику Ширееву, что Денчик теперь надо 4К делать диплет. Так вот, я думаю, там уже 4К скан. Уровень качества для 50-х, 60-х просто запределили. Слушайте, говоря про российский менеджмент, еще одна статья, которую мы вам хотим посоветовать, горячо, несмотря на то, что она, ну, ей уже 10 дней или 11, это мог бы быть русский год оф лор, что случилось с капитаном Владом, гигантский материал на ДТФ, про абсолютно легендарную игру Капитан Булат, которая должна была выйти на консолях, ее делала Акела, игра была полностью закончена. Наш знакомый даже в нее поиграл на Игромире, написал на нее превью. И игра просто пропала в определенный момент. И вот эта статья очень подробно рассказывает, как полностью закончена игра, полностью закончена игра, которая была готова уже к печати, даже не к шиппингу, к печати, она уже все полностью прошла. Она просто пропала. Да, и почитайте, это просто прекрасная иллюстрация того, что такое Russo Management в Russo Game Dave, вот серьезно. Кристально кластерфакт бывает не только у Хейла так-то. Да. Да. И еще одна статья, которую мы хотели вам посоветовать, это о том, как раз мы говорили сегодня, как бы, и еще раз про реэктивируем, о том, типа, как вообще работают вот нейростимуляторы. Дело в том, что до появления Neuralink, как раз того самого Илона Маска, существовало большое количество разных необычных, интересных и просто, типа, странных даже нейростимуляторов, которые, типа, людям подключились напрямую в мозг, вот прямо железка, стимуляторы в нейроинтерфейсы. Это и нейроинтерфейсы, нейростимуляторы, нейро, вообще все, все что угодно, типа, потому что это были штуки, которые подсоединились напрямую, прямо в мозг. И, короче, мы прямо советуем обязательно посмотреть, послушать, вот учесть вообще, что происходило, если вам эта тема хоть хотя бы, хоть чуть-чуть более-менее интересна. Да. Ну, а мы заканчиваем на этом наш замечательный подкаст, и, конечно же, хотим поблагодарить наших патронов на Патреоне, благодаря которым до сих пор выходит за второкастик 197 выпуск, совсем немножко, до 200-го, на самом деле, смотрите-ка. Скоро будет 80-90, писть, будет классно, будет такой milestone, скажем так. На 200-м выпуске просто будет пиздец. Да. Пишут, что Тимур сейчас заснет лицом на микрофоне. Да. Обязательно. Обязательно. Мы не будем убедить и оставим трансляцию. На самом деле, спасибо большое вам, что донатите нам, все еще поддерживаете нас, потому что это действительно очень важно для нашего проекта, и я могу сказать так, если бы вы не помогали нам, нам было бы гораздо-гораздо тяжелее вести этот подкаст и вообще выходить в эфир. Спасибо вам большое. Ну, а больше всего мы хотим благодарить тем, кто заносит нам больше всего денег через сервис Патреон. Это, конечно же, 5D Trade, Алекс Колов, Алексей Кольцов, Антон Серебренников, Артем Логинов, Артур Голиулин, Денис Бондаренко, Дмитрий Лобаков, Евгений Петрунко, fapeningbook.com, fankopoprussia.com коллекционные фигурки в России, fxfortrader.ru, Григорий Яфа, Илья Кузнецов, Иван Ткачев, Джаггер Меш, Маринад, Майк Брюханов, мистер Берни, мистер Валери, Нексен Су, Никита Стрельников, Орех, Пан Котик, Павел Петлич, Павел Стариков, Полониум, Радамса, реплей гейм-кафе в Санкт-Петербурге, Слава Украине, Героям Слава, Тию Джин, Валерия Неборская, Владимир Ходоков, Владислав Сульяновс, Юрий Косарихин, Зив, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Аугментированный апельсин, Дмитрий Коробенков, Женя Тонев, Ильин Егор, Лубневский Дима, Михаил Аронов, Ромочка Какашкин, Серёжа Шатальников и Ярослав Хорищенко. Спасибо вам, пацаны и девчонки. Да, отдельно хотим поблагодарить Сошника, который на этом стриме просто всё втопил в свою любовь в «Крусейдер». Убедил, чувак, жди, и сломал систему. Большое тебе спасибо, чувак. Слушай, ну пацаны, нам как минимум нужно поиграть в какую-то очень длинную игру, типа, или как минимум в «Крусейдер Скингс» прям вот долго поиграть, типа, и во что-то ещё, но тоже долго. Там коротко не выйдет. Бля, ну, Макс, я готов тебе посодействовать чуть-чуть, но нам нужно поиграть во что-то прям супердолгое. Да? Прямо типа а-ля «Крусейдер Скингс», о котором речь шла изначально. Конечно. Ладно, спасибо вам, что смотрели, спасибо, что на теле. Давайте, до следующего раза. Всем пока-пока. Пока!